Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Мы рады приветствовать вас в стенах Государственного астрономического института имени Штернберг Московского университета на традиционной конференции «Физика звезд», которая уже много лет проводится. Но вот впервые вот здесь, в этом зале она будет проводиться, в этом формате, в таком вочном формате, как сейчас говорят, потому что, несмотря на сложности, мы, тем не менее, все здесь собрались, и руководство Московского университета просило передать самые теплые поздравления и приветствия участникам. Надеюсь, что время, которое вы проведете в стенах нашего института, слушая доклады и делая доклады, и общаясь неформально, в перерывах, вечером, в другое время, все это будет очень полезно, и эта конференция останется в памяти надолго, как хорошее, интересное научно-культурное мероприятие. Мы постараемся со своей стороны сделать все возможное для того, чтобы не было, так сказать, никаких технических накладок и обеспечить работу на этой конференции на должном уровне. Очень приятно, что к нам приехали коллеги, коллеги не только из московских институтов пришли, но и из обсерваторий страны, из других городов и институтов, и я думаю, что это очень хороший знак, что мы должны такие конференции проводить, и мы будем их проводить. Я желаю еще раз от имени руководства университета и от имени руководства нашего института успехов, успешной работе, и думаю, что самое время наступило для того, чтобы дать слово председателю первой секции, а председателем первой секции у нас будет Анатолий Михайлович Черепощук, и я передаю ему слово для начала работы нашей конференции. Всем большое спасибо. Дорогие коллеги, очень приятно видеть полный зал, много молодежи, и все мы очно присутствуем, так что после длительного такого перерыва очень такое радостное настроение. Поэтому я думаю, что наша конференция пройдет в таком приподнятом духе. А сейчас я должен предоставить слово председателю локального комитета, чтобы информацию от локального комитета. Наверное, вы уже все столкнулись с людьми, у которых бэджики желтого цвета. Вот это как раз и есть члены локального комитета. И если у вас будут возникать какие-то вопросы, не связанные с научной программой, а организации или еще какие-то, может быть, бытовые, то если вы видите человека с желтым бэджиком, вы можете к нему обратиться. И если не помогут, то, по крайней мере, порекомендуют, куда нужно обратиться. А сейчас я хотела вам объявить, что вот у нас есть Александра Михайловна Зупарева, которая держит в своих руках все документы тех, кто платил взносы безналичным расчетом. Вам нужно будет получить обратно для своих организаций какие-то бумаги. Так вот, пожалуйста, к ней обращайтесь, она знает, как это все делается. Спасибо. Следующее... На всякий случай, если меня нет в поле на столе регистрации, то в 58-й комнате. Ну и вопросы такие уже связанные с кофе-брейком, с обедом, то, может быть, мы в рабочем порядке, в перерыве все это обсудим, что нужно будет. Поэтому вот у меня... Да, еще сегодня не будет велком партии, да? Ну, мы уже объявляли, что в связи со всеми этими событиями перестановка, значит, вечер знакомств переносится на завтра, хотя мы уже будем знакомы. Сегодня будет научно-популярная лекция Борис Михайловича Шустова, он любезно согласился нам ее прочитать. Ну и очень небольшие изменения в программе. Вот вы видели на двери, ну буквально речь идет о перестановке двух докладов, потому что одна участник с собой дистанционно выступать, и поэтому вот с этим связано. А в остальном никаких изменений нет. Хорошо. Итак, наша секция сейчас у нас называется «Прогресс в методах наблюдательной астрофизики». И первый обзорный доклад приглашенный делает Власюк Валерий Валентинович «Наблюдательные средства наземной астрономии в задачах звездной астрофизики современное состояние и перспективы». Значит, вам дается 40 минут. Но я за 5 минут предупрежу. Я, может быть, даже постараюсь короче это сделать. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Спасибо Оргкомитету за возможность выступить на такой представительной конференции. Я постараюсь много вашего времени отнять, мне усиливать рассказать о том, все-таки как мы видим прогресс, как это видят наши сотрудники, сотрудники нашей обсерватории, которые во многом занимаются именно этими проблемами. И давайте, пожалуйста, начнем. Тут вроде всего готово. Что было сказано, что нужно было сделать, кроме их 5? Секунду. Здесь нажать «Поделиться» дополнительно. Поделиться. Сейчас, Геана, здесь. Демонстрация экрана. Поделимся с интернетом. Да, и выбирайте вот. Да, выбрали. Поделиться. Поделились. Да, тут немножко по-другому. У нас как-то проще. Теперь можно F5. F5 нажимаем. Еще раз нажать на презентацию. Все, еще раз. F5. Где там пятерочка наша? Вот тут. Так, все вроде, да? Это можно было скрыть сюда маленькую. Да, наверное, на себя не мешалось. Ну, это всех касаться будет, наверное. Опа. Мимо. Мимо. Да вот ты каковой. Ох, как он. Все. Ну, позвольте, я начну с первого слайда, который, наверное, всем хорошо знают. Это современные крупнейшие телескопы. Их и существующие, и перспективные. Почему этот слайд показывает? Потому что я постараюсь рассказать о тех проектах и тех действующих инструментах, которые обеспечивают задачи, прежде всего, высокого спектрального разрешения в изучении физики звезд. Все-таки последние 20 лет, это, конечно же, интерес концентрируется, прежде всего, в высоком разрешении и задачи, которые у всех, конечно, на слуху. Это исследование экзопланет, это исследование изменений постоянной расширения нашей Вселенной. И это является важнейшим стимулом для того, чтобы развивать новые средства, новые методы наблюдений. Я постараюсь немножко об этом рассказать. А что так? ВК что? Просто стрелочка двигаемся, да, здесь? Ну, если вы говорите про 21 век, то, конечно, нельзя не умолчать о приборе, который был сделан на рубеже нашего тысячелетия, а именно о приборе HARPS, который до сих пор работает на 3,6-метровом телескопе обсерватории ЕСА и до сих пор является неким таким ориентиром и флагманом, с которым сверяют свои результаты люди, работающие даже на более крупных инструментах и на более совершенных спектрографах. Благодаря своей уникальной конструкции, использованию вакуумированного объема с жесточайшим контролем давления и температуры, на этом телескопе получаются предельные точности, которые до сих пор мало кем могут быть произведены и, скорее всего, они будут произведены только на телескопах еще более крупного размера, который планируется к завершению, к постройке в конце нынешней декады, то есть 2027-2029 года. Здесь показаны буквально те точности, которые достигаются на этом инструменте, порядка одного метра в секунду, которые соответствуют тысячным долям элемента на детекторе. Благодаря использованию волоконного ввода и жесткому контролю температуры и давления удается получать именно такие точности, которые позволяют нам находить ближайшие экзопланеты с самой различной массой. Если мы рассмотрим формулу, которая указывает возможность обнаружения экзопланет у других звезд, то исходя из этой формулы, в табличке хорошо видно, что обнаружить Юпитер можно, имея точность исследования, порядка 10 метров в секунду, а чтобы обнаружить, допустим, нашу Землю, нужно переходить на точность уже сантиметра в секунду, что, конечно, пока недоступно и является таким ориентиром заоблачным для строящихся крупнейших инструментов. Если мы выйдем и посмотрим все крупные задачи, которые должны решаться на 30-метровом телескопе, на телескопе ELT, Южно-Европейской обсерватории, то главная задача это, конечно, поиск экзопланет, поиск земной группы, поиск признаков жизни на этих экзопланетах. Поэтому этот вызов, который перед астрофизиками, на него нужно отвечать, строя все более и более совершенные инструменты. Ну вот Харфса, с которого я начал свое представление, он, собственно, заложил все те каноны, которые в дальнейшем практически развиваются с более-менее серьезными модификациями на основных, крупнейших инструментах. И не только за рубежом, но и в нашей стране. Я поставлюсь рассказать о проектах, которые делаются в нашей обсерватории. Хотя здесь сидят их авторы, они расскажут более подробно о своих докладах. Но, не менее, я не могу об этом не упомянуть, когда буду делать обзор по общим методам, которые реализуются в настоящее время в мире. Это первое обнаружение планет земной группы на Буре-Харпсе. Вы видите точность, которая при этом достигается. Метры в секунду достаточно точно верифицируются. И здесь сомнений нет никаких, что эта точность есть, она реализована на действующем приборе. А почему точность определения или амплитута на историю зависит от расстояния до планеты? То есть там Юпитер, амплитута, 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 амплитута. Потому что там определяется, что период вращения экзопланеты вокруг радистской звезды завязан на это. Формула-то есть. Поэтому, конечно, чем дальше, тем она слабее влияет на радистскую звезду. Поэтому одно дело, все астрономы находят сначала супер-юпитера, горячие юпитера у горячих звезд, рядом со звездой. А чем дальше, тем труднее его увидеть. Это все понятно. В этой табличке я показываю перечень тех крупнейших спектрографов, которые работают или будут работать на крупнейших инструментах, начиная с 39-метрового ИЛТ, заканчивая, ну, тут получается, что бытав оказался в самом низу. Ну, что делать? Жизнь такова, что мы постепенно вытесняют новые проекты за крупных западных инструментов. И я постараюсь о части этих приборов рассказать здесь, поскольку в них именно состоящие самые технологические вызовы, прорывы, которые можно решить и которые решаются средствами современной науки, техники и технологии. Это и спектрограф Андес, бывший Хайрес для 39-метрового телескопа. Это инструмент МОДХИС для 30-метрового сантиметрового телескопа американского. Это Жи-Клифт для 25-метрового телескопа Магеллан. И, наверное, Эспрессо тоже. Эспрессо, Пепси. Это все инструменты класса больше 10 метров, суммарно больше 10 метров. Конечно, есть, конечно, прибор УВЕС, который тоже я постараюсь показать, поскольку он уже много сделал науки. Поэтому, если говорить о действующих приборах, это нельзя не упомянуть, конечно, о приборе Эспрессо, который находится в фокусе КУДЭ и объединяет усилия четырех телескопов ВЛТ. Если это необходимо, конечно, он может работать и в режиме одного телескопа, номер два, либо в режиме всех четырех телескопов. Вот его оптическая схема, которую здесь вы видите. Понятно, что здесь везде волокна практически не используются. Здесь используется передача света с помощью сложной системы зеркал. Но после этого идет дальше разбиение спектрографа на два рукава, два плеча. Красный и синий, здесь хорошо это видно. Сложная система коллиматоров. Используются большие дифракционные решетки. Внизу я указываю размер. То есть реальный размер дифракционных решеток на этом спектрографе, на Эспрессо, это более 1 метра длина. И 200 миллиметров ширина. В качестве кросс-дисперсора используются объемные географические решетки, которые позволяют оптимизировать, уменьшить потери света. И в качестве камер, камеры используются много линзовые. Пятилинзовая камера для синего диапазона и шестилинзовая для красного диапазона. Этот прибор, конечно, уже дает научную информацию серьезную. Рассказывает про науку, которая делается на Эспрессо. Это можно целый день про это говорить. Поэтому я, конечно, буду двигаться дальше. Одно из таких, ну не новинок, но, видимо, прорывов, которые были для этого прибора, это внедрение в реальное наблюдение крупногабаритного детектора со стороной 90 миллиметров. Это крупнейший прибор, цельно-монолитный, который делается с современной технологией за рубежом. И фактически он обеспечивает необходимое поле, которое выдает, соответственно, красный и голубое плечо этого спектрографа. Конечно, чипы оптимизированы под свой диапазон. Красный прибор должен работать без фрингов. Голубой прибор должен быть оптимизирован в голубой части. Это, как правило, back-illuminated чипы. Телескоп LBT, который тоже давно работает в США. Два телескопа 8-метрового класса на одной монтировке. Суммарно получается диаметр 0,11,8 метра. На нем реализован прибор Pepsi, который сейчас тоже пока находится на площадочке здесь. Вот он находится в этом месте. Его расположение и свет, конечно, передаются с помощью световолокна из фокусов обоих телескопов одновременно. Вот двухрукавный файберфэдспектрограф, я показываю, есть его оптическая схема. Оптоволоконный вход у него регулируется, разрешение регулируется выбором соответствующего оптического волокна от 300, диаметром от 100 до 300 микрон, соответствующее разрешение получается от 37 тысяч до 109 тысяч разрешения. Тоже реализуется решетка, работающая с тангенс угла R4, с тангенс 76 градусов. Камеры тоже сложные, линзовые, 9 и 10 линзовые, для пучка 200 миллиметров. Приемник также 10 на 10 тысяч элементов, 9 микронной стороной. Все тоже в этом приборе, разумеется, вылезано до предела и тоже дает хорошие результаты. И я могу сказать, наверное, Геннадий Ильич, меня поправит, наверное, что мы во многом, когда делали прибор для БТА, волоконный, мы тоже смотрели, как разрабатывается Pepsi, потому что мы примерно в одно и то же время их строили. Мы немножко позже, чем они. Ну да, у нас, конечно, тут два плеча. В САУ пока реализовано одно красное плечо. Голубое плечо мы надеемся, как говорится, соберем денег, дождемся нужных технологий, которые нам станут доступны для того, чтобы построить голубое плечо. Это, конечно же, и волокно нужно к оптимизированной ультрафиолетовой части, это и детекторы, это и многие другие элементы, которые нам пока труднодоступны. Не скажу, что недоступны, но доступны не всегда легко. Говоря о приборе УЭС, можно сказать, что здесь прибор строился, затратили на него было 40 человек лет. Стоимость проекта была еще в марках в те годы около 7 миллионов марок. Этот прибор давно работает на 8-метровом телескопе, тоже выдает замечательную научную продукцию. Разрешение у него тоже порядка, как в табличке было показано, порядка 100 тысяч, крейсерское такое. Приборы с разрешением и более высоким существуют, например, ультра-хай-резолюшн спектрограф на англо-австралийском 3,8-метровом телескопе, который разрешение 600 тысяч. Вы видите на этих рисуночках спектр, который с таким разрешением позволяет анализировать уже дисперсий с межзвездной среде с километрами и метрами в секунду. Разумеется, такой прибор не является уникальным прибором. Такие, как правило, больше не строятся. Все крейсерские приборы, которые строятся на саммельных телескопах, это разрешение примерно 100, 120, 150 тысяч. Больше это уже просто не хватит света для того, чтобы получить серьезный, значимый научный результат. Позвольте сделать краткие выводы о том, как по приборам высокого разрешения, как они строятся в большинстве случаев своих. Это, конечно, оптоволоконный вход. Это использование, прежде всего, линзовых камер и систем белого зрачка. Это использование в решетках, работающих с большим углом блеска, как правило, Р4, а временами даже Р5. Это решетки объемные, географические в качестве кроссдисперсеров. Как правило, несколько ветвей, красные и синие. Бывают приборы, у которых три ветви даже. В перспективе, конечно же, должны использоваться элементы адаптивной оптики, которые вам позволят существенно повысить спектральное разрешение при неувеличении диаметра кальмирного пучка. Скажу, что самый большой кальмирный пучок, который сейчас работает в астрофизике, это порядка 300 миллиметров. Выше это уже практически нереально. Вы понимаете, что должны быть оптические элементы полуметрового размера. Так что здесь фактически предел нам уже достигнуть. И вот я покажу чуть ниже пример, который сделан, который реализован на одном из крупнейших телескопов, где компактный получается спектрограф, но при этом у него разрешение получается соответствующее разрешению гигантских спектрографов на больших телескопах. И последнее, что я хотел указать, это, конечно, использование приемников большого формата. То есть 4 на 4 тысячи элементов, это, так сказать, рядовая лошадка, а уже применяются серьезные приборы. 9 на 9 тысяч элементов, 10 на 10 тысяч, это все рабочие такие экземпляры, которые уже реально находятся в работе или в проектах, которые близки к своему завершению. Вот если мы перейдем к приборам, которые планируются на телескопе EOT, здесь я указал цифру 2027 год, как они сами анонсируют завершение. Но я думаю, что мы это увидим, но, наверное, не в 2027 году. Все-таки все понемножку сдвигается по шкале времени туда из-за красного смещения все позже и позже, тем не менее мы этот прибор, конечно же, в работе увидим. У него есть прибор, который называется, имел разные названия. Сначала он был HiRIS, потом он стал Andes. Это действительно модульный шелес-спектрограф с оптоволоконным входом, у которого несколько, два рукава, синий и красный, как я уже говорил. И если вспомнить конструкцию HiRIS на первых слайдах, то мы увидим, что он также увеличенный, элементы HiRIS мы видим здесь, на фотографиях. Проект этого спектрографа, тоже вакуумная, большая вакуумная камера, внутри которой находятся все оптические элементы. Здесь, конечно же, диаметр спектра разрешения, которое планируется порядка 100 тысяч для одиночных объектов, но предполагается использование этой оптики, сложной системы и для наблюдения в режиме мультиобъектных исследований. Тогда, конечно, разрешение будет поменьше, но будет больше объектов изучаться за одну экспозицию. Поэтому будет планируется установка узла интегральных integral field unit, то есть интегрального поля, где можно анализировать сразу площадку неба, а не одиночные объекты, а также узел адаптивной оптики. Точность ожидается порядка 1 метра в секунду, крейсерская, а в перспективе даже порядка 10 сантиметров в секунду. Стабильность прибора тоже порядка 1 метра, в перспективе даже меньше, даже порядка нескольких сантиметров в течение 10 лет. Вот я внизу напишу основные задачи, которые предполагается решать. Конечно, они будут меняться, но тем не менее, основные задачи – это признаки жизненных экзопланеток, это самые первые звезды, это вариации фундаментальных констант и изменение характеристик расширения Вселенной. Как раз вот последняя задача, она наиболее жесткая, требует максимальных точностей. Там, где необходимо получить данные, лучевые скорости с точностями в сантиметре в секунду. Тогда мы можем напрямую измерить, увидеть, как изменяется наша Вселенная со временем. Ну, здесь я, наверное, этот слайд пропущу, он достаточно мощный, он сложно загруженный. Просто видно, что в этом приборе несколько плечей, почему я говорю, что несколько рукавов. Есть рукав ультрафиолетовый, есть синий рукав, есть красный рукав, есть рукав, который работает в ближнем диапазоне. А в качестве цели запланирует также плечо, которое может работать вплоть до 2,5 микрона. Везде разрешение будет порядка 100 тысяч. И есть идея также реализовать прибор, который бы работал в синей части диапазона, начиная примерно от 3,5 тысяч анастраль. Но это все перспективы. Пока что главный вариант, ходовой вариант, это от 400 примерно до 900 нанометров, где будут решаться все важнейшие задачи, о которых уже говорилось. Вот немножко еще раз оптическая схема. Вот та самая банка вакуумная, внутри которой находится все оборудование прибора. Почему здесь 4 камеры? Миска слов буквально позволю себе сказать. Дело в том, что при каллимированных почках 200 и более 200 миллиметров у вас начинается проблема с ограничением технологических на элементы, на оптические элементы камер и каллиматоров. Поэтому здесь предпринято такое решение. Сначала элементы оптики, ваш зрачок круглый делают эллиптическим, потом он делится пополам, разбрасывается на две камеры. Поэтому две камеры будут синие, две камеры синие, две камеры красные. Общий размер этого вакуумирного объема, вот вы видите, 3 на 4 метра. То есть это гигантская, получается, банка внутри, которой все запаковано и все находится под фиксированным давлением и фиксированной температурой. И, конечно, предполагается использование также географических решеток в качестве просьдисперсеров. Вот главная шеверная решетка вот находится, она видна, метровая длина. Все остальное уже элементы немножко меньшего размера. Тоже крупногабаритные детекторы будут обеспечивать и необходимую точность, и позиционную, и временную стабильность, которая требуется научными задачами, о которых мы говорим. 30-метровый телескоп, который также ожидается к запуску где-то через 5-7 лет, наверное, у него есть свой проект совсем другого класса. Если вы видите, если там были габариты у этих банок 3-4 метра, вот здесь интересный рисуночек, показанный рендеринг такой. Вот это вот два спектрографа на два плеча, синий и красный. Габариты намного меньше. Почему так им удалось сделать? Потому что он так и называется, что мультимногозадачный спектрограф высокого разрешения с дефракционным ограничением. Он работает, правда, с диапазона примерно 900 нанометров и дальше в красную часть. Но поскольку активно применяются элементы адаптивной оптики, то размер эквивалентной щель, которая должна быть для решения спектрографов, будет всего несколько десятых секунд. Поэтому вам нет необходимости строить прибор, у которого будет калимированный пучок сотни миллиметров. Поэтому получится вот такой компактный прибор. Отличная схема здесь немножко мелко нарисована, но она достаточно хорошо напоминает стандартные схемы спектрографов. Идея здесь только в компактизации в том, что используется очень-очень узкая щель. Другие приборы, о которых я говорю, там везде более-менее стандартные сотни микрон входные элементы, которые вас вынуждают строить большие спектрографы, большие камеры. Здесь же вот идея все-таки попробовать, чтобы заработал элемент адаптивной оптики, который после этого позволит вам сильно сделать намного меньше габариты вашего спектрографа. Все умещается, видите, на одном оптическом столе классической монтировки. Это я пропущу. Гигантский Магелановский телескоп, 29-й год, это семь зеркал, то же самое, по шесть метров, которые вместе будут работать и передавать свет тоже на одиночный шелек спектрограф, который находится вот в пяти телескопах, его место установки. Тоже задача, которая называется, сам прибор называется большой, большой искатель земель, искатель больших земель, который предназначен для измерения планет, для измерения масс планет, земной группы, для, тоже для поиска, для определения, обнаружения кислорода на этих планетах. В общем-то, это один из первых приборов такого класса, который должен быть завершен в мировой практике, поскольку телескоп планируется быть под ним из первых. Прибор называется G-CLEF. Вот его, в чем его идея, поскольку здесь семь зеркал, семь независимых зеркал, то зрачок, который падает, приходит в ПУДЭ, он также будет сегментироваться с помощью системы оптоволокон на, тоже на семь независимых изображений, и каждый, после этого, с помощью волокон будет все транспортироваться на, вот, в щелевой вход, он будет транспортироваться в систему спектрографа. На главный коллиматор, большая решетка, вторичное зеркало и две камеры, красная камера и синяя камера. Тоже здесь ожидается схема зрачка, асимметричный белый зрачок, где спектральные диапазоны здесь показаны, от 350 до 540 нм в синий диапазон, и 540-950 в красный диапазон. Пучки, вы видите, здесь показаны 300 мм, 200 мм, как я уже говорил, большие пучки, потом большие эскрографы. Кроз дисперсия тоже, как объемные графические решетки. Разрешение ожидается 19 тысяч, если мы работаем с малым, в одной конфигурации, с самой высокой конфигурацией разрешения, примерно 109 тысяч. Это я напоминаю, это прибор, который будет работать, должен быть работать к 2029 году. Считается, это первый прибор, который заработает на телескопе Магеллан. Что можем ответить мы на наших, на наших телескопах САУ, вы видели место, которое БТА занимает в мировой, как говорится сейчас, шкале, шкале Оранда. Вот в настоящее время, что у нас есть, что мы предлагаем нашим астрофизикам, звездным астрофизикам из приборов высокого разрешения. Первое, это звездный, первая конечка, да, оптоволоконный спектурный звездный, который остается в приличном фокусе, показано его разрешение от 75 до 100 тысяч, в зависимости от используемого волокна. Спектуральный диапазон 4,380 амстрем, используется детектор 4 на 4 тысячи элементов. Я уже начинал говорить, что это очень напоминает красное плечо, я чуть ниже покажу, какой будет этот прибор. Это напоминает одно из плеч прибора ПЭПСИ, тоже оптоволоконный вход, тоже большая решетка, линзовая камера, предполагается, которая пока что еще не работает. Прибор в первичном фокусе разрешения умерен, это разрешение 15 тысяч С3. Он сейчас проходит доводку на большом телескопе, мы его подвешиваем, аттестуем его и надеемся, что с первого полугодия 2024 года, вот первые, вторые приборы, они войдут просто в расписание, на них можно будет подавать заявки. Чуть ниже НЭС на кишечный спектру, в котором, наверное, многие из вас знают, работающие на БТА с начала тысячелетия нашего, разрешение от 45 до 80 тысяч, очень низкощелив. Конечно, с чем 0,7 секунды, это не очень институтно по свету, но, тем не менее, для ряда задач это бывает ценнее, чем потери по свету. И внизу, самый последний прибор этого ЗСП, классический наш прибор, который работает с момента создания БТА, дает разрешение примерно 13 тысяч, тем не менее, он до сих пор востребованно используется. Последние два прибора работают на системах, созданных в нашей обсерватории, формата 2000 на 4500 элементов. еще буквально. Про пронес это я чисто информативно, наверное, долго остановиться не буду. То есть набор щелей может быть от 0,4 секунды с помощью резателя щелей до 0,8 секунды. Решетка шлем мозаичная, 600 на 300 миллиметров, две решетки получается. Камера, кварцевая, шмидка с игрен, фокусом 600 миллиметров, рабочий диапазон будет светить. Число элементов на ПЗС, я уже говорил, 2 на 2000 и 2 на 4500 элементов. Статья это, правда, 9-го года, но тем не менее, прибор до сих пор еще развивается, покажу, как пользуется. Первые спектры, которые были получены с момента создания этого прибора, вот они на этом слайде показаны. Разрешение, примерно, 40 тысяч этих данных было. Диапазон немножко короче, чем я говорил, потому что детектор 2 на 2000 элементов используется. Дальнейшее развитие этот прибор получил еще, когда мы стали применять йодную ячейку для повышения точностей. И в те годы, в 6-7 году, это было точно с порядка 20 метров в секунду, это было тогда хорошо. Сейчас, конечно, этого мало и нужно развиваться дальше. И далее, НЭС, чем хорош, тем, что это прибор, работающий в ультрафиолетовой части спектра. Волоконный спектрометр туда не достает, в волокно есть свет, НЭСМИД может работать, поэтому самый коротковолновый спектр, это примерно 300 нанометров 3000 астрем начинаются. На этом слайде я показываю АКЛАС, который был сделан нашими коллегами, где вы видите длины волн 3100-3200 астрем. Это как раз та задача, о которой мы всегда говорили, что это наземная поддержка будущего прибора спектру F, потому что нужно обеспечивать некую смычку между ультрафиолетовыми спектрами из космоса и наземными спектрами, которые получаются на наших телескопах. В принципе, мы видим, что этот прибор вполне адекватен и он может эту задачу решить достаточно эффективно. Обозрасту буквально один слайд, пусть меня простят люди, которые на нем работают здесь, я их вижу в зале и заказчики времени. Тем не менее, этот прибор до сих пор востребован, поскольку он эффективно использует слайсер резательно щелей, разбивает изображение звезды на 5-7 отдельных слайсов и работает в режиме чаще всего спектра поляриметрии, когда мы наблюдаем, измеряем одновременно излучение в двух поляризациях, что позволяет потом измерять магнитные поля. Наша магнитная команда, она будет рассказывать о своих достижениях, это 30% в лучшем случае, да, наверное, мировых данных по измерению магнитных полей звезд. Этот прибор по-прежнему востребован, по-прежнему на него идут заказы и телескоп работает в лунное время на ОЗСП. Прибор КРАП, он сейчас, я чисто показываю его в качестве, может быть, исторического, но не казуса, но такого примера, когда мы пытались использовать эшелер-спектрограф для исследования галактических объектов. Это, здесь вы видите, система, опять же, оптоволоконного вода, конечно, никого нет, здесь все попадают в фокус НЕСМИТ-1, и дальше используется эшелер-решетка низкого порядка, рабочий порядок от 6 до 16, с масштабом вдоль щели полугловой секундный элемент. На рисунке вы видите, как выглядит туманность на щели спектрографа быта. Но здесь, в чем недостаток, в том, что вращение поля реально не делается, поэтому у вас постоянно будет немножко заметаться вращающейся щелью разной части объектов, которые вы изучаете. Для звезды это может быть некритично, для протяженного объекта это, конечно, важно. Но, тем не менее, этот прибор был аттестован, еще в 2002 году мы получили некоторые первые спектры, а после этого особого интереса этот прибор не вызвал, мы его поставили на доработку, планируем его дорабатывать в дальнейшем в балконе НЕСМИТ-1. То, что касается, вот я говорил о высоком разрешении, справа, вы видите слайд, спектры, спектры туманности получили с разрешением 80 тысяч, это сильно зауженные щели, но зато при этом мы можем определять кинематику вдоль щелей на спектру Рафинес. Слева идет сборка прибора Эскриф первичного фокуса, который позволяет делать разрешение 15 тысяч, но для более слабых объектов, объектов 17-16 звездной величины. Сейчас я говорил, прибор этот проходит свою наладку и я думаю, что в следующем полугодии он начнет работать. Идеи, как повышать разрешение, еще есть. Если мы на прибор НЕС поставим эталон фабриперон на вход высоких порядков, то мы сможем повышать еще как минимум на порядок разрешение нашего прибора. Вы будете получать, перестраивая расстояние между пластинами эталон фабриперон, вы сможете сдвигать полосу пропускания вашего спектрографа выше, чем обеспечивает разрешение самого спектру Рафинес. Дальше вы просто, вы должны измерять положение, потоки во всех этих пятнышках отдельных, которые генерятся в каждом спектре, спектру Рафинес. Измеряя потоки, вы можете восстановить спектр с разрешением не 50 тысяч, допустим, а 300 тысяч, 400 тысяч. Это все реально. Мы это в нулевых годах делали еще даже в задачах во вне галактики, изучали спектры сердцевских галактик с классическим прибором мультизрачковым для быта. Мы вводили фабриперо и повышали разрешение до десятков километров в секунду. Это тоже сложный эксперимент, но тем не менее перспектива, я считаю, такая есть. И во многих проектах мировых, которые строятся, тоже говорится, что да, мы планируем использовать этого фабриперо не только для калибровки, что в точной привязке, но и для того, чтобы в перспективе повышать потенциальное спектральное разрешение используемого спектрографа. Ну, я про эсприх уже говорил, вот он устанавливается в кабину первичного фокуса, разрешение, я уже говорил, 15 тысяч, это если у вас односекундная щель, если щель заужать, то можно получить и 30 тысяч. Спектральный диапазон от 3800 до 10 тысяч анстремб. Вот первый свет, первый спектр, который были получены буквально весной этого года уже, спектр 14-й величины, это проницающая способность за один час достижения сигнал шума примерно сотни. Но не точно, как говорится, потому что не очень хорошие были условия для стандартизации, для калибровки нашего прибора. Тем не менее, прибор будет работать, я думаю, что на него, ему должен быть интересен старый заявитель. Оптоволоконный прибор метровочный, я очень быстро промотаю, это тоже инструмент, который мы, к сожалению, пока не можем закончить, поскольку сосредоточены на создании приборов для других телескопов нашей страны, в частности, для двухметровых инопиктор скол и однометровых рефлекторов в Крыму. Тем не менее, технологии на месте не стоят, мы стараемся двигаться вперед, и здесь, я думаю, тоже, но в конце концов, такой прибор получим. Это тоже, поскольку метровый телескоп является частью комплекса БТА, то на него тоже поступают заявки через наш, нас с нами программный комитет. И последний, наверное, волокон из Петрова. Геннадий Иванович, извини, слайд взял твой. Ну да, вот этот слайд, который на схеме БТА, который в момент ее постройки, мы показываем, как прокладывается оптическое волокно. Из первичного фокуса, вот главный фокус телескопа находится здесь, напоминаю, извиняюсь перед теми, кто хорошо знает, и рассказывать тем, кто не очень хорошо знает. Из первичного фокуса волокно длиной 54 метра транспортирует свет прямо в пятую телескопа. Здесь находится комната, которая, как бы, саркофаг, в котором находится уже в Санской окружности высокого разрешения. Вот и воспитательное разрешение, которое он реализует от 30 до 100 тысяч, диапазон от 400, 430 санометров, не 400. До 750 санометров это определяется уже, собственно, детектором, который мы используем, потому что там есть также и проблема с чипом и с его чувствительностью. Стабилизация предполагается, и она практически без зона порядка одного метра в секунду. Также можно измерять четыре параметра скопса, но при этом ценой понижения спектрального разрешения. Проницающая сила мы ожидаемо за один час, сигнал шум-сто, примерно 12-я звездная величина. Если сравнить с теми приборами, которые есть на крупных мировых телескопах, они, конечно, нас превосходят, прежде всего в силу того, что у них больше метраж и существенно меньше, лучшее изображение, чем на нашем телескопе. Поэтому схема, вот я уже говорил, она напоминает одно плечо прибора ПЭПСИ, то есть свет попадает, вот то волоконный вход, волокно, которое приходит с пятой телескопа, свет от него расходится, попадает на первый коллиматор, два коллиматора, внесевые коллиматоры, параболоиды с фокусным расстоянием более двух метров. Шубер-решетка, здесь у нас мозаика, две решетки R4 размером 410 на 230 мм, 31,7 мм. И гризма, крось дисперсера из стекла, ахаровского стекла, вот она здесь находится. У нас, правда, здесь, в отличие от западных примеров, нет пока объемной галлорфической решетки, но сделать решетку размером 200 мм не так просто, даже на Западе, тем более нам это пока недоступно. Камера шестилинзовая, предполагается. Пока что это проект, который находится на стадии завершения, вместо нее мы сейчас работаем на камере с меньшим световым пучком и с более коротким фокусным расстоянием. Поэтому этот прибор работает в режиме пока не полной своей функциональности, и мы надеемся, что его закончат в ближайшее время. Система калибровок стандартная, тория, аргоновый ламп и галоген. Это вот точность, которая нам уже реально сейчас обеспечивает. Надеемся, что при подключении йодной ячейки на этом приборе эта точность может достичь и одного метра в секунду. А уж такое будущее, которое в сантиметры в секунду позволяет мерить, такая технология тоже есть, она достаточно дорогая, но у нас в стране она тоже развивается. Использование фембосекундных лазеров в качестве калибраторов длины волны. Вот здесь для формулы, классической формулы, я всю одну формулу показывал, где у нас размер калибрированного пучка, а здесь диаметр зеркала и угол блеска решетки, то мы получаем, что при диаметре 200 мм калибрированного пучка и решетке там, которая у нас четверки, при классической щеле разрешение получается 75 тысяч, а при щеле 0,75 секунды получается примерно разрешение 100 тысяч. То самое, к которому стремятся все разработчики для решения задач по поиску, в частности, по изучению экзопланет. Ну, буквально, вот как все выглядит сейчас на телескопе, то самое помещение в Пете, где находится, здесь виден только криостат из этой матрицы, есть круглогабаритные оптические элементы. Призма из стекла, я говорю, и дифракционная решетка, мозаим-мозаичная решетка. Это блок, который находится в коричном фокусе, который позволяет удерживать объект на торце световолокна и видировать его. А вот изображение видеоподсмотра с отцепного торца волокна. Волокно полторы секунды занимает, а изображение, наверное, сильно хуже, потому что мы видим крылья звезды. Когда хорошая погода, то звезда вся проваливается в волокно, и здесь мы видим только слабый-слабый ольчик от изучаемой нами звезды. Ну, первые результаты. Вот детектор, который используется на приборе, тоже сделан в нашей обсерватории, я уже пытался про это говорить. Формат 4 на 4 тысячи элементов. Это крупнейший пока прибор отечественного производства, который и существует. Вот он и стоит на выходе этой камеры. Спектры. Вот так примерно выглядит кадр, который получается с спектрографом волоконным звездным спектрографом 6-метровым телескопом. Вот точность я уже пытался рассказать. Я, по-моему, рассказал, может быть, еще пара слайдов будет про результаты. Ну, буквально первые картинки, это изучение характеристик экзопланет, с точностями вот такими, несколько метров в секунду. Вот слайд не очень удачный. Он на компьютере хорошо смотрится, на кадре не очень. Это экзопланета, которая проходит через диск звезды. В момент, когда она заходит, выходит на диск звезды, резко изменяется лучевая скорость, после этого она меняется. Вот такой описывает сложную фигуру. Эффект называется Маквалина-Расситтера. Мы его изучали на БТА буквально в прошлом году, в этом году закончили. Совсем недавно изучали. То есть это показывает возможность этого прибора для решения самых таких горячих сдач, которые решаются в настоящее время и на 8-метровых телескопах, и на 10-метровых телескопах тоже. Здесь мы, в общем-то, от Запада отстаем не сильно. Но вот где мы отстаем, действительно, я хотел последний слайд показать. Это, конечно, адаптивная оптика. Мы тоже к этому стремимся. У нас есть коллеги-партнеры, которые с нами работают. Но это пока сдерживает технологические наши отставания. То есть элементы должны быть более скоростные, большее количество управления элементов. Мы сейчас планируем сделать такой прибор для балкона, поставить компенсатор изображения, который прийти к изображению на балконе Н2 для звездов с петровой с щелью. И пока для кричитов фокуса должна быть отдельная разработка. Объемные галактические решетки в стране нужного качества, нужных габаритов не делаются. Нужно покупать на Западе. Как они сейчас нам будут продавать, один бог знает. Дефракционные решетки. Вот я почему в анонсе говорю про проблемы. Дефракционные решетки большого формата. У нас в стране, если честно говорить, один производитель, который в Станкт-Петербурге находится, на Васильевском острове. А там, как вы видите, здание падает каждый день. Так что проблемы с производством и дефракционные решетки остаются. И реально надо думать, что делать, если мы планируем получать и использовать где-то большие дефракционные решетки. Детекторы большого формата тоже. Системы можем делать сауны, но чипы надо покупать. И был разговор в Академии наук в этом году, в начале года, что надо вкладываться в собственное производство крупногабаритных чипов. Но пока нужного решения нет. Мы даже не вышли еще на уровень президента Академии наук, если не говорить выше. Потому что задача требует серьезных капитальных вложений. А без этого мы будем вынуждены покупать все время, стоять в позе просителя с протянутой рукой перед британскими и американскими фирмами. Даже теперь американские, потому что лучший в мире производитель E2V, который был в Великобритании, сейчас куплен американским концерном. Да, спасибо. Американским концерном и он теперь на наше обращение даже не отвечает. Если раньше мы могли у них купить чипы, чип, который я показывал, был куплен там за нормальный, полноценный российский рубли. Сейчас нам даже не отвечают на наши запросы, что вы можете нам продать. Не говоря даже о чем-то другом. Здесь, конечно, надо думать, как нам самим развиваться, чтобы иметь собственную независимую элементную базу. Да, есть задача, есть выход из положения частичный, который звездников, может быть, не устроит. Это переход на детекторы, на КМОП или СИМОС, кому как удобно, детекторы, которые делаются в Китае. В Китае их можно купить, можно купить систему на базе китайского СИМОСа. Мы можем сделать это у нас в России, заделать СИМОС в блок электроники. Но это прибор, у которого есть свои ограничения. У него не такая высокая эффективность, у него рабочие температуры пониже, повыше получается, чем у ПЗС-матрицы. Поэтому, соответственно, для предельных задач звездных это не самый оптимальный прибор. Но, тем не менее, габариты там такие же, как у больших ПЗС-матриц. Их тоже можно делать мозаичными, эти детекторы. Здесь, как бы, для части задач, которые интересны астрофизикам, они вполне нас устроили. Но для предельных задач пока что гарантии в этом нет. Поэтому надо думать, как выходить из положения еще и в этой ситуации. Ну и где мы отстаем конкретно на БТА, и, наверное, то же самое касается других российских телескопов, это, конечно, атмосфера и качество погоды и количество ночей. Тут мы, как говорится, все от Бога, мы ничего исправить уже не можем. Но там, где мы можем, мы должны стараться, вот я говорю, биться за хорошую элементную базу, биться за производство, которое надо не дать, как говорится, чтобы они были потеряны. Потому что приходишь на производство, да, да, мы это делали, как там про кремнии говорили, мы это делали там 30 лет назад, нужен чистый кремний для чипа. А вот теперь нам это не надо, нам сказали, что не надо. Мы лучше купим. А оказывается, что и купить трудно. Поэтому, ну, вот наша задача, мне кажется, как астрофизиков, тоже поднять свой, как говорится, голос за то, чтобы технологии все-таки утраченные восстановить, а те, которые существуют, поддержать и оставить, оставить их существовать на пользу нашей науки астрофизики. Наверное, если мне уже сказали, то спасибо и за внимание. Не буду до конца. Спасибо. Вот это я сначала первый задам. Вы ничего не сказали про обзорные телескопы, типа ЛСС-Ти? О, я же умырю. Если писать про все проекты мировых, то это надо полдня рассказывать. Конечно же... Хотя бы ЛСС-Ти. Когда были запущены? О, ну, это то, что сейчас Вера Рубин называется телескопом. Да. Ну вот, то же самое было информация, что они должны были, думаю, что в 25-м году, теперь опять, как говорится, немножко все сдвигается. Но это как бы и звездную астрофизику будут касаться в меньшей степени, правда, чем спектролога. Поэтому я и старался рассказать о спектрологах. Но, конечно, есть проекты и обзорных инструментов, и у нас свои проекты существуют, о которых можно было бы рассказать. Но это в другой раз, наверное, на другой лекции, на другом это сообщение. Вопрос там. Пожалуйста. И, конечно, прежде всего, химсостав, потому что крупные телескопы, и когда мотивацию предъявляют, зачем их нужно строить, они говорят, нам нужно побольше света, нужны мощные спектрологи, которые нам позволят увидеть наличие элементов атмосферы уже там, спектра. То есть, какой-то свободный кислород, например, да, но хотя это надо идти, или там, надо идти, может быть, в инфракрасный диапазон. Поэтому я и говорил, что есть прибор, который строится, который будет работать только с 0,9 микрона до более красной части. Там, где наиболее перспективна надежда увидеть наличие жизни. Конечно, спектральный прежде всего. Еще вопросы? Пожалуйста. Да, да. Я знаю, что свежий на вас вопрос, поскольку вы заявки подаете на ВТА и хотите попробовать это сделать там. Да, разумеется, спектрофы именно такого класса, как… Я думаю, что все-таки ваша задача, если говорить про вашу задачу, ее будущее связано, наверное, с ESPRIF. Там, где разрешение будет, конечно, не 5015, и работа будет идти в первичном фокусе, будет меньше потерь света. А разрешение временное, там можно поставить действительно быстрый детектор типа CMOS, который вам позволит делать там секундные экспозиции без потери времени, считывания там 30-40 секунд, то, что делается на конвеншенном соседе. Поэтому я думаю, что это все-таки, если касаться вашей задачи, это переход в немножко более высокое разрешение. Что касается перспектив Скорпио, то да, ушедший из жизни Виктор Ильича Фанасьева, мы с ним это многократно обсуждали, мечтал Скорпио доработать в части, там, интегрил Фил Юниш, чтобы работал активнее, чтобы поставить туда Фабри Перро, но это надо теперь отдельно будет обсуждать, кто это готов будет потянуть после его ухода. После его ухода, конечно. А так, конечно, с Форсом мы там более-менее конкурентоспособны, не считая только, конечно, их изображений и их 8 метров против наших 6. В общем, конечно, нужно формулы применять, но, конечно, для этого, чтобы прийти в формулу, нужно иметь точные позиционные измерения, которые надо проводить. И здесь, да, лучевая скорость, которая нам позволит, измеряя период вращения лучевой скорости, вы скажете, какое там расстояние. Ну, так я же показывал набор разрешений, которые необходимы, чтобы обнаружить планету на том или другом расстоянии. Поэтому и строятся приборы, которые сначала метры в секунду получают, потом лучше метры хотят забраться, это все есть. И у них перспектива, и у нас. Вот я показывал, что даже наш, конечно, работаем, наш волокон спиров тоже надеется перейти на сантиметровые точности. Но тогда, когда мы получим сантиметровые не 87, а хотя бы 15, я думаю. Да, без лазера не получится, я думаю, да, это правда. Пожалуйста, вопросы? Пока, Анатолий Михайлович, что-то отвечает. Сычков. Пожалуйста, последний вопрос. Поддержку Валерия Валентиновича озабоченности по поводу дистанционных решеток. Речь идет о БУДМО. Конечно. О том, что система нарезания решеток может быть ликвидирована из-за того, что нужно историческое здание, помещение. А устройство будет в том числе работать и на СТРФ. Поэтому, я даже не знаю, нам обратиться как-то с совместным письмом в министерство, может быть, от института. Там еще небольшой комнаты буквально, но достаточно дорогой и уникальный установок. И комната должна быть вентилируемая. Какой-то патронаж, что ли? Попробуем. Непонятно. Михаил Евгеньевич, я надеюсь, в будущем месяце все-таки удастся, может, к Васильеву пробиться. Попробуем. И поговорить с ректором ИТМО именно об этой комнате, которая фактически озабоченность астрономов. Юрьевич, может быть, тоже. Ну, были такие идеи, что мы, если уж там просто вот отдай и все, то мы готовы ее перевести на Пулковские высоты. Но как она будет работать после этого, никто не гарантирует. Пока нужного качества нет еще. В общем, если вы откроете любой проект, везде сказано решетки, пич, арт, сон, сша. Мы должны прерывать. Ой, у нас закрывают. Спасибо большое. Вам позвонили. Извините, занял время. Так, Сачков Михаил Евгеньевич, исследование звезд в ультрафиолете и перспектива проекта «Спектр ультрафиолет». Пожалуйста. Вам тоже, значит, у вас… 15 минут всего лишь. Да, 15 минут. Ну, я за 5 минут вас предупрежу. Хорошо. Ну, за 3 минут. Хорошо. Так, мы уже экран расшарили, да? Все? Не надо его дополнительно. Каждый раз? Тогда мне нужна помощь. А вот я и говорю, что, наверное, оно… Я его и действительно свернул бы, да? Сама как-то. Так, коллеги, добрый день. В своем кратком докладе ретроспективно пробегусь по задачам физики звезд, требующих ультрафиолетовых данных. В основном, конечно, остановлюсь на задачах, в которых участвую либо сам, либо команды, которых сотрудничают с нашей командой «Спектр РФ». И вообще сам этот доклад вызван значительной активизацией работ по «Спектр РФ» со стороны Роскосмоса. Ну, про запуск в каком году, это я в конце немножко подискутирую, расскажу. И необходимости активизации научной рабочей группы по спектроскопии звезд в рамках работ по составлению программы «Спектр РФ». Из на сегодняшний день работающих ультрафиолетовых миссий, это, естественно, «Хаббл», единственный, кто поставляет нам данные по спектроскопии высокого разрешения. И по фотометрии еще дополнительно, до сих пор еще работает второй канал дальнего «Ф» на телескопе «Ювит Астросад». Канал ближнего ультрафиолета отказал уже и продолжает работать и вот на «Свифте». Ну и, естественно, архивные данные. Фактически в каждой задаче сталкиваемся с дефицитом данных. Поскольку спектрального обзора не проводилось и в ближайшее время не предвидится возможности таких нет, а фотометрический обзор был проведен, это миссия «Галекс», замечу, то «Хаббл» достаточно благосклонно относится к задачам, требующим такие мини-обзоры. Вот, в частности, обратил бы внимание на работу по исследованию о звезд в части параметров звездных ветров. Ну и вот интересный факт, что звезды меньше металличности и имеют меньшей скорости истекания вещества. Не решена проблема вот этого weak-wind problem, то есть проблема слабых звездных ветров, состоящая в том, что ультрафиолетовые спектры не моделируются, при том, что вся остальная часть спектра достаточно хорошо описывается моделями. Здесь справа я привел одну из последних попыток решения этой задачи модели. Ну так, условно-успешно, условно-неуспешно моделирование линий различной интенсивности от малой интенсивности до большой интенсивности. Естественными объектами для ультрафиолетовых исследований являются белые карлики, определение их параметров, здесь заголовок слайду полностью выпадает. И вот этот слайд, мне кажется, достаточно хорошо и наглядно показывает необходимость ультрафиолетовых данных, то есть моделирование белых карликов, используя только оптическую часть спектра, не особо чувствительно к параметру эффективной температуры, а вот привлечение данных в ультрафиолете позволяет сделать однозначный выбор между моделями. Здесь вот на правом слайде модели фактически сливаются в одну, и трудно выбрать из них наилучшую, оптимальную, если у нас только оптические данные. Если мы говорим про катаклизмические переменные, то в идеале для исследования вспышечной активности было бы отследить вспышку от ее зарождения до ее полного развития. Но вот такое полноценное наблюдение на Хаббле проведено единожды, всего лишь в 2004 году, повторить больше не удалось, когда вспышка была отнаблюдена от самого ее начала зарождения до ее полноценного развития. Требуется и элемент везения, и достаточно много наблюдательного времени, что на Хаббле очень-очень ограничено. Важными интересными объектами для ультрафиолетовых исследований являются СДБ-звезды, субкарлики, это гелиевые звезды с тонкой водородной оболочкой, и они ответственны за вот это вот ультрафиолетовое поведение спектра элитических галактик, они полностью объясняют этот ультрафиолетовый задир. Но эти звезды еще вот, что интересно, являются фактически наблюдательными аналогами РОАП-звезд, химически популярных быстроосцелирующих звезд. То есть звезды также пульсируют, пульсируют со многими параметрами, и в их атмосферах также наблюдается сильная стратификация элементов, то есть налицо явная избирательность, пульсационная избирательность линий, то есть линии различных элементов пульсируют с различными фазами и скоростями, фазами и амплитудами. Такие задачи решаются, сложно решаются на Хаббле, требуют большого наблюдательного времени, но по сути требуется, поскольку нужно высокое спектральное разрешение и высокое временное разрешение одновременно, достаточно большой телескоп на орбите, в том числе такой, как спектры. Мы предполагаем, что сможем такие задачи тоже решать. Если мы говорим про холодные звезды, то мощным инструментом исследований является исследование хромосферной эмиссии с помощью линий ультрафиолетовых, линий магния АШК. То есть обычный подход моделирования – это использование линий кальция АШК, где вот здесь эмиссия, мы видим ее в центре линии поглощения. В линии магния этот эффект наблюдается гораздо существеннее, видимо, а для многих звезд, как пример слева, в кальции этот эффект вообще не проявляется, то есть хромосферную активность, в данной связи по линиям кальция невозможно исследовать, а вот в линиях магния вполне видим и проявляет себя. Если мы скажем про радиально пульсирующие звезды, в том числе и цифииды в галактиках для определения их расстояния. Да, Хаббл проводил обзоры цифиид, но, естественно, это были не прописывания кривой блеска цифиид, это были единичные измерения для каждой цифиида, единичные измерения блеска и спектра. Естественно, отбедательного времени для большого обзора, для прописывания большого количества цифиид невозможно получить. И вот я долго искал, смотрел, по-моему, существует вот только две вот эти вот звезды, одна цифиида, полученная нами, и вот одна эта эролирида, собственно, сама, имеющая ультрафиолетовая кривая блеска. Вот для этой эролириды эта кривая блеска была синтезирована из спектра миссии IUE International Ultra Wild Explorer, а эта ультрафиолетовая, для цифиида ультрафиолетовая кривая блеска, получена миссией Галикс. Дело в том, что миссия Галикс наблюдала в течение месяца поле зрения Кеплера, одновременно с тем, когда и Кеплер наблюдал свое поле зрения. И архив этот Галикса доступен, он еще до конца не востребован, то есть там есть много чем заниматься. Но вот цифиида в поле зрения Кеплера всего одна, амплитуды там, видите, в сравнении с зеленой, это сама кривая блеска в полосе Кеплера, то есть в каком-то смысле в оптике, а эта ультрафиолетовая значительно больше, то есть имеется возможность увеличения точности определения параметров, например, такого, как пульсационный радиус звезды. Среди объектов исследования в этой области возможны в поле зрения Кеплера десятки, рарлерит и вот около полутора тысяч звезд дельта-счета, хотя объем и ограниченный, но вот Кеплер примерно 20 раз, извините, Галикс примерно 20 раз обозрел это поле зрения Кеплера. Но вот что еще интересное, это проект G-фотон, то есть команда Галикса сообщили о том, что они сохранили фактически каждый фотон, который регистрировали для получения фотометрических измерений. Значит, открывается какая возможность? Возможность исследования быстрой переменности, то есть у вас одна экспозиция может быть разбита на подэкспозиции, субэкспозиции, но ограничиваясь только сигнал шумом. И вот какие-то результаты уже известны, здесь вот обнаружена вспышка звезды сер дракона. И в том числе вот для быстрой переменности, быстрой переменности имеется в виду меньше, чем часы, то есть переменность порядка минут, ну там десятков даже минут, она имеется возможность. Нет, у меня еще 9 минут только прошло с доклада. Я секундомер поставил. Хорошо, значит, ну теперь переходя к инструментам. Хаббл работает более 30 лет, Хаббл не вечен, приборы уже потихонечку отказывают. НАСА выбрали следующий объект, это вот ЛЮАР. В мощном соревновании между проектами был выбран Национальная академия наук США, проект вот этот Large UV Optic Infrared Surveyor с оптимистичной датой запуска в 1939 году. Отмечу, что из двух проектов, предполагавших 8-метровое и 15-метровое зеркало, было выбрано 6-метровое зеркало. С годом запуска 39-й год, потому что если бы, как сказали американские коллеги, пошли бы на 8-метровое зеркало, потребовалось бы еще 10 лет работы дополнительно, то есть к 49-му году. Значит, Спектр УФ, несколько слов о нем. Значит, это следующий проект серии Спектр, ну вот как Оксана Васильевич мне тут забавно пошутил несколько дней назад, главное, чтобы Спектр запустили до того, как горячие звезды проэволюционируют, потому что долго откладываются у нас запуски. Вообще это аналог обсерватории, аналог Хаббла, один большой телескоп диаметром 1,70 метра, работающий либо с набором спектрографов, либо с набором камер, ну с каким-то одним из приборов. Преимущество перед Хабблом у него такое, что он будет работать на геосинхронной орбите, то есть над основной толщей водородной оболочке Земли, мешающей ультрафиолетовым наблюдением. Хаббл работает вот на околоземной низкой орбите 400 километров. По эффективности Спектр Ф, ну в некоторых диапазонах превосходит, вот по нашим оценкам, спектрографы Хаббла. Дальше только хочу сказать, что спектрографы, вот это два спектрографа высокого разрешения, дальнего и близкого диапазона, и спектрографы низкого разрешения, с высокой щелью камеры поля, все находится в промышленной стадии изготовления. К счастью, удалось вот до всех этих жесточайших санкций нам получить то, за что мы заплатили из компании 2V. Да, вот необходимый минимум детекторов мы забрали. Часть детекторов оплаченных осталась в Англии, и судя по всему, уже никогда как бы в России не прибудет. Значит, телескопы, здесь вот фотографии о том, как они в цеху, телескоп и ведутся работы. Нам как бы жизнь добавляет все более и более новые проблемы. Да, вот если мы говорим про Испанию, нашего партнера по блоку камер поля, по каналу дальнего ультрафиолета, Испания подтвердила, что она работы продолжает, но как бы делиться ничем не может. То есть она работает для спектра F на своей стороне, но отдаст все это, когда в каком-либо виде все это нормализуется. К вам, коллеги, обращение. Вот в блоках камер поля у нас предусмотрено достаточно большое количество фильтров. Список фильтров не зафиксирован, поэтому если есть какие-то предложения, пожелания для задач, какие-то фильтры ввести дополнительно туда, мы их рассмотрим, возможности есть. Мы как бы вот с этим предложением к вам обращаемся. Ну и последнее. Мы проводим в этом году в октябре конференцию, Всероссийскую конференцию ультрафиолетовой вселенной 2023, октябрь 2023 года. Регистрация на конференцию открыта. Призываем вас участвовать. Спасибо. Спасибо. У нас есть время на один вопрос. Пожалуйста. У камер, конечно, это минуты, несколько минут там. Сколько там? Порядка три, да, три минуты. Это же не Речи Критиен. Это Речи Критиен, наоборот, да. Речи Критиен, да. Так, спасибо большое еще раз. Поправляем успехов, чтобы все было вовремя сделано, так закланировано. Дальше у нас идет новая сессия под названием «Фундаментальные параметры звезд». И первый доклад в этой сессии делает Гранкин Константин Николаевич «Физические свойства молодых звезд малых масс с протопланетными дисками и без них». Это приглашенный доклад в течение 45 минут. Я за пять минут предупрежу. Спасибо. Добрый день, коллеги. Очень приятно видеть полный зал. И спасибо организаторам, что дали время высказаться. Речь пойдет в моем докладе о молодых звездах, которые... Так, сейчас, секундочку. Не листаем. Чем листаем? Я понимаю, я их нажимаю. Может быть, вот это? Не-не-не, просто надо нажать на экране. А, нажать на экране, простите. Вот, речь идет о молодых звездах типа Тетельца. Это, если говорить очень коротко, это объекты, которые являются аналогами молодого Солнца в возрасте нескольких миллионов лет. У них, естественно, присутствуют многие признаки солнечной активности. И пятна, и хромосфера активная, и короны, солнечный ветер, и магнитные поля, вращение, конвекция и так далее. Исследователи молодых звезд делят в настоящее время эти объекты на классические Тетаури звезды и слабоэмиссионные Тетаури звезды. Но основное различие у них заключается в том, что одни из них имеют диски, а другие лишены этих дисков, по крайней мере, их внутренних частей аккреционных. Вот, раньше этого мы не знали, поэтому называли эти объекты по внешним признакам. То есть, те звезды, у которых сильная эмиссия, это классические Тетаури звезды, и звезды, у которых эта эмиссия очень маленькая. Вот, теперь мы знаем, что одни из них окружены дисками, а другие их лишены. Все наши знания об этих звездах базируются, естественно, на теоретических моделях эволюции звездной. И здесь вы видите пример расчета звездной эволюции до стадии главной последовательности, когда у нас звезда солнечной массы находится вот на этом треке, который мы называем треком Хаяши, когда она движется почти вертикально вниз, сжимаясь, когда еще нет термоядерных реакций. И, собственно, вот я говорю с вами об этой стадии. Эта стадия очень динамичная, потому что звезда сжимается, у нее меняется температура, у нее меняется плотность, химсостав, и поэтому все эти уравнения, они очень динамичны и зависят от времени, времени жизни звезды. Это чтобы было общее представление. Вот, теперь я общаюсь с вами как наблюдатель больше. Мы сталкиваемся, наблюдатели, с той проблемой, что здесь вы видите список современных моделей эволюции молодых звезд, где очень подробно просчитывается стадии как раз трека Хаяши, скажем, первые миллионы лет. И здесь приведен, естественно, не полный список, а наиболее популярные модели. Вот видите, их очень много. И темным цветом у меня выделены самые такие модели, на которые больше всего ссылаются авторы, их использующие. Вот вы видите, это и Парсек, и Меса, и Леонская группа работает, и Ялия проект, и Гренобль, и так далее. Причем этот список все время, позиции в нем меняются. Лет пять назад он выглядел совсем по-другому, потому что появляются новые модели. Вот, в частности, в самом низу ссылок очень мало. Модели SPOTS, это модели, в которых пытаются учитывать еще и вращение звезд. Да, я не сказал, что почему так много моделей. Потому что у авторов различный подход к расчету всех уравнений физики, которые у нас происходят в атмосфере, в турбулентном слое, граничные условия и так далее, и так далее. Все решают это немножко по-разному, поэтому моделей много. Вот пример нескольких таких моделей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вы видите, они показаны разным цветом, если эти цвета видны. Я бы хотел отметить то, что, когда мы идем в область звезд совсем маломассивных, меньше одной массы Солнца. Мышку видно? Да, видно. Вот эта область. Вы видите, что ошибки и различия в моделях увеличиваются в сторону маломассивных звезд. То есть здесь очень много непоняток. И нам, как наблюдателям, хотелось бы все-таки иметь более четкие представления от теоретиков, что же мы получаем на диаграмме, на ГР-диаграмме. Вот вам пример, к чему приводит наличие большого количества моделей. Эта работа не очень свежая, 2009 года, но очень интересная, где довольно с хорошей точностью были рассчитаны светимости и температуры системы тесной. HP Tauri, это там три объекта, вы видите, они на диаграммах показаны синим цветом, и одна звезда слабоэмиссионная, то есть без диска, HDE283572. И вот в этой работе, я прямо из нее беру рисунок, авторы вынуждены нарисовать свои объекты, для которых они померили температуру и светимость, сразу для четырех различных моделей. Ну, потому что очень трудно выбрать лучшие, чтобы не обидеть, так сказать, авторов-теоретиков. Вот они приводят такую картинку. И я выписал очень приблизительно, вот если мы берем объект HDE283572, какие у него будут оценки массы и возраста, в зависимости от того, какую модель мы выберем более предпочтительную. То есть есть много вопросов, и вы видите, что бары ошибок, которые получили наблюдатели, они примерно сравнимы с различиями между этими моделями. То есть, конечно, есть такая надежда, что если нам удастся для большой группы молодых звезд очень точно померить их параметры, в данном случае светимости и температуры, то мы сможем сделать выбор в пользу той или иной модели, или тех или иных моделей, которые будут наиболее аккуратно все это описывать. То есть есть такая надежда. Но возникает вопрос, возможно ли это все сделать на самом деле в случае именно молодых звезд. То есть можем ли мы хорошо померить их температуру, в данном случае светимости. В чем у нас проблема с молодыми звездами? В том, что у них очень много особенностей. Первая особенность – это эмиссионные спектры. Вот вы видите примеры слева трех спектров не очень высокого разрешения, где видно целый лес эмиссионных линий. Все бы было ничего, но если мы берем спектрографы более высокого разрешения и начинаем работать с профилями этих линий во времени, то есть получаем временные ряды, вот в данном случае работа БАВЬЕС-компании свежей 2023 года по ЖМА УРИГИ, это уже рисунок справа, вы можете видеть, что профили этих эмиссионных линий очень сильно меняются. Чтобы увидеть эти изменения, вот они показаны разными цветами. То есть мало того, что есть эмиссия, она еще переменная во времени. Если мы с вами анализируем остаточные профили, в данном случае это в инфракрасном области линии гелия, мы с вами можем у молодой звезды одновременно видеть, как признаки истечения со скоростями в среднем 150 км в секунду, так и параллельно при этом могут присутствовать аккреция в большом диапазоне скоростном, это от 100 до 400 км в секунду. То есть мы видим, что у поверхности звезды происходят очень сложные динамичные процессы, которые говорят о одновременном присутствии как аккреции, так и истечения. Ну это вот повторение слайда здесь нескольких разных объектов. Видно, что профили эмиссионные очень сильно меняются, не буду на этом останавливаться. Второй момент, если мы смотрим на эти объекты с точки зрения фотометрии, мы видим, что эти объекты демонстрируют очень сложное фотометрическое поведение. Здесь вы видите результаты более современные, полученные за спутника, то, что мы Земли не можем увидеть, и которые нам дают очень подробную ситуацию, сложную с фотометрией. Мы можем с вами видеть, как периодические процессы, и мультипериодичные, и квазипериодичные, которые, скорее всего, обусловлены наличием холодных и горячих пятен на поверхности этих звезд. Есть объекты, которые показывают откровенно вспышечную переменность. Есть объекты с неправильным поведением фотометрическим, стахастическим. И некоторые из них показывают долговременные какие-то тренды, в сотни дней, например. И вот недавно, совершенно пару десятилетий, может, не больше, выявлена целая новая группа объектов, которые называются дипперами и выделяют как квазипериодические дипперы, так и апериодические. Это объекты, которые показывают кратковременное ослабление блеска на нескольких десяток звездной величины, которые, скорее всего, обусловлены, как мы считаем, затмениями звезды внутренним деформированным краем диска, который окружает эту звезду. Я чуть-чуть подробнее, может, об этом позже скажу. Ну, соответственно, многие из молодых звезд окружены темными и светлыми туманностями. Это тоже вносит определенную сложность при вычислении их физических параметров. Кроме того, мы все хорошо знаем, что большинство молодых звезд демонстрируют инфракрасные избытки. Вот чтобы их было лучше заметно, я показываю распределение энергии в спектре звезды, чернотельное, зеленым цветом выделил. И вы видите, что вот есть объекты вверху, у которых почти нет инфракрасного избытка, то есть распределение почти соответствует этому модели чернотельной. Но есть объекты, у которых этот избыток, вот показываю мышкой, значительный, а есть, что он очень большой. Естественно, первые попытки это объяснить, когда все этот эффект наблюдали, было связано с тем, что около звезды есть какое-то теплое тело. Скорее всего, это диск. И, естественно, время шло вперед. И у этих звезд, вот вы видите, вверху изображения действительно были обнаружены диски разнообразные, с разной структурой. На этом нашей конференции будут более подробные доклады, посвященные дискам. Я не буду на этом останавливаться подробно. Просто вот вам констатирую факт, что действительно у молодых звезд есть такие диски. Это вот результаты работы Альмы по звездам в Тельце, именно как раз тем объектам, которыми я и занимаюсь. Ну, кроме того, мы все с вами знаем, что у многих звезд еще и наблюдается в узкополосных фильтрах выбросы джеты. Я не знаю, видно ли в этом масштабе. Вот вверху, например, я показал специально стрелочкой. Звезда выбрасывает две кулимирные струи. И вот здесь вот такой объект. То есть еще идут на высоких скоростях выбросы вдоль, скорее всего, оси вращения. Если мы будем говорить с вами о магнитных полях, то у этих звезд, вот работа 2014 года, где была сводка для того времени измерений среднего магнитного поля, это вот эта колоночка, и вы можете видеть, что среднее магнитное поле у этих звезд от 100-150 Гаусс до 1200 примерно. И такая пока скромная статистика по магнитным полям, но она говорит нам о том, что простые поля, то есть дипольные, например, они бывают более сильными, а более сложные поля, где присутствуют другие компоненты, они меньшую напряженность имеют. Ну и кроме того, сильные поля встречаются у более медленных ротаторов, а слабые и сложные поля у самых быстрых. Это вот есть такие тенденции, таких зависимости. Ну и вроде бы более медленные ротаторы имеют более слабые дипольные поля, но это очень пока под большим вопросом. То есть поля разные, напряженности разные, и еще это связано с вращением звезд. Ну, подводя резюме вот этой части, я тороплюсь, чтобы приступить к самому главному, складывается такая картина в наше время, представление того, что представляет собой молодая звезда. Здесь вы видите окрестности ближайшей к самой звезде на расстоянии нескольких радиусов звезды. То есть у нас диск подходит к звезде, магнитное поле и излучение ионизирует вещество, и оно движется вдоль силовых линий магнитного поля. Здесь же у нас образуется ветер. Ветер может быть разной природы. Есть ветер с самовой поверхности диска, есть ветер, который формируется в области, где возникает, начинается движение вещества вдоль линий силового магнитного поля. И есть еще, скорее всего, ветра, похожие на такие, как у нашего Солнца, то есть звездные ветра. И вот чуть-чуть подробнее, потому что не все пока знают про эти объекты, я пытаюсь всегда немножко больше времени этому посвятить. Вот так называемые диперы, что это за объекты. Эти объекты ничего особенного из себя не представляют. Этот эффект обусловлен исключительно визуальным эффектом. То есть, когда у нас с вами магнитное поле, вот вы видите здесь рисунок, это теоретические расчеты Романовой, Марии с командой. Когда у нас магнитное поле наклонено под каким-то углом к оси вращения звезды. Из-за вот этого наклона магнитного диполя вещество, аккредицирующее с диска звезды на саму звезду, оно приподнимается над поверхностью плоскости диска. И если мы смотрим под углом, близким к углу, к плоскости самого диска, вот эта вот деформация в этом месте из-за вращения нам модулирует излучение звезды. То есть, закрывает ее или не закрывает. А из-за того, что динамика этого процесса очень быстрая, скорее всего, поток меняет свои параметры и по плотности, и геометрия меняется. В последние годы много таких объектов исследуем, но это не тема данного доклада. И мы можем видеть моделирование этого процесса, Романовый показывает, что кривая блеска будет вот таким образом выглядеть, это красный цвет. И вот вы видите вверху, это реальные наблюдения дипера со спутника, и вы видите, что очень близкая картина. То есть, скорее всего, такие объекты есть. По предсказаниям их должно быть мало, потому что это чисто эффект, так сказать, наблюдательный. Мы можем с вами сказать, какая вероятность этого. Но при этом, когда мы начинаем смотреть, скажем, тот же Орион или Телец, выясняется, что их там 20-25%. И это явное превышение вот этой статистики. То есть, получается, они вот специально и ориентируются. В общем, здесь много таких загадочных моментов. Ну, короче говоря, когда мы с вами пытаемся определить параметры, физические параметры молодой звезды, и видим с вами, вот скажем, черным цветом, реально измеряем спектр, ну, здесь низкого разрешения показан, мы с вами должны помнить всегда, что это не спектр звезды, а это очень сложный комбинированный, так сказать, спектр. Он состоит из спектра звезды зеленый цвет, он состоит из инфракрасного излучения диска, и еще есть излучение горячего ультрафиолетового, обусловленное тем, что когда вещество диска падает на звезду, оно разогревается, происходит удар, горячее пятно, и там появляется, в общем, избыточное ультрафиолетовое излучение. И вот эта комбинация нам дает, так сказать, излучение звезды. И мы должны каким-то образом все это учитывать. То есть это все вносит определенные сложности. И вот здесь вы видите список, ну, на мой взгляд, наиболее интересных работ. Он неполный. Естественно, видите, он обрывается у меня в 2014 году, и сейчас есть исследование, где очень известные группы ученых пытались очень точно померить физические параметры молодых звезд. Ну, я больше здесь ориентируюсь все-таки на области Тельца-Возничьего, поскольку я с ней работаю. Вот. Все эти работы выполнены корректно и методично, и тем не менее, если мы начинаем брать оттуда какой-то объект, который вам интересен, и сравнивать его параметры, сказать, у разных авторов, мы выясняем, что разброс очень большой. С чем это связано? Ну, это связано, прежде всего, например, в случае Деертаури. У нее переменное вуалирование из-за аккреции, из-за горячих пятен. И это вуалирование может меняться от цифры 6 до 20. При этом фотометрическая переменность почти звездная величина. Соответственно, вы, когда считаете параметры звезды, зависит, в какой момент вы их померили. То есть, и блеск изменился, и вуалирование, соответственно, параметры очень будут сильно меняться. Например, Деертаури звезда, у нее вуалирование настолько большое, то есть, вклад горячего излучения пятна, что линии вуалируются на 80%. Соответственно, когда вы начинаете профиль линии мерить, и по нему определять параметры звезды, вы их определяете очень плохо. Ну и пример Деэн Таури, у которой разные авторы в разное время говорят, что поглощение межзвездное – 2 десятых звездной величины. Другие авторы, Кеннион Хартман, говорят, что пол величины. А Хартиган говорит, что величина. И, соответственно, если вы берете 2 десятых или величину, вы приходите к очень разным результатам по блеску и, соответственно, светимости и всему остальному. А, и вот еще работа Инглибе с командой 2013 года, где они взяли 13 классических Таури звезд и сравнили вот эти параметры из разных работ и выяснили, что разброс в оценках поглощений для этих объектов в среднем – это пол звездной величины плюс-минус. Соответственно, меняются оценки темпа аккреции на порядок. А некоторые объекты в их списке, вот я выписал ДФ Таури, ДО Таури и ДЖ Таури, у них вариация оценок поглощения. Вот у первой величина и 2 десятых, у другой – полторы величины, а у третьей – 2,7 звездной величины. Это оценки межзвездной. Не околозвездной, а межзвездной экстинкции. То есть очень тяжелая ситуация. Поэтому в своей работе 2014 года Херцог и Хилленбрандт написали в моем, извините, может, не очень дословном переводе, значительной неопределенности в оценках поглощений других параметров классических Таури и звезд заставляют нас относиться с большим скептицизмом к способности использовать основные свойства этих объектов для проверки теории образования и эволюции звезд на стадии до главной последовательности. Довольно такой пессимистичный вывод. Его не все поддерживают, но я с ним просто согласен, поэтому вот его выделил. Дело в том, что я попытался с моими коллегами в протяжении нескольких лет все-таки более оптимистично на этот момент взглянуть. И в результате наших работ мы показали, что если у нас есть для объекта, скажем, протяженные, длительные, фотометрические, многоцветные наблюдения, именно протяженные, когда вы набираете много значений, статистику, то в принципе мы можем измерить поглощение, блеск и цвет спокойной фотосферы без пятен для этих звезд достаточно надежно. Почему? Потому что мы можем привлечь информацию о основных источниках переменности этих звезд. И вот здесь вы видите две иллюстрации. Одна звезда, это звезда V827 Таури, которая является слабоэмиссионной Таури звездой, то есть звездой, у которой нет, по крайней мере, внутренней части диска. И мы видим как бы в основном объект типа Солнца, ну просто очень молодой, и у нее очень много пятен. И в основном фотометрическая переменность этой звезды обусловлена наличием пятен. Поэтому, когда мы строим с вами диаграмму в зависимости блеска от цвета, то для того, чтобы выбрать значение блеска и цвета в соответствующей фотосфере, мы здесь должны взять максимальный уровень блеска, вот здесь белый кружочек и соответствующий цвет, принять их за значение фотосферное, и соответственно уже измерить более корректно поглощение до этой звезды. То есть брать не какое-то среднее значение или случайно однократно измеренное, а вот конкретное для этой звезды. А в случае Дельтаури, когда мы по другим источникам спектральных исследований и так далее, знаем, что у этой звезды, скорее всего, очень сильная аккреция, очень сильное вуалирование, и присутствует горячее пятно, это говорит о том, что вот в этом состоянии максимального блеска и более голубого цвета мы видим звезду плюс это горячее пятно. Соответственно, это не есть фотосфера. Поэтому в данном случае лучше использовать минимальный блеск и минимальный цвет, то есть когда это пятно уходит от наблюдателя, и мы его не видим. Но это я как бы очень упрощаю ситуацию. И вот мы решили применить вот такой подход ко всем объектам в стильце, имея очень много фотометрии. Но я бы еще хотел сказать, если кому-то интересно, это температурные калибровки. Для нас это очень важно, зависимость эффективной температуры звезды от спектрального класса. Этих калибровок тоже много. Вы видите вот список наиболее популярных, которыми мы пользуемся. И однажды в 2016 году я просто решил их все с друг другом сопоставить, потому что как бы не видел особо работы, где бы проводился такой анализ. Обычно люди говорят, мы использовали калибровку Кеннина и Хартнена, а кто-то использовал там Коины и Кухи, например. И просто дальше делают свои выводы. А я вот взял эти все калибровки и посмотрел. Различия между ними систематические для звезд спектрального класса G это где-то 160-210 градусов. Может быть, это не так и много, но потом мы увидим на диаграмме Гешпунга-Ресл это довольно существенные неопределенности вносит в определение массы и возраста этих звезд. А для более поздних спектральных классов этот разброс уже больше 200 градусов, соответственно. И поэтому очень проблематично вот этот момент, какую калибровку вы используете. Я сравнил эти калибровки с данными реальных наблюдений 190 карликов главной последовательности. Они являются затменными незамодействующими системами. И автор Торрес с командой, они предположили, вернее не предположили, а показывают, что они меряют параметры вот этих двойных систем с точностью не хуже 3%. Это имеется в виду их масса. И ошибки для эффективной температуры порядка 2%. То есть очень хорошая точность. И вот я нанес на эти диаграммы данные об этих звездах и просто сравнил все калибровки вот с этими реальными наблюдениями. Получилось, что лучше всего это Токунага 2000 года, плюс-минус 90 градусов. Потом идет Пико и Мамашек вот сейчас. Многие им пользуются. И Бесель. Я, наверное, очень много времени это уделяю. Будем двигаться дальше. Еще есть такой момент, что если мы с вами используем температурные калибровки для молодых звезд, здесь еще одна проблема. Большинство температурных калибровок, они рассчитаны для звезд нормальной, главной последовательности. А молодые звезды, они имеют больший радиус, меньшую температуру. И у них немножко эти параметры для тех же спектральных классов другие. Поэтому тут еще важно, какую калибровка рассчитана для молодых звезд или для обычных нормальной, главной последовательности. Но чтобы вы видели, это не такая уж большая проблема. Вот красный цвет на этой диаграмме, это Пико и Мамашек показывают свою зависимость температурную для карликов, главной последовательности. А зеленая линия – это те же авторы для молодых звезд. И вот можете видеть, что примерно в диапазоне спектральных классов К7 и М4, рядом вот таблеточка, я ее выделил, разница в принципе между ними, ну там 14, 30, 70 градусов, не такая большая. Максимальное различие начинается для более ранних спектральных классов. Но мне в моих исследованиях чуть-чуть повезло в том плане, что в Тельце так получилось, что звезды больше поздних спектральных типов, то есть там спектральных типов уже почти нет. И в наших исследованиях это не так критично, какая температурная калибровка использована для карликов, главной последовательности, или для молодых звезд. Вот, теперь хочу обратить ваше внимание, что же мы имеем вот с точки зрения исследований молодых звезд, аккуратных, и о которых я все хорошо знаю, потому что вот здесь приведены 4 работы, и я в той или иной степени был участником этих работ, то есть я как бы несу ответственность за эти работы в том числе. Вы видите здесь примеры расчетов параметров молодой звезды V410 Таури, вот вверху табличка дана, если кому-то тяжело ее читать, внизу есть график. Разные цвета показывают определение положения этой звезды на диаграмме, на ГР-диаграмме, причем авторы, естественно, все делали аккуратно, но различия колоссальные. С чем связаны эти различия? Эти различия связаны с тем, что определялась температура по-разному, и она разная у этой звезды в разных статьях, определялась V-синусы вращения и угол наклона этой звезды по-разному, и различные расстояния, потому что в то время не было еще ГАИ, и первая работа моя – это 160 парсек я принимал, следующая работа, вернее, Петров с командой, следующая работа – это 140 парсек, потом 157, 129, это тоже вносило определенную долю ошибки. Вот вы видите, что… А ГАИ сейчас дает сейчас 129 парсек. Похожая ситуация… Я просто привожу вам примеры тех работ, к которым я имею отношение, потому что этих примеров, естественно, больше. Вот эта звезда, похожая на V410 Таури, это лекальция-4, очень запятненная звезда, у нее очень много пятен, как и у самой V410 Таури. И вот мы с нашими коллегами попытались проанализировать ее положение на ГР-диаграмме в зависимости от того, в каком диапазоне спектра мы пытаемся определить ее параметры. Еще раз подчеркиваю, это запятненный объект. Если мы с вами берем классику, это оптический диапазон спектра, вот Донати с командой определяли ее параметры, это синенькие кружочки на диаграмме. Там она более, так сказать, молодая и более массивная. Если мы с вами берем низкого разрешения спектра в красной области, в области линии окиси Титана, и пытаемся ее использовать для определения температуры эффективной и всего остального, то это малиновый вот этот ромбик на графике. И, соответственно, звезда становится не 0,8 массы Солнца, а 0,4 массы Солнца. Ну, правда, возраст тот же самый. И, соответственно, если мы уходим в более красную область, ее параметр становится еще менее массивной и более молодой. Но все-таки хотелось позитива, поэтому в этой работе мы предложили свой подход, в котором мы определяем ее параметры, используя так называемую двухкомпонентную модель температурную. То есть изначально принимаем, что у нее есть пятна, что эти пятна имеют температуру, скажем, 3000 или 2750 градусов, и вот тут зеленые ромбики, это показывается положение звезды в зависимости от того, какие пятна и какая их площадь на поверхности звезды. Ну, вот я просто озвучиваю ситуацию, что с молодыми звездами все довольно непросто, только и всего. И, значит, вывод по запятненности, который я хочу до всех довести, потому что модели современной звездной эволюции почти ни одна не учитывают запятненность звездную. Они говорят, там пятен 2-3%, поэтому мы можем это не учитывать. На самом деле, наши исследования, именно наблюдатели показывают, что многие молодые звезды имеют 20, 30, 40, 50, 60% запятненности, и, соответственно, это надо учитывать. И появились работы недавно, вот 15-й год, более свежие, вот с Амерс и с компанией, где они показывают, что если у вас нормальная модель без учета пятен, говорит, скажем, что у звезды масса, половина массы Солнца, и возраст 3 миллиона лет, они пытаются учесть, что она запятнена на 50%, ссылаясь на наше исследование, и сразу получается, что эта звезда имеет массу не полсолнечной, а 0,75, и возраст не 3 миллиона, а 8 миллионов лет. То есть, если мы с вами пытаемся учитывать запятненность, то звезда у нас будет реально более массивная, и иметь больший возраст. Это просто на будущее, чтобы вы это имели в виду. Ну и, наконец, настала эпоха Гая. Хорошо. Не-не-не, все, спасибо. Я просто зациклился на всех этих проблемах. Для нас была большая проблема, что мы не знали расстояния до этих объектов. Теперь появилась Гая, и теперь мы знаем эти расстояния с точностью до многих звезд, с точностью до 1-2 парсек. Это очень облегчило нам жизнь, и, скорее всего, теперь светимости, и, применяя нашу методику для определения блеска и поглощения, у нас появился некий прогресс. То есть, светимость мы стали мерить гораздо лучше. И поэтому появилась такая задача – посмотреть то, что мы раньше определяли для этих молодых звезд, параметры физические, и с учетом данных Гая. Вот, собственно, я подошел к тому, что я хотел рассказать. И обратить ваше внимание на следующий момент. Поскольку классические Тетаури-звезды имеют диски, то, естественно, предположить, что они более молодые, потому что эти диски еще не превратились в планетные системы, а креция еще происходит. А слабоэмиссионные и пост-Тетаури-звезды – это звезды без дисков, и они вроде бы должны быть более проэволюционировавшими, то есть, немножко старше и так далее. Соответственно, у них должны быть другие физические параметры. И было интересно посмотреть, более точно определить их все параметры и сравнить, есть ли различия между звездами, у которых есть диски, и звездами, у которых дисков нет. Мы использовали многолетнюю фотометрию Мейданакскую для 90 объектов. Вот вы видите, это во временные ряды, то есть, там очень много наблюдений, они уже давно опубликованы внизу, ссылки на статьи. Соответственно, применили методику, о которой я вам говорил, определение блеска и цвета этих звезд в зависимости от физики, которая, так сказать, управляет их переменностью. И определили, взяли, естественно, расстояние Гайя, которые дают нам в среднем общее расстояние 143 парсека по всем объектам, и посчитали параметры этих объектов. Видите, вот диаграмму Гешфунга-Рессела для этих объектов, которые с дисками, вот налево, и которые без дисков. Я должен сразу отметить, что звезды без дисков, естественно, имеют возраста как очень молодые, то есть, от 1 до 10 миллионов лет, так и более, среди них, так сказать, есть более пожилые. Но поскольку была задача сравнить свойства звезд с дисками и звезд без дисков, мы дальше работаем только с группой звезды без дисков, только с этой группой, которая находится в этой части, вот вы видите, она выделена, у которых тот же самый диапазон возрастов, что и у звезд с дисками. То есть, вот именно взять более такую сложную ситуацию. Здесь вы видите параметры объектов. И вот, собственно, главные результаты. Первоначально мы сравнивали, брали все эти объекты, сваливали в кучу и смотрели их светимость, радиус и возраст и сравнивали с друг другом. Но это некорректно, потому что звезды имеют все-таки разную массу, эволюция у них проходит по-разному, и валить звезды в одну кучу не очень корректно. Поэтому мы их разбили на три группы, разбивали, чтобы так, чтобы эти группы более-менее однородные были по количеству объектов. И вот одна группа – это от 0,2 до 0,6 масса Солнца, вторая – от 0,7 до 0,9, и третья – солнечного типа массы. Но, к сожалению, таких объектов в Тельце довольно мало. Чтобы эти таблички не смотреть и не мучиться, вот здесь показано это в графическом виде. Что мы здесь с вами видим? Пустые кружочки – это вот три группы по массам разбитые, это объекты, которые без дисков. А черные кружочки, синие линии соединены – объекты, у которых есть диски. И мы видим с вами действительно, что светимости у звезд без дисков немножко меньше. Это так предполагается, потому что если они более-немного старшие, они уже имеют меньший радиус, соответственно, меньшую светимость. у них, естественно, чуть-чуть меньшие радиусы, примерно 90% от радиуса звезд с дисками. И у них разные возрасты. Но вы видите, что различие возрасте зависит еще и от массы. И тут мы берем совсем сложный случай, когда вот самые маломассивные звезды, вот видите, со средней массой, 0,4 массы Солнца, у них возраст почти не отличается. Вот остановимся на них. Так, я уже почти закончил. Получается, что средний возраст звезд без дисков в группе самых маломассивных объектов, я не буду это повторять, сейчас будет идти разговор о самых маломассивных молодых звездах, у них возраст средний 2,2 миллиона лет. А поскольку они уже лишились дисков, отсюда мы делаем выводы, что молодые звезды в Тельце, я подчеркиваю в Тельце, потому что, может быть, в Орионе другая ситуация, или там еще где-нибудь в Офеухе, прекращаются в среднем за 2,2 миллиона лет. То есть диски разрушаются, по крайней мере, их внутренние части, всего за 2 миллиона лет. В среднем. И эти выводы наши, в принципе, подтверждаются более сложной статистикой по 8, по-моему, скоплениям вот эта работа Фиделя 2010 года, где они проводили вот эти исследования, смотрели инфракрасные избытки у молодых звезд, и они сделали вывод, что фаза дисковой аккреции у этих звезд превращается в возрасте примерно 2,3 миллиона лет. То есть эта цифра довольно близкая к тому результату, который мы имеем по Тельцу. То есть действительно диски живут очень мало. А если мы смотрим время жизни пыли, ну, по Фидели, то они вообще говорят, что это 3 миллиона лет. То есть еще и пыль исчезает. Следующий момент, самый интересный для меня, возраст. Насколько различается возраст у этих вот молодых звезд с дисками и без дисков. Вот нижняя строка, вы видите, что различие в этой группе маломассивных звезд всего 400 тысяч лет. То есть за 400 тысяч лет звезда с диском может стать звездой без диска. И это тоже подтверждается исследованиями Скрутского и других авторов, тут целая группа, где написано, что, скорее всего, шкала времени рассеивания дисков в протопланетах ограничивается примерно 500 тысячами лет. То есть как бы все наши результаты по Тельцу говорят о том, что диски исчезают очень быстро. Все, что я как бы хотел сказать. То есть различий между молодыми звездами с дисками и без дисков по массе радиуса и светимости и так далее почти нет. Ну, я опускаю это все выводы, поскольку я их уже озвучил. Спасибо за внимание. Я не знаю. Спасибо. Спасибо. я понял вопрос хорошо хорошо ответ такой для начала мы решили с коллегами взять слабые миссионные тетауры звезды у которых нет уже внутри диска аккреционного в надежде что там есть планетная система да 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 вот нет внутренней части диска может даже так сказать возможно есть еще диск на периферии вот мы взяли такие объекты около 20 штук и 15 лет получали для них спектр с высоким разрешением на 3 6 метровом телескопе в надежде по изменению лучевых скоростей увидеть у этих вот конкретных объектов планеты в результате работы с 20 объектами мы только у двух нашли признаки изменения лучевой скорости говорящие о наличии горячего юпитера только у двух объектов в 830 тауры и еще один объект с более сложным названием все остальные мы не увидели на точности нету конечно полностью с вами согласен конечно аккуратным быть да согласен это да здесь пытались смотреть есть одна проблема дело в том что мы это сравнивали но сейчас исследование наше показывает что звезд дисками мы очень часто видим периоды не связаны с вращением самой звезды а период возможно связан с тем что планета какая-то вращается и возбуждает какие-то возмущения в диске поэтому если мы на это не смотрим осмотрим периодический процесс у звезд с дисками получается более медленные периоды но сейчас я стал понимать они медленные не потому что звезда медленнее вращается а мы видим теплерозкое вращение а ну понятно еще последний вопрос да и он размазано по небу 20 градусов возможно вот но в цельце вот я да согласен ясно коллеги спасибо следующий это тематический доклад 15 минут я за три минуты сейчас спасибо коллеги еще вопрос и вопрос просьба из чата просят повторять вопросы которые вам задают потому что не слышно из зала вот ну коротко просто повторить что спросили зала для тех кто дистанционно участвует спасибо может быть свет зажечь надо не надо здравствуйте дорогие коллеги сегодня я продолжу ту тему которая была на предыдущем докладе о проблемах о проблемах и точностях в определении параметров атмосфер звезд ну конечно же когда мы наблюдаем мы сейчас про наблюдательное говорим поскольку у нас конференция называется и теория и наблюдение мы наблюдаем и будем сегодня говорить про индивидуальные звезды то есть не про статистику а про какой-то сегодняшний сегодняшний доклад и индивидуальные звезды и мы видим только ее блеск в разных фильтрах возможно и и только что вы увидели как разные авторы показывали разные результаты по температуре поглощению возраста и так далее существует множество проблем и нам хочется вот как этому звездочету знать массу звезды светимость радиус ее температуру да еще и с хорошей точностью и здесь возникает сразу решение двух проблем это физика звезд изучается да и шкала расстояний тут же поскольку видимо звездная величина естественно зависит от расстояния а не только от светимости краткая теория раз у нас конференция про теорию вот еще теория наблюдаемый спектр звезды распределение энергии спектр звезды она состоит из самого спектра звезды распределения которые умножены на межзвездное поглощение фактор делюции выводится из ф соотношения сохранения энергии и здесь две наблюдательные величины который у нас есть это наблюдаемое распределение энергии и угловой диаметр Наблюдаемое распределение энергии можно получить из спектров, которые прокалиброваны в абсолютных потоках, из спектра фотометрии и простой фотометрии. Все они различаются исключительно шириной фильтра. Спектры узкие, фотометрии уже очень широкие. Все это есть в архивах обсерваториях, сейчас в виртуальных обсерваториях, в Синбаде, в Лизере и так далее. В спектрофотометриях хочу отметить особую роль советских, российских ученых, которые сыграли большую роль. И спектрофотометрия огромного количества звезд, вот именно из Крауа, Гаиша, Пулкова и Алма-Аты. И большой этот обзор есть у Бурнашова из Крауа. Сейчас он здесь в Подмосковье уже живет. И здесь в Крауа посвященный как раз вот таким каталогам. Вы можете пронаблюдать. Прекрасно. Если не отнаблюдали, лезем в интернет, идем в Визер. И есть хороший такой момент. Из разных каталогов, которые есть только вот там, сразу же выбирается ваш объект, который вы хотите, с какой угодно точностью. И строится распределение энергии. И по нему вы можете какой-то вывод уже делать. Но вот здесь проблема. С одной стороны, много данных. Все в одни потоки пересчитывается. Но там данные только из тех каталогов, которые присутствуют. А если у вас в какой-нибудь статье просто написано «Мой любимый объект имеет такую звездную величину в таком фильтре», сюда эти данные уже не попадут. И плюс еще бывает так, что несколько работ возьмут из той же ГАИ, из того какого-нибудь обзора. Одну и ту же звездную величину в одном фильтре. Но потоки почему-то пересчитываются по-разному. Плюс еще, конечно, проблема двойственности, двойных объектов и так далее. Но, тем не менее, есть источники наблюдения. Угловой диаметр можно получить из интерферометрии, покрытия Луной и так далее. Много способов. И если у нас отсутствует поглощение, то получается, что у нас и справа, и слева есть две наблюдаемые величины и одна интересующая нас, а именно распределение энергии в спектре звезды с одного квадратного сантиметра. И просто из определения эффективной температуры, которая определяется полным потоком, исключительно полным потоком, сигма-ТФ4 закон, мы можем определить температуру нашего объекта. И, что хорошо, ошибка определения температуры в этом случае, она в два раза меньше, относительная ошибка, в два раза меньше, чем относительная ошибка в диаметре, и в четыре раза, чем относительная ошибка в потоке. То есть мы можем хорошо ошибиться, но получить хорошую более-менее оценку. Ну и примерные оценки погрешности. И вот здесь вот приведены угловой диаметр с точностью можно, вот этот вся одна вторая тоже учтено, меньше одного процента и так далее. И получить ошибки в температуре порядка 30 градусов. Ну и повыше можно, конечно же, нельзя как измерили, но тем не менее достичь вот такой точности. Самое точное, что мы можем получить, это для Солнца, поскольку мы знаем Солнечную и постоянную, и угловой диаметр нашей звезды. С точностью до буквально одного кельвина, я эту задачу даю студентам решать, они быстренько все решают, часто ошибаются. Один кельвин, ошибка. Из-за вариации Солнечной и постоянной, эффективно температура Солнца может скакать чуть побольше, на два кельвина. Также угловой диаметр можно косвенно получить из метода инфракрасных потоков или синтетической фотометрии. Чуть дальше. В 1977 году Блэквилл и Шалис предложили этот метод использовать в инфракрасном диапазоне, поскольку в инфракрасном диапазоне маленькое поглощение, хорошо известны в атмосфере звезды непрерывном источнике поглощения и так далее. И можно оценить диаметр. То есть эта сама статья была посвящена угловым диаметрам звезд. Из двух вот этих формул, которые для полного потока и для инфракрасного потока, отношение двух потоков будет определяться эффективной температурой. Отсюда же можно из системы уравнения и угловой диаметр вытащить. Самое интересное, что от температуры угловой диаметра слабо зависит. И приближение реле и джинса красной области, планковском, можно первое приближение, потом второе, третье и так далее. Быстро сходится решение, мы получаем температуру и угловой диаметр из фотометрии. Вот пример из этой работы. 1977 год. Диаметр Арктура с точностью индивидуальных оценок для одной из длин волн около 5%. По совокупности, естественно, лучше. Современная точность порядка 1% дает по угловому диаметру и де-факто является методом инфракрасных потоков сейчас в стандартном точности измерения эффективных температур. Именно вот эти звезды, хорошие, нормальные стандарты, непеременные, естественно, определяют их температуру с тем, чтобы сравнивать уже с другими методами. Что нам дает распределение энергии? Какие мы можем нюансы выделить? Инфракрасная зона. Она у нас, наклон не зависит от эффективной температуры, только сам размер. То есть, чтобы температуру вытащить отсюда, нужен абсолютная калибровка, что, в общем-то, тяжко получить. А вот дальше ультрафиолет и оптика. Здесь хорошая зависимость наклона от температуры. С ультрафиолетом там своих проблем хватает, а вот в оптике наклон Пашеновского континуума очень хорошо чувствителен к температуре. Именно в Пашеновском континууме сидят в основном все фильтры. Здесь приведена система Джонсона. И отношение потоков в двух фильтрах, как правило, вот в этой вот части, в видимом диапазоне и в ближайшем инфракрасном, дает нам хорошую оценку такой температуры. И таких вот работ уже в предыдущем докладе Константин приводил. И вот еще один пример Рамир и Семилендос, 2005 год. Как раз методами инфракрасного потока были определены температура пучей звезд и попробовали для разных фильтров определить то, что получится. И вот такие полиноминальные зависимости. Но главное здесь последняя колонка. Точность таких зависимостей не лучше 50 градусов. Как правило, хуже. То есть 80-100 градусов. Это вот та самая оценочка с учетом того, что гигант или карлик, с какой металличностью и так далее. Лука Касагранда. Такой известный достаточно в этой области фотометрический человек из Финляндии. Он делает вывод в одной из своих статей, что все прекрасно сходится. Мы с большой точностью все можем сделать, но у нас остается неопределенность 100 градусов, которую мы никак не можем никуда приткнуть. Все. 100 градусов – это наш, к сожалению, предел в определении температур звезд. Когда полетела Гайя со своей фотометрией, был, в общем, такой подъем энтузиазма к тому, чтобы определять параметры звезд. Атмосфера не мешает. Фотометр хороший. И опять же Лука Касагранда опубликовал такую статью, где показал, что средняя точность по фильтрам Гайи порядка 50 градусов, но это в лучшем случае. 40-80, он так вот пишет. Но вот если сравнивать с интерферометрией, которая гораздо точнее все, то там систематические случайные отклонения 50-100-120 градусов легко получаются. А если по индивидуальным объектам посмотреть и вспомним, что мы сейчас хотим именно индивидуальный объект, если мы видим индивидуальную нашу звезду, то тогда ошибки могут и 200, и 300, и 400 градусов получиться легко. То есть космическая фотометрия не дала нам сильного выигрыша на самом деле в определении оценок, точнее, температур. Массовость, конечно, есть. Статистика лучше гораздо становится. И плюс еще одна проблема. Если мы возьмем разные фильтры, то можем получить температуры, которые различаются больше, чем сумма этих ошибок. Тоже проблемка, потому что все эти статистики, они работают с нормальными звездами в общей совокупности. А звезды, как мы видели, могут быть и молодые ненормальные, и старые ненормальные, и средние ненормальные. Разные звезды. Метод инфракрасных потоков хорошо работает в инфракрасной области. И вот хороший такой показатель. Пол звездной величины покраснения EB-V. Разница почти не видна в распределении энергии, только в оптике и ультрафиолете. И с точностью до 10% в определении углового диаметра мы можем получить при использовании длин волн больше 20 тысяч ангстрем. Если мы температуру изменим на 500 градусов, а 500 все-таки для звездников большая, для холодных звезд, это огромный сдвиг по температуре. Тем не менее, в инфракрасной области мы также в этом же примерно диапазоне можем получить точность определения углового диаметра звезды лучше, чем 10%. Но большая проблема. Это РМС, среднеквадратичное отклонение по фотометрии примерно 0,05 звездных величины. А многие скажут, что это очень хорошая фотометрия. То одновременно температуру и поглощение вы определите температуру с точностью плюс-минус 1500 градусов. А поглощение тут 10-е будут EB-V. Проблемка. Но, тем не менее, эти проблемы не влияют на определение углового диаметра. Металличность и ускорение силы тяжести, то есть карлик, гигант ли он, с какой металличностью, не сильно влияет также в оптике и инфракрасе, только в ультрафиолете, а мы это должны запомнить. Если мы хотим различить по фотометрии звезду, гигант она или карлик, с поглощением, без поглощения, с металличностью или нет, нам обязательно тогда нужно в более синюю часть идти. И при этом, если вы хотите температуру и поглощение, тогда вам обязательным порядком нужно определить что-то независимым образом. Либо температуру, либо само поглощение. Температуру независимо исключительно из спектрального анализа, а это сразу ограничивает количество звезд, ограничивает звездную величину. Сегодня представили 12-ю звездную величину на БТА. Но когда к нам товарищ Панчук приезжал, говорит, почему вы там не заказываете наблюдение звезд? А мы говорим, хотя бы 13-ю, 14-ю возьмете величину или 12-ю хотя бы. Нет, говорит, 9-ю возьмем, а дальше нет. Увы, проблемы есть. Плюс, конечно же, точность самих методов определения температуры по спектрам. И вот в нашей работе 2015 года Рябчикова с компанией было показано, что в этом диапазоне спектральных классов температуры ошибки порядка 70-100 градусов получаемые из спектров. Лучше сильно не получается. Поглощение независимым образом, как правило, из карт. Поэтому сейчас все кинулись делать карты или использовать карты. Ну, во-первых, карты, конечно же, очень приближенные. Они работают в статистике, на индивидуальных объектах бывают проблемы какие-то. Естественно, в диске, в низких широких, не работают там большое очень поглощение. В разных диапазонах плохо еще. Часто применяют ошибочно поглощение Шлегеля, которое, на самом деле, для внегалактических объектов. А если у вас она ближе, объект, то, увы, должно быть что-то поменьше, от расстояния что-то зависит. Околозвездное поглощение не учитывается, масштабная неоднородность, естественно, не учитывается. Но, тем не менее, для совокупности это единственный метод косвенной оценки, который, возможно, вообще сейчас многие работы направлены именно на постройку таких вот синтетических карт. Данные ГАИ, я сегодня, потом еще буду говорить, сразу следует напомнить, во многих каталогах, посвященных ГАИ, есть температура, есть поглощение. Не верьте им, если вы изучаете индивидуальные объекты. Статистику изучаете, берите с удовольствием. Если индивидуальный объект, тогда 10 раз подумайте, поскольку это математически просто формальное решение. Ну и синтетическая фотометрия, если вы знаете температуру, вы можете смоделировать с хорошим химсоставом, который вы определили, с индивидуальным поглощением. И, соответственно, попытаться что-то определить. И вот, подходя к этой синтетической фотометрии, сильно много она нам не даст. Можно попытаться, но проблемы тут есть. Так, я синтетику проверну. Ну, если мы из всех спектров, ой, из этих фотометрии получим угловой диаметр, тогда мы можем, зная параллакс и ГАИ, вытянуть отсюда радиусы. Температура плюс радиус плюс эволюционные треки мы можем посадить на треки звезду и получить массу звезды. А из массы, из простых совершенных соотношений, ускорение силы тяжести. Ускорение силы тяжести здесь получается с точностью, это я нижнюю границу такую говорю, что самая лучшая, порядка 0,1-0,2 логарифме G. Или же по-другому можно, да, через метод спектрального параллакса с оценкой светимости. Убираем отсюда радиус звезды. В принципе, практически тот же самый метод, но такая же и оценка ошибки 0,1-0,2 нижняя граница. То есть все хуже получается. Если же у вас есть фотометрия в разных диапазонах, из визера того же самого, Синбада визера, то вы на самом деле можете попробовать восстановить температуру и поглощение из распределения энергии в спектре звезды, если есть достаточно хорошее наблюдение. Пример, 17-я звездная величина, звезда, из соседней галактики в Сикстанте, в визере есть вот такая вот фотометрия. И с такой вот точностью мы получили вот темп по моделированию спектрального распределения, зная, что это сверхгигант, зная, что это низкая металличность, и зная из других работ, что это здесь поглощение, небольшое поглощение есть, и температура здесь сходится примерно с точностью, ну это математическая точность, 25. В реальности она, конечно, ближе к 100 градусам. И видно, как вот хорошо более-менее все наблюдательные данные соотносятся. Если брать индивидуальное наблюдение, вот АОКе 2009 год, он в видимом диапазоне что-то неплохо сделал, вот здесь вот, а вот в ближнем инфракрасе. А в видимом, вот здесь вот проблема. Здесь у него занижены, за яркая оценка, в инфракрасе еще завышены, другая уже температура получена. Если вы используете распределение всех вот этих вот измерений, то вы получаете более точную оценку. Но обязательно тогда нужно знать поглощение. Без поглощения у вас вообще тогда за 5000 идет температура, а не 4,5, как получается. Гая, с одной стороны, все прекрасно. Параллаксы есть, значит, есть расстояние, все остальное прекрасно. Но мы можем, глаза, что оказывается, параллакс, обратный параллакс с расстоянием плохо связан. Все, буквально, минуточку я еще, да. Есть две проблемы, что наличие сдвига в шкале параллаксов и в том, что максимум распределения параллаксов обратной величины и обратным максимума не совпадает. Вот для одного килопарсека, например, максимум будет на 980. Для близких звезд почти не влияет, а для далеких – да. Вот мы исследовали как раздаление звезды, занижение для гигантов, для сверхгигантов. Если учесть вот этот оффсет, то становится все более-менее в порядке. Определение ускорения силы тяжести спектральным методом и с помощью Гая дает хорошие оценки и для близких звезд, и для дальних. А раз мы хорошо, если и спектр все определим, тогда можно определить расстояние для тех звезд, у которых Гая нет методом спектрального параллакса. И причем, если мы имеем 17-ю величину, тогда мы можем в соседних галактиках наблюдать. А если ваш новый спектрограф будем использовать, поближе, конечно, в галактике что-то сделаем такое. Вот примерчик звезды, который мы исследовали. И вы видите, здесь спектр на самом деле больше всего неба. А вот еле-еле полосочка яркая посерединке каждого шиле порядочка, это есть спектр звезды. Сигнал к шуму здесь порядка 15-20. Нет, темная ночь, Subaru, Subaru 40 тысяч разрешение, почти 18-я звездная величина. 18-я звездная величина. И все, последний слайд. Самые, так сказать, оценки нижней границы тех возможностей, которые мы с вами имеем. Температура порядка 70-100 градусов. Логарифм G в лучшем случае. В далеких случаях, если в далекие звезды, мы наблюдаем исключительно сверхгиганты, которые имеют жестко фиксированную массу, поскольку они еще не проэволюционировали под 0,8. Мы можем достичь вот такой 0,1. Ну и тут все связаны с этим ошибки. То есть лучше сильно мы и не сделаем. Даже с учетом Гая? Даже с учетом Гая. Пожалуйста, вам подбирайте. Пожалуйста, пожалуйста, у нас пару вопросов. Ну вот уже эффективная температура, которая определяет поток. Да, если нормальных звезд нету, нормально, то нормально. Но сейчас все борются за экзопланеты, за связь этих параметров с наличием экзопланет и как они там распределены в их межзвездных системах. А там эта звездка завязана на содержании химических элементов. Вы температуру поправили, у вас содержание поплыли. Поплыли все зависимости, а сейчас борются за сотые доли в содержаниях элементов. А это важно, поэтому температуры здесь обязательно должны быть точно. Но вы, врачи, можете снять, наблюдая спектральную звезду и по линиям определяете температуру. Да, можем. Еще последний вопрос. Ограниченный. Я, короткий запрос, а эффект тут не знаю, вы с ним вообще ничего не сказали. Время. Когда тету, да, когда угловой диаметр измеряют, там, как правило, два. Униформ диск и линк даркнинг. Учитывают, учитывают, да. Учитывают, да, обязательно. Пожалуйста, последний вопрос. Спасибо. Спасибо. Следующий доклад Авдеева, Александра Сергеевна, Ковалева, Малко, 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 Малко. И что-то нужно делать, чтобы закрыть сюда. А вот эту закрыть? Нет, она сама должна быть. Это вы в прошлый раз нажимали, по-моему. А, в принципе, она в эту хронику и да. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Значит, мой доклад будет посвящен независимой проверке оценок температур, эффективных температур в каталоге ГАИДР-3. То есть мы немного разбиваем тезис Юрия Васильевича о том, что температурам и вообще страффизическим параметрам ГАИДоверять нельзя. Значит, в чем состоит мотивация исследования? ГАИДР-3 сейчас самый большой, хоть, вероятно, не самый точный источник астрофизических параметров звезд. Это порядка 400-700 миллионов звезд. Если мы говорим про модуль GSPFOD, значит, в ГАИДР-3 при обработке данных, при вычислении астрофизических параметров, есть несколько модулей. И модуль, который дает именно 470 миллионов звезд, это GSPFOD. Он, используя астрометрические и фотометрические данные ГАИДР, а также модели звездной эволюции, самосогласованно оценивает эффективные температуры, алгоритм G, абсолютную звездную величину, поглощение, металличность, радиус звезды и другие параметры. Значит, эти астрофизические параметры, ввиду их массовости, потому что их можно использовать для статистики или для, так как он всенебесный, очень большой выбор объектов изучения, используют исследователи по всему миру для разных задач. В частности, мы, наша группа, используем температуры эффективные из обзоров для того, чтобы вычислять как раз поглощение. И хотим понять, в какой области пространства параметров ГАИДР мы могли бы эти температуры использовать для своих задач. Значит, мы тестируем температуры двумя способами, то есть работа состоит из двух частей. Первая часть – это косвенная проверка как раз по вычислению покраснения. Или вот на картинках вот здесь из нашей предыдущей работы нарисовано поглощение с расстоянием. Значит, мы вычисляем из эффективных температур ГАИДР с помощью соотношения ПИКО и МАЖИКО, который тоже был сегодня уже упомянут, собственные показатели цвета. Мы вычисляем покраснения и наносим их на график зависимости покраснения от расстояния и исследуем ход покраснения с расстоянием от наблюдателя. И вторая часть – это прямая проверка. Мы сравниваем температуры ГАИДР-3 эффективной температуры с эффективными температурами из спектроскопических обзоров высокого разрешения ЭПОДЖИ и ГАЛА для объектов из области пересечения этих обзоров, имеется в виду каждого из этих обзоров с обзором ГАИ, на небе. Естественно, высоким разрешением, мы тут имеем в виду высокое разрешение для спектроскопического обзора – это порядка 20-30 тысяч разрешения. Значит, начнем с первой части. Это косвенная проверка по покраснению. Значит, мы выбираем 20 площадок на небе, которые равномерно распределены в каждой по несколько тысяч звезд. Собственные показатели цвета мы вычисляем из интерполяции соотношения эффективная температура, собственный показатель цвета из Пико и Мамажика для звезд главной последовательности. При этом главную последовательность выделяем, используя критерии в алгоритме G больше 4. Затем вычисляем покраснение и, используя расстояние из Бейлер-Джонс для ГАИ и ЕДР-3, которые вычислены на основании параллаксов ГАИ и их ошибок с помощью байсовских методов, наносим эти покраснения на график зависимости покраснения от расстояния. Значит, здесь вы можете видеть для 20 площадок, которые мы выбрали, как раз вот эти графики зависимости покраснения от расстояния. Почему здесь два цвета, сейчас объясню. Значит, зеленые – это точки, которые мы вычисляем из эффективных температур ГАИ по методу, который я рассказывала на предыдущем буквально слайде. Так как я уже упоминала, что в ГАИ астрофизические параметры, в том числе покраснения, вычисляются самосогласованно, значит, у них есть собственные значения покраснения, и мы их тоже наносим красными точками поверх наших вычисленных поглощений. Может показаться, что наши покраснения только в нижней части, вот там, где очень видна зеленая часть, но на самом деле... Ну, хоть как-то видно, что зеленые точки есть и везде под красными. Они не совсем совпадают, но структурно здесь выделяются одни и те же части. Я покажу это вот на вот этом графике. Значит, у нас здесь есть область отрицательных покраснений. У ГАИ она отсутствует, поскольку ГАИ при работе модуля GSPFOD использует априорное предположение о том, что покраснение не может быть отрицательным. Соответственно, у нее вот эти вот точки – это такая горизонтальная линия около нуля. То есть они не смогли, хотели бы, но не смогли сделать покраснение отрицательным, поэтому они положили это примерно равным нулю. Кроме того, есть ход, то, что мы говорим, нормальный, нормальный ход поглощения. Это неубывающее с расстоянием покраснение. И, кроме того, есть еще вот такой хвост аномально высокого покраснения для звезд ближайшего килопарсека. Он наблюдается на всех картинках. То есть на всех картинках есть очень такое высокое покраснение для звезд, которые ближе, чем один килопарсек. Значит, за исключением того, что у нас есть отрицательные покраснения, а у ГАИ их нет, структурно наблюдаются одни и те же элементы. Поэтому мы считаем, что вот эта проблема, две проблемные области – отрицательные покраснения и очень высокие покраснения в ближайшем килопарсеке – связаны именно с неправильно определенными астропизическими параметрами. И далее рассматриваем подробнее вот только наши зеленые точки, которые вычисляли мы. Теперь они покрашены в зависимости от видимой звездной величины в полосе G. Значит, чем краснее, тем более слабая звезда. Видно, что область, которая у нас была отрицательной на предыдущей картинке, она соответствует слабым звездам. И это подтверждается тем, что в документации ГАИ они отмечают, что логарифм G для слабых звезд определяется слабо. А мы, соответственно, можем распространить этот вывод еще и на температуры. То есть температуры для слабых звезд тоже определяются плохо. И для того, чтобы отсечь вот эту область отрицательных покраснений, мы ставим такой фильтр, чтобы видимая звездная величина была меньше 17,5 звездной величины. Это наш первый фильтр. Звезды, которые прошли первый фильтр, мы покрасили еще по той же самой эффективной температуре. И видно, что вот этот вот высокий отросток больших покраснений на ближайших расстояниях очень хорошо связывается с холодными температурами. Поэтому пока мы принимаем это как бы за предположение, что у звезд с температурой, с эффективной температурой меньше 5000 кельвинов, температура эффективной тоже вычисляется плохо. Но к этому мы еще вернемся в конце моего доклада. Значит, теперь переходим к следующей части. В конце мы сравниваем, я повторю, температуры для объектов из Gaia DR3 и эффективной температуры из обзоров Apogee и Gala. Значит, Apogee – это северный обзор, охватывает большое количество областей на северном небе. И есть небольшое включение южного неба тоже в последней версии DR16. Gaia DR2 – это южный обзор, и он наблюдает южное небо за исключением галактической плоскости и южного галактического полюса. Значит, кросс-идентификация обзоров Gaia DR3 и обзоров Apogee и Gaia была проведена в работе Центаки и другие в 2021 году. И мы пользуемся результатами этой кросс-идентификации для сверения температур Gaia и обзоров Gala и Apogee. Значит, пунктирной линией здесь отмечено, так скажем, идеальное совпадение температур. Видно, что есть совсем какие-то аномальные температуры. Например, для звезд, которые Apogee считают холодными, 4 тысячи кельвинов у Gaia большой разброс от 15 до 40. И есть также явный артефакт. Это вот на уровне 15 тысяч кельвинов у Gaia просто такая прямая полоса. А в остальном есть области, в которых температуры сходятся лучше. Есть определенно где-то вот здесь объекты, у которых температуры Gaia DR3 идеально совпадают с температурами Apogee и Gaia. Но есть также и области с большим различием. Теперь нас интересует, чем же отличается вот эта область, где большое различие, и вот эта область, где температура систематически согласуется лучше. Значит, для этого мы также графики покрасили в согласии с разными параметрами. Так, например, опять мы взяли видимую звездную величину G. Для Gaia это не так заметно, но для Apogee видно, что вот эта вот область большого систематического различия согласуется, опять же, с нашим прошлым выводом о том, что у слабых звезд эффективные температуры в Gaia определяются плохо. Но вот этот параметр, он не объясняет нам, почему для звезд больше 7000 кельвинов, например, у Gaia, Gaia тоже показывает большой разброс. В этом помогает следующий параметр, это галактическая широта. Здесь, получается, точки покрашены по модулю галактической широты. Опять, для Gaia это не так видно, поскольку у нее отсутствует галактическая плоскость и отсутствует южный галактический полюс. Это сильнее видно для Apogee. Видно, что больше систематическое различие наблюдается для звезд вблизи галактической плоскости, то есть для широты меньше, чем 10 градусов. А для высоких широт галактических температуры, наоборот, систематически согласуется лучше. И, собственно, я перехожу к выводам. Значит, сравнение с обзорами высокого разрешения показало, что, во-первых, наблюдается систематическое завышение температур Gaia DR3 по сравнению с температурами Apogee и Gaia. Во-вторых, звезды, находящиеся близко к галактической плоскости, то есть меньше 10 градусов по широте, показывают большое. Это в среднем 760 кельвинов со стандартным наклонением 300 кельвинов, отличие в температурах между Gaia DR3 и Apogee. Кроме того, наблюдается корреляция между различием в температурах и блеском объекта. Для визуально более ярких звезд температуры в Gaia DR3 определены с меньшим отклонением. Далее я привяжу несколько еще численных оценок. Это температура Gaia отличается от температуры Gaia в среднем на 40 кельвинов со стандартным отклонением 400 кельвинов. А температура для области Apogee вдали от галактической плоскости температура Gaia эффективно отличается в среднем на 170 кельвинов со стандартным отклонением 640 кельвинов. Также нужно отметить, что температура Gaia DR3 выше 9000 кельвинов, это вот здесь, вот тут остаток более высокоширотный, не согласуется с Apogee и Gaia. Мы точно не везде можем определить, почему именно, но они потенциально проблемные. И исследование хода покраснения с расстоянием показало, что визуально слабые звезды при вычислении покраснения показывают отрицательные избытки цвета, то есть для них, соответственно, температуры эффективно определены плохо. Этот же результат подтвердился при сравнении с обзорами высокого разрешения. И, кроме того, у нас был такой вывод, что холодные звезды показывают аномально высокое покраснение на близких расстояниях. Однако, если мы вернемся к графику, например, вот этому, видно, что температуры Gaia ниже 5000 кельвинов никакой особой аномалии, здесь аномальным отклонением не обладают. И, скорее всего, это связано именно с вырождением зависимости эффективная температура, собственный показатель цвета из пикоема Маджика, который мы используем для вычисления наших покраснений, а не с непосредственно каким-то большим отличием в температурах Gaia для этих объектов. Вот у меня все. Спасибо. Спасибо. Ну, в принципе, да. Олег, ну, вообще-то мы выходим. Пожалуйста, пока. Трактические параметры, которые интересуют качество астрофизических рисунков, для астрофизических нет, там можно также проверять по качеству астрометрии, качеству фотометрии, но это на наше, как бы мы проверяли, у нас это не сильно влияет. Спасибо еще раз. А вот у нас не вылет на чай и кофе до 16 старых аппетин. Мы на 3 минуты задержались, но я все-таки прошу, что с 16 старых аппетин. Артолий Михайлович, Добрый день. Можно обратиться к организаторам? Сам закинулся. Можно, пожалуйста, попробовать презентировать свою презентацию? Рядом. Вынимаешь? Изставляешь. Ну, я просто могу никуда закинуть, наверное. Почему? А вот прям сюда. Рукочий стол. Выпишу, да, да. Ладно. Можно попробовать презентацию? Да, можно попробовать. Да, блин, криворукий, что? Я не волнуюсь. Демонстрация, правильно получается? Итак, следующий доклад. Алиев, Сабир, Гасан Аглы, Халилов, Алышова, без именович для краткости. Фундаментальные параметры и эволюционный статус магнитной звезды. Эпсилон Урза Майорис. Дистанционный доклад. И второй доклад тоже будет дистанционный. Деминовый. Пожалуйста. Значит, 15 минут предупрежу за 3 минуты. Включите микрофон, пожалуйста. У вас микрофон выключен. Сейчас, подождите. Ага, вот, есть. Так, презентацию видим. Хорошо. Так, все, видно, слышим. Вы меня слышите? Да, слышим. Так, приветствую всех чатников, начиная доклада. Так, фундаментальные параметры эволюционного статуса магнитной звезды. Эпсилон Ума. Структура доклада. Краткие описания наблюдательного материала, процедура его обработки, определенные параметры атмосферы звезды, магнитные фолии скорости вращения с учетом эффектов пятнистосты, то есть дальнейшей популярности. Эффектом популярности. Далее, нахождение спектральных индексов популярности, для которых, для популярных элементов, которые характеризуют степень аномалии хмиско-состава звезд для данной звезды. И дальнейшем в конце определение эволюционного статуса анализ и заключение. К настоящему времени нам были получены четыре магнитные звезды, 17 ком, 21 ком, Тетаруга и Эпсилон Ума, которые являются членами старых рассеянных звездных скоплений. Все эти четыре относятся к самым старым звездным скоплениям. Основные силы наших исследований. Первым долгом надо ответить, на каком этапе возникают, изменяются наблюдаемые химические аномалии и сильные магнитные поля, за счет каких механизмов происходит дисципация углового момента в ходе эволюции на стадии главной последовательности. Это самые важные наши основные силы данной работы. И второе. Какие из пекулярных особенностей подвергаются изменениям в процессе эволюции на стадии главной последовательности. Далее. Комплекс исследования показывает, что данная звезда является фотометрически, спектрально и магнитно-переменной звездой, в которых наблюдается у всех химически-магнитно-пекулярных звезд. Первое. Мы начнем сначала с фотометрической переменности, характера фотометрической переменности. Для этого мы употребляли цветные фотометрические системы. Это наблюдение было проведено параллельно, почти параллельно со спектральным наблюдением, которое было проведено в Шамахнической астрофизической обсерватории. Вот здесь видите, по всем десяти фильтрам фазовые кривые переменности близко. Фазовые, да, в десяти цветных. И здесь что характерно? По всем фильтрам наблюдается синхронное изменение близко. Ну, с разным амплитудом. Ну, и здесь возникла вопрос, что как с помощью этих десяти цветных ботометрической системы определить распределение энергии в непределенном спектре? Вот здесь очень стремно, до сих пор для нас это новое, загадочное, для участников тоже. Вот где-то в области 6000 амплитуда возникло необыкновенное изменение энергии. И здесь, в этой области, все магнитчики знают, что там имеется депрессия 6200, не 5200, 6200, 300. В этой области, у всех магнитных сбросов слабая депрессия наблюдается. Это связано с этим или нет, у нас идет анализ. И всем участникам конференции, магнитчикам, просим обратить на это внимание. Это новый результат. И пока не можем интерпретировать четко. Только мы можем сказать, что на этой области имеется депрессия и непределенный спектр. Следующий. Хочу сказать, что многие факты и наблюдательные факты показывают, что найденный период, раньше найденный период пробенов, по нашей спектральной эпидемиологии наблюдения не полностью обеспечивает. Вот это в верхней панели, это новый, мы по спектрам мощности нашли новый период. Там новый период у нас 6400, а по старому 5 дней. Так что разница почти что на полтора суток. Вот верю, что найденный нам период лучше соответствует наши спектральные наблюдения. Но многие сезоны, например, 5-летний, если материал самолетат, и здесь тоже рассеянный точек хуже. Так что полученный наш период, не означает, что это точно. Так что придется дальнейшее исследование. Переменность магнитного поля. Магнитное поле у этой звезды имеет ширину в порядке 0,8 амбстрива, что не позволяет измерить магнитное поле фотоэлектрическим методом, по линиям металла. Фотоэлектрические измерения по линиям водорода также не дали положительный результат. Но поле не превышает 100 гаусс. Однако на фотоэлектрическом изводном магнитометре 6-метрового телескопа САУ измерено магнитное поле в пределах минус 300 плюс 800 гаусс. Вот здесь мы построили, по данным Голоколовского, фазовые криви магнитного поля. Как видно, что положительный поле с магнитным полем больше, чем отрицательный. Это, конечно, у всех магнитных звезд видно, что магнитные фазовые криви магнитного поля не всегда симметрично получаются. В дальнейшем мы будем сравнивать эти криви блеска с блеском фотометрических спектральных наблюдений. И здесь, что спектральные наблюдения переходные. Спектральные наблюдения у нас получились примерно в одном сезоне. Мы получили более 800, нет, 80, конечно, 80 спектральные наблюдения в разных разрешениях. Но меньшие разрешения у нас 30 тысяч, максимальные у нас 55 тысяч. Но для построения фазовых кривиц в основном мы использовали 50 наблюдений. Вот здесь мы построили для сравнения первые панели фазовые криви магнитного поля, второе блеска в лучах Дельта-Игрик. Потом фазовые криви хрома, кальция, потому что эти элементы, остальные, многие у нас фазовые криви, здесь показали только фазовые криви для пекулярных элементов данной звезды. Следующие. Здесь тоже есть кальция магний и эквивалентная ширина. Фазовые криви для эквивалентной ширины и блеска звезды в пекулярных элементах. И здесь что характерно? Самое главное, что фазовые криви, кальция магнитного поля, блеска эквивалентной ширины, фаза максимума интенсивности магнитного поля, блеска эквивалентной ширины приблизительно совпадает с минимумом эквивалентной ширины кальция. Так что изменения не происходят точности, а в протвофазе, а имеется смещение. Так что видно, что имеется синхронная протвофаза изменения магния и кальция. Однако тщательный аналог показывает, что это не точно антифазная переменность. Имеется маленький издвиг порядка 7 сотых изменений экстремума. Далее. Мы здесь показали, старались выявить пекулярные фазы пекулярной области и нормальные области. Для этого, как видели, спектральные, магнитные фазовые криви, спектральные, магнитные и фотометрические кривы, для максимума совпадения экстремума... У вас осталось 3 минуты, будьте добры, поскорее. Хорошо. Мы нашли, значит, выявили атмосферные фазы пекулярных и нормальных областей. И все параметры атмосферы мы определили в отдельности. В области пятна и без пятна. То есть в пекулярной области и нормальные отношения. Потом дальше мы построили диаграмму для диаграмма эволюционного Герцбринга-Рестелла. И здесь показаны нам цветными квадратами отмечены магнитные звезды, исследованные авторами данной работы. Вот красным цветом там, квадратом, показаны расположения на диаграмме эволюционного Герцбринга-Рестелла. Что здесь характерно? Вот как видно, что все эти 4 звезды приближаются к верхней части главной последовательности. Это означает, что они живут, то есть проводят в своей жизни верхней части главной последовательности, уже последние, приближаются к концу своей жизни. Получили следующие результаты. Найденный период, хорошее спектральное наблюдение, чем раньше полученные. Изменение блеска во всех полосах происходит синхронно. Падает максимум интенсивность магнитного поля блеска и квадратных хирин имеет синхронный характер. А смещение, имеется смещение 0,07 фазовое изменение. Концепт, значит, Эпсалонума является проэволюционирующей звездой, которая расположена ближе до верхних границах главной последовательности, где расположены проэволюционные звезды. Время очень мало, поэтому информацию мы не можем дальше продолжить. Спасибо за внимание. Я продиктую. Говорите. Я повторю вопрос, если есть вопрос. Вопрос такой, а в чем разница этих периодов? Чем физически объясняется разница периодов? Это не точностопределение. Мало из-за отсутствия времени разницы, большое количество времени разрешенных наблюдательных материалов, это где-то полученный этот период, потому что в середине 50-х прошлого века. До сих пор никто не определял этот период. И каждый в своих сезонах, например, на месяц что-то получили, это никто не обратил внимания. А если собрать несколько летних материалов, они не обеспечивают. И возможно здесь нет. Все ясно. Спасибо большое. Давайте еще раз поблагодарим. Спасибо вам всем. Так, следующий доклад, тоже дистанционный. Это Деминова Найля Рафаэльевна Шиманский ВВ. Без именович для краткости. Итоги исследований предкатоклизмических переменных с СДВ субкарликами дистанционно. 15 минут. За 3 минуты предупрежу. Хорошо, спасибо вам. Спасибо. Видно, да? Добрый день. Наша работа по итогам исследований предкатоклизмических переменных с СДВ субкарликами. Так, все видно, да? Тесная двумя системы типа H2B вадевы относится к предкатоклизмическим переменам, выделенным в отдельную группу в 1986 году Риттером. Главными компонентами таких систем являются маломассивные СДВ субкарлики. Их высокоэффективная температура и светимость способствуют формированию сильных эффектного отражения. По самому реализованному статусу предкатоклизмические перемены являются в первой внутренней стадии между системами с общим волочком и катоклизмическими переменами. Главными особенностями таких систем являются сравнимые радиусы главного вторичного компонента, а также то, что главного компонента вносит основное вкладное излучение. И, как следствие, имеем цепичный инспектор СДВ субкарлика. Наши анализы подобного рода облицов в числах 2012 года, например, звезды ХС-2333. Это неизменная система, и анализ блеска ХС-2333 может быть произведен в рамках стандарта модели данной системы с учетом эффектов отражений и нестричности компонентов. Модель анализ блеска позволяет определить углоноклонные и радиусы компонентов. На верхнем сунге показаны анализы изменений диетических профилиний H-бета в разных фазах данной периода. Облучение втрачных компонентов приводит к образованию на ее поверхности горячей 15, а с эффективной температурой в районе 15 тысяч кельвен. В освещении холодной среды появляются эмиссионные линии водорода и гелия, которые накладываются на ассоциационные линии от двесок пары и оставляют их, и искусственно смещают их. Эквалитность ширина уменьшается, они изменяются на уровне 15-20%. Таким образом, мы длину не получилась скорости, позволяет определить отношение массы в массовый компонент. Однако так было для этой звезды. А для последующих систем у нас не получилось применить данную методику, мы разработали отдельную методику, о чем речь пойдет далее. Нашими инструментами в спертоскопии являлся ССФО-БТА-САОРАН, а фотометрия СССФО-БТА-САОРАН и РТ-150. Также часть спертоскопии была получена на дископе РТ-150. Наша специальная программа изучения при категосмических переменах, СССФО-БТА-САОРАН позволяет провести модель анализа оптического звучения, потом уродного объекта, и найти надборные параметры. Мы исследовали четыре системы. Для первой системы нам необходимо было исследовать эффективность моделирования кровоучивающих расцветов для определения масс. Для второго – оценить возможность нахождения параметра для изменения систем. Для третьего – изучить аналоги с параметром, получаемых с разной методикой моделирования излучения. Для четвертого – оценить эффективность исследования наблюдения и оценить их в скопах. Также мы анализировали литературные данные. Итак, поскольку мы не можем определить отношение масс-компонентов и масс-компонентов напрямую, мы вынуждены сделать дополнительное предположение эволюционного характера. Это предположение о том, что мы берем массовую плану компонента как 0,47 масс Солнца. Мы берем ее таковой, поскольку по эволюционным трекам видно, что СТВ-субкарки лежат в узком диапазоне масс. А также для нас было установлено, что одиночная СТВ-субкарки лежат в диапазоне масс от 0,46 до 0,48 масс Солнца. И первая звезда – это В-18-28 Орла или НСВ-142-568-25. В орбидальной кровооблеске НСВ связляется с 3 участка переменности. Главное затмение – внезапменное блеск и вторичное затмение. Главное затмение – это затмение СТВ-субкарлика. В внезапменное изменение блеска связано с действием эффектом отражения, изменением условий видимости горячего петра на поверхности встречных компонентов. А вторичное затмение – это частичное затмение СТВ-субкарликом горячего петра на поверхности встречных компонентов. Мы провели модернение на программу комплексный спектр. По методике на основе методов моделей облачаем атмосфер. При наивке затмения мы получаем однозначное определение радиусов и угла наклона орбиты. Данные СТВ-субкарлика имеют высокую эффективную температуру. Отмечу, что с точки зрения анализа спектров, система, у которых СТВ-субкарлики имеют температуру выше 3500 км, удобная, позволяет с высокой эффективностью определить параметры атмосферы, что мы и сделали. Также смогли получить параметры атмосферы при согласовании теории наблюдений в фазах минимум блеска, так как в этих фазах отсутствует значимый факт горячего петра в полном системе СТВ-субкарлики. Амплитудность искажений круглых лучевых скоростей меньше ошибок в наблюдении. Поэтому невозможно оставить отношение массовых компонентов к ценностей круглых лучевых скоростей. Однако, сделав дополнительное предложение, что мы берем массовые планы компоненты как мусор системы Солнца, мы определили полный набор параметров систем. Это будет показано далее в таблице. Вторая звезда это ЛАН-30. Это не затменная система. Отсутствие садмения ЛАН-30 указывает на возможности постоянного наблюдения области горячего петра на параметры с детальшими компоненты. Однако, модель анализа крыла блеска с ограничением на углу наклона орбиты, о чем речь пойдет далее, позволяет предполагать, что излучение горячего петра не способны сходить в профиле наблюдаемых линий более чем на 1,5%. Поэтому стало возможным провести моделирование фазер минимума блеска, что мы и сделали. Предварительная моделирование крыла блеска показало, что форма крыла блеска может быть корректно написано при любом угле наклона меньше 45 градусов. Поэтому мы выполнили согласование теории наблюдения от 20 до 45 градусов, шаг на 5 градусов, с определением в каждом случае радиуса поверья компонент. Ограничение диапазонных параметров исходит из условий превышения радиуса вторичных компонентов над радиусом звезды главной последовательности. И третья система – это СДСС-16256. Что касаемо спектров, линия ГИИ-2 довольно-таки слабая, поэтому ошибки определения параметров атмосферы оказываются выше, чем для более горячих объектов. А что касается крыла блеска, оказывается зашумлена. Однако мы смогли провести моделирование, определить полный набор параметров систем, что показано в таблице посередине. И мы сравнили наши данные, полученные в общей методе в лучшем атмосфере, с литературными данными Шахтон-Рот, которые проводили анализ в рамках ченотереного продвижения. Для этой системы мы проявляли однородность параметров, получаемых с помощью разных методик. И мы пришли к выводу о том, что значение параметров несущественно зависит от методики наблюдения крыла блеска. Четвертая система, это ХС-2131-2441. Для данной звезды мы пытаемся провести наблюдение, целиком основанное на наблюдениях на телескопах с состоянием апертуры, поскольку это является более доступным, чем применение крупного телескопа. Мы отказались от состояния крыльеволучивых скоростей, так как она была дана в литературе. Даже не строили крыльеволучивых скоростей, так как до этого у нас получались у трех систем амплитуды К1 лучевых скоростей, которые хорошо согласовывались с литературными данными. Итак, физические объединения были проведены в 2019 году мини-пом на телескопе РТ-150, аспектно-коскопическое в 2020 году. Иртогалом Мехамитовым также на телескопе РТ-150. Применение соединения телескопа позволяет получить спектр с спектрами деталей, приборами для анализа. Также отмечу, что у данного СДС-квартика очень низкое содержание гелия в атмосфере, минус 2,62, что на порядок ниже подобного рода объектов, обычно бывает минус 1,5. Что касаемо фотометрии, наличие затмения и низкий уровень шумов позволяет провести моделирование коробесков и получить полный набор фундаментальных параметров системы. Мы сделали вывод, что наблюдение на среднем телескопа пригодено для обведения параметров. Здесь представлено сводка фундаментальных параметров четырех систем. Для ландрисовского скопа указан диапазон параметров, поскольку эта система не затмена и не смогли точно определить параметры системы. Эти параметры получены по единой методике. Я отмечу, что методика и инструменты слабо влияют на результат. Здесь для статистики предъявлены параметры 17 системы со звездами кариками. Методика также не существенно влияет на результат. И мы построили две фундаментальные зависимости. Зависимости от последнего радиуса. Очевидно, что для вторичных компонентов отсутствует избыток осветимости относительно звезд главной последности аналогичной массы, что позволяет сделать вывод о релаксации вторичных компонентов к звездам главной последности. Однако имеется систематический избыток радиуса по сравнению со звездами главной последности. В настоящее время считается, что избытки радиуса могут быть следствием лучистого гуляционного взаимодействия, а также следствием магнитного поля и запрещенности звезды. Лучистые гуляционные взаимодействия, как правило, обосновляют и сопутствующие избытки осветимости. А отсутствие среди систем со звездами париками позволяет предполагать, что вторичные компоненты являются магнитно-активными и вторичными запрещенными поверхностями и становятся перспективным анализом дорого-литфорокастного диапазона с поиском эффекта запрещенности, поскольку в оптике вторичные компоненты не видны. Таким образом, в результате комплекса анализа крива без конспектов четырех ТДС нами реализована базовая методика моделирования с определением фундаментальных параметров системы. Показана возможность использования этой методики о совместном стемудееме натискополистения апертуры сделан вывод о наличии систематических избытков ранчиса при отсутствии избытка осветимости относительно модельных прогнозов для взвезд главной последовательности. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. А просто подойди сюда. Спасибо за доклад. Вот вы пишете систематические избытки радиусов при отсутствии избытков осветимости. Это что означает, что эффективная температура, что ли, ниже, чем для данного спектрального класса и для данной массы у вас получились? Откуда вы сделали вывод про это? Ну, то есть мы сравнивали со звездами главной последовательности, и у нас получается, что в точечных компонентах у них разница превышает в последние звезды главной последовательности. И также отмечу, что такое может быть, поскольку имеется эффект на запятненности, и то есть в пятнах температура ниже, и то есть звезда раздувается, и у нас получается сбытная разница. Запятненность. Понятно. Спасибо. Понятно. Спасибо. Хорошо. Еще вопросы есть? Нет вопросов. Спасибо. Следующий доклад уже здешний, не онлайн. Это Дудник Анастасия Андреевна Шиманский. Фундаментальные параметры систем типа СУМА и WZ Сагитария. Спасибо. У вас 15 минут, за 3 минуты. Работает. Спасибо. 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 Здравствуйте. Теперь он нам не хочет? Надо открыть. Сейчас в первой неделе надо. Спасибо. Здравствуйте. Тема его доклада уже назвали. Катаклизмические переменные системы – это система, в которых белый карлик является главной компонентой, а красный либо коричневый карлик является вторичной компонентой. И вторичная компонента заполняет свою полость роша и через внутреннюю точку лагранжа вещество перетекает на белый карлик. Для карликовых новых свойственна вспышка, причина которых является накопившись на поверхности белого карлика вещество. Далее речь пойдет о системах, которые относятся к карликовым новым типам ИСУМА и WZ Сагита. Разница в том, что системы ИСУ Большой Медведицы имеют вспышки и сверхспышки. Вспышки примерно с амплитудой от 2 до 6 звездных величин, которые длятся несколько дней, а сверхспышки поярче и продолжительнее. WZ Сагита имеет только сверхспышки, но на такую вспышку система копит энергию, очень долго происходит, то есть с большим интервалом. Ранее исследование оптических спектров карликовых новых в низком состоянии показало, что в излучении доминирует излучение белого карлика, а эмиссионные линии, которые накладываются на это излучение, они формируются в аккреционно-тонком диске. И это приводит к тому, что мы можем описать наблюдаемый спектр белого карлика, тем самым получить параметры атмосфер белого карлика. Чем мы, в принципе, здесь и занялись в этой работе. Сразу скажу, что все спектры были получены на БТА в Сауране с помощью редуктора Scorpio с экспозиции 300 секунд в диапазоне от 4000 до 5300 ангстрем и с разрешением 5 ангстрем. Ну и здесь представлен спектр, пока еще первичный. Первичная обработка проводилась с помощью пакета ADL. Здесь слева показан спектр, который уже после обработки. Нормировка проводилась в Origin с требованием равенства потока в континууме в теории и наблюдении. Диапазоны указаны на слайде. Как мы определяли параметры атмосфер белых карликов? С помощью численного моделирования. И давайте поэтапно рассмотрим, из чего же состояло это численное моделирование. Первым делом применялся набор синтетических спектров. Эти спектры строились с помощью модели атмосфер белых карликов с параметром, указанным на слайде. Эти модели были рассчитаны уже заранее. Далее выделялось четыре спектра, которые окружают решение. И с линейной интерполяцией выстраивался спектр, который наиболее точно описывал наблюдаемый спектр. И вот здесь для примера приведены для каждой пары параметров эффективной температуры и логарифм массивной тяжести спектр. Далее проводилась интерполяция теоретического спектра на сетку наблюдаемых линбом. И стоит отметить, что мы выделяли интервалы свободных от эмиссионных линий, в которых мы проводили описание теории с наблюдениями. Потому что нам нужно описание именно излучения белого карлика. Поэтому мы эмиссионные линии вырезали. Мы увидели, что два параметра по-разному влияют на теоретический спектр. Заметили, что с уменьшением температуры идет усиление линий по всему профилю, а при увеличении логарифма g идет увеличение полуширины линий. Это как раз позволило определить сразу два параметра. Для каждого синтетического спектра при сравнении с наблюдаемым рассчитывалось среднеквадратичное отклонение. И в итоге построилась сетка среднеквадратичных отклонений. И тут же мы рассчитали среднеквадратичное отклонение как распределение. Карту построили. На карте более наглядно видно решение. То есть решение отмечается крестиком. А ошибка определялась с помощью этих изолений. Вот так вот выглядит описание спектра на примере FLPSC приводим. И давайте рассмотрим четыре случая. Например, систему UW-SIR. Система имеет достаточно шумный спектр, но, как мы видим, это все-таки нам дало возможность найти решение. Температура данной системы 23,5 тысяч кельвина, логарифм уже 8,4 почти. Кузы ЛИП. Система с холодным белым карликом. Мы видим, что решение якобы 9500. Хотя мы помним, что модель атмосфер белых карликов начинает с 10 тысяч. Соответственно, для систем с холодным белым карликом решение находится не точно. Мы смогли определить только нижнюю границу. Верхнюю на границу мы не можем найти. В-355 ума хороший спектр и температура его 22 тысячи, логарифм 8,5 достаточно уверенно шлось решение. В-521 фегаса оценки оказались завышены. И какие же возможны источники погрешности при анализе наблюдаемых спектров? Первое – это неправильная нормировка. Здесь мы специально неправильно отнормировали спектр и получили вот такую вот карту распределения среднеквадратичных отклонений. То есть решение не нашла. Нет, 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 не нашел решение. Второе – если мы в диапазон наблюдаем, в наблюдаемый диапазон включим эмиссионные линии. Здесь тоже также искусственно включили вот эти вот эмиссионные линии. Тем самым у нас решение тоже будет неверным. После того, как мы определили параметры атмосфер белых карликов, мы нашли радиус массы белых карликов. С помощью уже найденных температур и логарифма, используя трехпараметрическую сетку, массу радиус температуры из работы панны, где каждая зависимость – это плюс 5000 кельвина, итерационным методом были найдены радиусы и массы белых карликов. После мы определили параметры вторичных компонент. Как именно? Первым делом задавался набор значений отношений масс. Затем вычислялась масса вторичной компоненты и расстояние между компонентами. Вычислялась по остероши вторичные компоненты, затем радиус вторичной компоненты, а альтернативные значения радиуса вторичной компоненты рассчитывали следующим образом. Мы брали зависимость радиуса вторичной компоненты от массы вторичной компоненты и накладывали ее на зависимость радиуса вторичной компоненты, радиус на массу для звезд главной последовательности. То есть это зависимость радиуса массы для звезд главной последовательности, это зависимость радиуса вторичной компоненты и массы вторичной компоненты исследуемых систем. Искомыми значениями являются здесь точки пересечения этих зависимостей. И на данном слайде приведены 8 систем, которые были промоделированы, проанализированы, их оптическое излучение, была найдена эффективная температура, логарифм всего тяжести, массы, радиусы первичных и вторичных компонентов и расстояния между ними. Ну и стоит сказать, что метод рабочий, но есть некоторые ограничения как по температуре, то что если белый карлик достаточно с низкой температурой, то уже здесь будут сложности. Ну и слишком-слишком шумные спектры тоже здесь не пойдут, хотя мы видели, что вот на WSIR там отношение сигнал шума по 80, все-таки метод работы. У меня все, спасибо. Вы начали с того, что сказали, что вспышка кавликовой новой и локализована на поверхности белого карлика, что принципиально не верно. Вы не употребили в своем докладе ни разу слов «аккреционный диск». Как вы отвязываетесь в определении параметров белого карлика от аккреционного диска? Аккреционный диск, вы правильно подметили, я точно не уточнила, потому что при перетекании вещества вторичных компонентов на белый карлик аккреционный диск формируется. Нет, ну мало того, вспышка локализована в нем, а не на поверхности белого карлика. Да, неустойчивость диска. Это дисковая неустойчивость. Это новые звезды у них. Это, да, новые звезды, это термоядерное на поверхности. То есть мне не очень понятно, как вы отвязали. Классический, да. Ну ладно. Спасибо, спасибо за замечание, да. Классический, да. Просит 17-й слайд. Как вы интерпретируете карту распределения, то есть рисунок справа? Как мы вообще его распознаем? Ну вот здесь вот видно, что решения нет. Из-за линии просто закручиваются, но никакой замкнутого контура нет. В этом диапазоне нет. Да, в этом диапазоне нет. Но вот, например, если рассмотреть вот эту систему, то мы видим, что решение система находит, ну хотя это не очень красивая картинка, вот, решение находится, и разброс по температуре сразу по изолине видно, и по логарифму силы тяжести сразу видно. А вот здесь, видите, она бы не замкнутая. Не обназначена. Да, нет, вот в данном диапазоне. Так, еще вопрос, пожалуйста. Если правильно будем, то речь идет о том, что с небольшими инструментами все это определяют, да? Вот наблюдение, наблюдательное. Нет, это на 6-м. Хорошо, тогда вопрос. А химический состав, какой вы брали? Примоделирование, скажем. Учитывая, что есть точное химитрированное поглощение. Нет, 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 химсостав какой? Близкий к солнечному, но с понижением. А вы говорили на белом карлике? Это как, это в моделировании, в моделях использовался. Из работы Андерса и Граверса бралась шкала солнечного содержания химических элементов. То есть химсостав солнечного? Химсостав солнечного? Ну почему на белом карлике должен быть? Потому что падает со спутника. Потому что со спутника падает... Все понятно. Спасибо. На каком слайде? На каком слайде? Это уж очень маленький альбит. А сейчас. А сейчас. А сейчас. Это уж очень маленький альбит. Ага, ага. Правильно. Это уж очень маленький альбит. Сейчас. Да. Это тоже странно. Ну хорошо. Ну она учтет это все. Нам и нужно идти дальше. Так что вы учтите все эти замечания. И поправьте с чем-то. Спасибо. Еще раз. Оживило, да? Да, немножко оживило. Сонная аудитория. Так. Следующий доклад у нас. Молков Олег Юрьевич Ковалева-Авдеева. О применении калибровочных соотношений для звезд главной последности другим классом светильности. 15 минут. Стоп. Подай. 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 Лучше покатай. Спасибо, Иван Михайлович. Здравствуйте, коллеги. Секунду. Это сообщение является в каком-то смысле продолжением того доклада, который делала Саша Ардеева непосредственно Курик-Кофе. И, как верно заметила Людмила Ивановна, все это говорит в подтверждении тезиса Юры Пахомова о том, что мы недостаточно хорошо знаем калибровочное соотношение. Нет, спасибо, недостаточно точно определяем параметры. С запуском ГАИ все стало еще хуже. То, о чем рассказывала Саша, ограничивается звездами главной последовательности. Мы хотели бы использовать звезды других классов светимости хотя бы для того, чтобы в своих попытках, опять-таки, как сказал Юра Пахомов, многочисленных и бесплодных, построить карту межзвездного поглощения, отойти подальше на килопарсеке. А для этого мы должны ответить на вопрос, какие из калибровочных соотношений мы можем использовать, какие из калибровочных соотношений, известных для звезд главной последовательности, мы можем использовать и для других классов светимости, потому что для этих других классов светимости этих калибровочных соотношений нет. И второй связанный вопрос, а как выделить нам звезды главной последовательности, как отделить, точнее говоря, звезды других классов светимости, чтобы применить эти соотношения к ним. Ну вот простой наивный подход. Нет, но есть в системе B-R. Джонсон, она построена достаточно давно, но, как показывают наши недавние исследования, не потеряла своей актуальности, точности. И давайте сделаем простую вещь. На левом графике зависимость B-R, то есть это собственный показатель цвета, от эффективной температуры. Сверхгигант синий, гигант красный, главная последовательность зеленая. А на правом графике я вычел зеленую кривую из остальных двух. Можно предположить, что... Нет здесь, а есть. Что в каких-то областях мы можем рассчитывать на то, что наши отклонения, если мы будем применять эти соотношения для гигантов и сверхгигантов, наши отклонения от истины будут не слишком велики. Количественно это можно выразить вот такими числами. Если мы хотим добиться точности не хуже, чем 0,2 звездной величины, то для таких температур мы можем использовать соотношение для главной последовательности. Для сверхгигантов вот такое, для гигантов вот такое. И если нас устраивает 0,4, то диапазон немножечко расширяется. Можно ли этому доверять и можно ли это использовать? Похоже, что нет. Похоже, что рано. Штука в том, что замена B-R на B-R несколько противозаконна. Вот кривые реакции. Это система Джонсона, тонкие линии B-V-R-I и ГАЯ, B-P и Р-P жирные линии. Здесь надо сравнивать синее с синим и красное с красным. Понятно совершенно, что близко ничего нет. И поэтому вот такой наивный подход не сработает. И нам придется заниматься вычислением синтетических показателей цвета для звезд различных температурных классов. И слэш или сравнивать показатели цвета реальных звезд, которые имеют свою фотометрию и в Джонсоне, и в ГАЯ. Это была первая часть. Теперь вторая часть, ну, немножко, может быть, более оптимистичная. Давайте научимся вырезать главную последовательность пространства атмосферных параметров. Я имею в виду эффективную температуру и ускорение силы тяжести. На левом графике замс и тамс, соответственно, синие и красные кривые. А зеленые – это уже много раз упоминавшиеся сегодня мамашек, некая средняя, если угодно, главная последовательность. То есть можно видеть, что эти кривые, ну, понятно, что с какой-то точностью, с какой-то степенью грубости, можно аппроксимировать некими горизонтальными или квази-горизонтальными линиями вот в этой области, ну, и некими наклонными линиями вот в этой области. Справа те же самые кривые, немножечко другой масштаб. И сюда я добавил несколько сотен гигантов из широко известных наблюдательных атласов, точнее, атласов наблюдательных спектров. И опять-таки можно видеть, что продавляющее большинство гигантов лежат там, где им положено лежать. То есть выше там, но есть звездочки, которые лежат не там, где им положено. И, следовательно, по-видимому, по крайней мере, с точки зрения вот этих теоретических треков, а это треки НИСТ, гигантами не являются. Вот те самые аппроксимации простенькие, которыми мы можем пользоваться, опять-таки, грубо, пытаясь вырезать звезды главной последовательности в области атмосферных параметров для ТАМС и для ЗАМС. И выводы. Мы определили диапазоны эффективной температуры, в которых соотношение собственных показателей цвета B-R для главной последовательности может быть применено гигантам и сверхгигантам, однако требуется введение поправок, а может быть, нам придется расписаться в беспомощности и не использовать эти соотношения, если поправки окажутся слишком большими. Введение поправок за разницу в фотометрических системах Джонсон-Гая. Мы выделили область главной последовательности в пространстве атмосферных параметров. Ну и заодно мы обнаружили, что часть объектов из списка гигантов вот этих библиотек являются на самом деле карликами и субкарликами. Я хочу поблагодарить Юрия Васильевича Пахомова и Эрика Мамажека за советы, организаторам конференции за возможность делать этот доклад и аудиторию за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста? Вопросов нет? Есть, да? Пожалуйста. Подойдите сюда, чтобы слышали все удаленные. Так, в докладе рассматривались в основном цвета, то есть разность звездных личин в двух фильтрах. Но в то же время применялись и трехцветные индексы. Не пробовали здесь что-нибудь такое повернуть? Хорошая мысль, спасибо. Не пробовали, попробуем. Ну и в продолжение этой мысли, конечно, спектральные наблюдения уж наверняка могут различить гиганта от карликов. Просто спектр снимать сложно, но... Да, это дорого, как показал опыт. Фотометрия должна быть, если фотометрия чрезвычайно высокотучной. К сожалению, да, это в массовом порядке не пройдет. С индивидуальным объектом и да. Еще вопросы есть? Нет, спасибо. Вопросы с интермета? Пожалуйста. Так, скажите, пожалуйста. Вот гиганты, и шлях гиганты, они не стационарные объекты. А почему вы пытаетесь применять все законы, которые уже для стационарных объектов? Что вам это дать? Вопрос понятен? Начало вопроса, пожалуйста, повторите. Гиганты и шлях гиганты, они не стационарные объекты. Сечения веществ, зодоветы и так далее, и так далее, может быть, и сечения веществ и так далее. Да, понял вопрос. Я понял вопрос, спасибо. Переменение, почему вы хотели применять все законы, которые вы относите только главные последствия? Знаете, спасибо за замечание. Пожалуй, вы правы вот в каком смысле. Вероятно, те части, те гигантов и сверхгигантов, ну гигантов, прежде всего, которые мы рассматривали из библиотек, вероятно, действительно, это переменные объекты, которые их утащили не туда, куда следует. Но в большинстве своем это объекты постоянного блеска, мы их рассматриваем именно так. Постоянного блеска, спасибо. Спасибо, спасибо. Еще раз поблагодарим. Следующий доклад, этот включительный, Наташа, потом у нас будет приглашен доклад Бориса Михайловича, обзорный. Галазуддинов, Инзур Анварович. Газинур Анварович. Газинур Анварович, извините. И еще группа авторов, я не буду, потому что есть иностранцы, не буду их перечислять. Межзвездный Титан как индикатор расстояния в галактике. 15 минут. Хорошо, я за 3 минуты предусмотрю. Добрый вечер. Мой доклад будет простой, все уже устали. Надеюсь, будет интересно. Ну и спасибо организаторам, что дали мне возможность выступить, потому что немножко все-таки не по теме, наверное. Межзвездный Титан. Ну я немножко сбоку зайду. Это вот таблица, где мы можем увидеть, ну, пишу колонки, название звезды, спектральный класс, покраснение и Г3, Г2, Г1. Это вот даты релиза ГАИ. ГАИ даты релиза 1, ГАИ даты релиза 2. Ну вот сейчас 3, про которые все говорили. То есть часть доклада я буду немножко камни кидать в ГАИ. Вот. Значит, дальше Гепархос тоже. И дальше идет расстояние по спектральному классу, спектральный параллакс. Это все в килопарсеках. Вот. Эта таблица содержит звезды, которые, ну, как уже с темы доклада понятно, что мы по межзвездному Титану построили линеечку для определения расстояний. Это так называемые аутлайеры, то есть звезды, которые выскочили. Естественно, наша калибровка основана, хоть мы в ГАИ кидаем камни, но все равно на ней. Мы же как бы привязаться к чему-то должны. Вот. Ну вот эти аутлайеры, почему не аутлайеры, почему не убежали? Сами вот посмотрите, как меняется расстояние даже внутри самой ГАИ с временем. Вот какой будет дат-релиз 4, вот неизвестно. Поэтому как бы вот эта таблица, когда мы первую версию статьи пытались опубликовать, нам сказали. Ответ был такой. Вообще отказали даже рассматривать, что мы попали на какого-то свято верующего превосходства ГАИ вообще в астрофизике. В пост ГАИ-эру такие статьи не нужны. Вот так нам было сказано. Вот. Ну ладно. Это не вся таблица. В самом конце я покажу уже с расстояниями, которые по Титану и по межзвездной среде. Значит, ну как бы вот из этой таблицы уже можно понять, что все-таки не все так хорошо, и с ГАИ в том числе. Более того, в первой же версии, почему нас еще выпинули, потому что мы просто по простите душевной брали прямо, ну сайт ГАИ есть, там заходишь, имя звезды, выходит тебе параллакс, преобразуешь в расстояние. А так нельзя. Нужно брать модели. И вот, значит, вот ГАИ дат релиз, это то, что как бы они выдают на гора. Но так нельзя. Нужно брать вот, например, Байер Джонс. Вот. Ну, как сказал Райкин, если я на ту пуговицу застегну, будет еще хуже. Мы взяли Байер Джонс, ничего не изменилось, лучше не стало. Вот. Ну, поехали дальше. Значит, вот один из просто примеров из этой таблицы. Просто хочу заострить внимание. Смотрите, расстояние по ГАИ дат релиз 1, 2, 3. Как оно скачет? С Гепархосом более-менее сочетается, кстати, дат релиз 1. Еще раз подчеркну, у нас все звезды горячие. Ну, чтобы можно было межзвездную линию-то вытащить из спектра. Поэтому там обычно достаточно сложные спектры. И вот спектральный класс определить не всегда можно уверенно. Но это довольно простая звезда. Вот это ХД-73882. Поэтому вот спектральный параллакс, который показан 1 килопарсек, ему можно верить. Естественно. Я же межзвездник. Ну, ладно. Короче, вот спектральному параллаксу можно верить. А вот всем этим параллаксам нет. Значит, ну, напрашивается. Нужен какой-то независимый метод. Независимый метод был предложен еще вот в таком лохматом в 1928 году товарищем Струве. Он тогда еще отметил, что, например, беззвездный кальций может хорошо использоваться для определения расстояний. Ну, никаких особо уравнений он не привел. Это были просто рассуждения. Достаточно справедливые, как выяснилось позже. Вот. Потом Билл-Си-Оке в 1953 году предложили по натрию определять расстояние. Вот тут есть уравнение внизу. Эквалентную ширину только в километр в секунду нужно вставлять. И вот получается, значит, расстояние парсек, как у него. Ну, я сразу отмечу. Мы, конечно, проверяли, как согласуется расстояние с разными звездными компонентами. Титан плохой компонент. Натрий – это плохой измеритель. Он недостаточно равномерно распределен в плоскости галактики. Вот. И в 2005 году нашей группы была опубликована работа калибровка расстояния в плоскости галактики. Ну, там есть всякие, конечно, ограничения. Работает только в плоскости. Ну, как? Толстый диск. Нормально. Вот. Потом… Ну, сейчас я скажу еще, какие ограничения. Вот, значит, видно по картинке параллакс в одной тысячи секунды. И, значит, эквивалентная ширина линии H. Кальция H. Не звездного, естественно. Когда я говорю «хорошее», что означает «хорошее»? Вот рядом показаны, как выглядит связь расстояния, например, с не звездным калием. Вот K – это вот этот график. Мышку видно, да? Вот. Как это выглядит, например, с молекулой CH. Ну, CH вообще вот такие клампы собирается. Вот. И как это выглядит с пылью, что самое интересное. Вот. Ну, с пылью вообще корреляции особо и нет. Вот. И было предложено вот такое уравнение, по которому просто вставляете в миллионгстремах эквивалентную ширину вашего кальция межзвездного и получаете расстояние. Точность, ну, плюс-минус 30%. Ну, так мы обещаем. Вот. Значит, в 2009-м это все было уточнено, потому что мы обнаружили, что, хотя, конечно, межзвездный кальций, он достаточно мощный. После натрия это, наверное, второй по мощности линия в оптической области. Вот. Но из-за того, что он размазан, из-за того, что он действительно хорошо распределен в плоскости галактики, вот эти компоненты, которые мы ловим с расстоянием, они все смещаются в сторону. И как бы вот эффект насыщения не такой страшный. Вот. Ну, и там две линии мы используем. И H, и K, обе. А эффект насыщения – это вот, видите, ограничение мы определили, что это соотношение должно быть больше, чем 1,3, чтобы избежать вот этого насыщения. Иначе ошибки начинают расти. И вот здесь на правом графике показано, что изменилось с нашей калибровкой 2005 года и 2009. Ну, для больших расстояний, ну, как больших, ну, там до 5 килопросек примерно это работает. До 4 хорошо. Вот. Чем дальше, тем, значит, разница больше. В общем, эта шкала даже в Симбаде присутствует, кстати. Вот, когда вы смотрите звезду, там, ну, горячие, естественно, звезды, там всегда есть, если определялось, что расстояние по нашему методу определено таким-то образом. Ну, и после всего этого мы насчет Титана разговоры давно велись. А, кстати, вот забыл сказать, уравнение последнее, которое можно использовать для определения расстояния по межзвездному кальцию. Вот, Титан. Титан, к сожалению, находится, вот, как вы видите, довольно-таки в ультрафиолетовой области. И в нашем северном полушарии не особо разгонишься вот в этом диапазоне. Поэтому все наши данные были нами получены в Чили. Это Увес и Майк. Вот. Если посмотреть на распределение вот этой звезды, которые использовались для нашей калибровки, 250 с чем-то, я уже сейчас не помню точно. Вот, галактические координаты. Здесь показаны самые дальние объекты, которые мы использовали. Ну, по цветам понятно. Вот, обратите внимание, есть галактические широтные достаточно объекты, но из-за того, что они близкие, ну, по цвету видно, что она белая, они все равно в диске находятся, и там все работает. Они не являются аутлайерами, вот эти вот, которые даже на высокой широте находятся. Ну, на низкой в данном случае. Вот, значит, ну, можно просто для интереса посмотреть, как титан работает с кальцием. По идее, они оба хорошо показывают состояние, но титан лучше. Почему он лучше? Там есть две вещи. Во-первых, он свободен от насыщения. Это все-таки слабая линия, это не кальций. Во-вторых, достаточно одного измерения. То есть ошибка одного измерения у вас входит в ошибку всей калибровки. А в случае кальция входят две линии, поэтому ошибка выше, естественно. Потом, если вот посмотреть, видите, вот такой кламп есть, эквалина ширина. Не совсем понятно, что это. Ну, надо больше статистики. Все-таки 250 звезд – это не то, чтобы можно было сказать о причинах вот этого клампа. Вот, у титана калибровка дает более высокую калибровиацию. Ну, почти 0,9, а тут 0,8. То есть, ну, титан реально лучше. Вот, кроме этого, для того, чтобы убедиться, что мы все правильно меряем, померили еще одну линию межзвездного, 3241, еще более синяя. Согласование хорошее, но спектры всегда очень высокого качества. Мы не работаем с плохими спектрами. То есть, там, ну, 500, пиксигнал шума – это, как правило, на то и выше. Вот, еще одна сторона, какая плохая, у межзвездного калия. Буду ругать свои же результаты. Кальция, что они оба часто попадают, особенно для холодных б-звезд, попадают вот в звездные линии. И не всегда можно вытащить. Ну, вот, хороший пример. Как тут померить эквалидную шину корректно? Очень тяжело. А титанчик, вот он, пожалуйста, чистенький. Измеря не хочу. Так. Так, еще одно сравнение кальция-2 линейка с титаном. Корреляция 0,87. Там было 0,9. Это, видимо, проскочил слайд на этапах разной работы. Ну вот, значит, по ошибкам. Значит, мы гарантируем, что вот по нашим звездам средняя ошибка измерения не превышает 30% для большей части. Ну вот, на левом графике показано для большей части наших объектов. Есть, конечно, аутлайеры, у которых, например, вот мы обнаружили, что есть некоторые звезды, у которых аномально сильный титан. Вот. Но это еще предмет, наверное, будущей статьи. У нас уже есть соображение, почему это. В этих же звездах, например, аномально сильные, так называемые, узкие дибы. То есть там что-то, какая-то кухня особенная возле этих звезд есть. Вот. Это нужно смотреть. Ну и еще один камень в Гае я уже брошу в конце. Вот он лежит. Видите, здесь сравнение данных по нашим объектам для DR2 и DR3. Ну это же ужас. Вот на правом графике. Вот. Ну, дата релиз 2, дата релиз 3. Значит, и еще один момент. Тут упоминался в одном из докладов. Эффективная температура по данным Гае. Ну, я не знаю, наверное, они хороши для звезд солнечного типа. Но для горячих звезд, с которыми мы работаем, там полная чушь просто. Берешь горячую звезду, там температура 5500. Ну что это такое? Да, да, да. Просто чушь. Ну вот, да, это, кстати, по-моему, последний слайд. Здесь дополнены вот эти самые первые таблицы, которые я показывал. Расстояние по межзвездному кальцию, по межзвездному титану. Естественно, они хорошо согласуются. И вот, и та самая звездочка 73882. Мы уже как бы точно знаем, что она в килопарсеке находится. Ну, никак не полкилопарсека, да. Спасибо за внимание. Можно вопрос задать? Анатолий Михайлович. Куда смотреть? Вопрос, пожалуйста. Владислав Шиманский. Газинур, вот скажите, скажите, пожалуйста. Во-первых, ведь там у вас эквивалентные ширины 200-300 миллион экстрем. Эта, скорее всего, линия уже попадает на участки насыщения. То есть там разве можно ее линейной зависимостью так вот описывать, как у вас это сделано? Можно. Еще и получим простяну. И второй вопрос. Ведь, скорее всего, у части звезд, они не лежат. Подожди, Слава, дай мне ответить. Во-первых, 200-300 это для кальция. Поэтому мы и говорим, что там есть насыщение. Да, у Титана, я не помню такой эквивалентной ширины. Там нету 95. Вот насколько я помню, вот 90 миллион экстрем может быть. Конечно, эффект насыщения на самом деле в межзвездных линиях начинается с 10 миллион экстрем. Он уже чувствуется. Ну, когда высокие точности нужны. А с Титаном вообще такой проблемы нет. Там график линейный, обратите внимание. Если мы смотрим график для кальция, он нелинейный. И поэтому такая сложная кривая. А для Титана, кстати, я забыл сказать главный результат. Чтобы получить расстояние по Титану, нужно эквивалентную ширину линии Титана умножить на 30. Все. И как в парсеках? В парсеках, да. Самое главное. Да. 30 умножить на миллион экстрем. Вот. И еще второй вопрос. Там ведь часто бывает, что облака лежат на луче заиния между звездой и наблюдателем. Мы часто видим эти линии, видим нескольких бленд из нескольких таких отдельных линий. Что говорит о сильной дискретизации вещества. В этом суть метода. Что эти облака лежат достаточно равномерно. Это касается именно кальция и Титана. А вот для других элементов это не так. Они более... Конечно, они не вот прямо равномерно лежат. Но просто они достаточно равномерны. Так что вот эта калибровка, она же работает. Хорошо, спасибо. Ну, это уже, так сказать, находится за областью. Так, коллеги, решите мне предоставить слово академику Академии наук Татарстана, Бекмаеву Инстану, который недавно избран в Академике. Давайте ее поздравим. Казань со всех сторон, да. Газино Ранварович, скажите, а по какой версии Гая вы калибровали Титан? ДР-3. По последней? Да, по последней, да. Ну, а ругаете вы какую версию? Я все версии ругаю. Нет, у вас отличие одного расстояния от другого. Одной версии от другой. Ну да, нет. Ну, так я и показываю, что... Я даже в статье написал, говорю, давайте подождем ДР-4, может еще что-то изменится сильно. Вот, естественно, я по ДР-3, как потребовали рецензенты, вот... Разброс-то у вас идет ДР-3 относительно ДР-2? Да, да. Ну, то есть какой-то. Ну, я же не могу сказать по какой причине. Я в эти модели глубоко не копал этого Байера. Ну, группу Байера. Пожалуйста. Да, да. Сюда. Спасибо за доклад. У меня такой наивный вопрос. Все вот ваши звезды, которые вы здесь рассматриваете, это ранние звезды ранних спектральных классов, массивные, с огромным звездным ветром. Вот эффекты звездного ветра, когда он распространяется в межзвездной среде, формируются там разного рода оболочки и так далее, они систематически будут вам давать, так сказать, поправку к эквивалентным ширинам вот этих межзвездных линий, о которых вы говорите. Ну, сами посмотрите. Вот эти, например, потенциал возбуждения линии Титана-2, вот этой 33-82 или 83, уж не помню точно, у нее примерно такой же, как у водорода. Какой ветер. Она достаточно далеко образуется от звезды. Если он там долбанет, там Титана-2 вообще не останется никакого. Еще вопросы? Пожалуйста, сюда. Вот нас Дана Ковалева научила, что обязательно все данные Гая надо проверять астрометрическое решение. Качественное оно или некачественное. Если звезды выпадают, то больше половины случаев оказывается, что решение-то некачественное. Вот эти звезды, по которым вы пытались калиброваться, как они с точки зрения качественных, которые вылетали, качественное ли их решение в Гае? Я это не проверял. Надо проверить. Надо проверить. Надо проверить. При вас вопрос, пожалуйста. Таблица опубликована будет. Статью приняли в печать, билетни САО. Можете взять и проверять. Каждую звезды. Да. Кремлентария. Это не вопрос. На самом деле, это фактически. Это прекрасная работа. Это новый. Его есть одна. У нас в России очень сложно. Ну да, да, да. Вот у меня было, да. Поэтому, для северного неба, если бы сделать ультрафиолетовый спектрограф, это бомба будет. Просто бомба. Он немножко фанерный. Ясно. Ясно. Есть еще вопросы? Может, поблагодарим? Благодарим. Ну, коллеги, мы идем ноздрян в ноздрю, можно сказать. И я предлагаю Борису Михайловичу Шустову целый час для выступления. Пожалуйста, Борис Михайлович. До 19.00. Я за пять минут предупрежу. Уменьшить поток. Сейчас бьет солнце оттуда. Я уже смотрю. Вот попробуйте сейчас чем-то прикрыть, зашторить, потому что бьет прям глаз. Пауэрпоинь. Ну, конечно. Там все-таки некоторые картинки требуют контрастности. Она сейчас... Я вообще уже несколько раз... У нас темная неба, конечно, это не контрастно. Да, да. Какое там темное небо, когда он приел? Гаишу я несколько раз желал такого... Ну, удачи административной, чтобы выбить средства на нормальный экран. Ну, серьезно. Ну, надо панель уже ставить. Ну, средства. Ну, как... Ох, какой богатый. Ну, конечно. Это все-таки, я думаю, дороже. Миллионы стоит. Хороший экран. Да, коллеги. Коллеги, друзья, здравствуйте. Эту лекцию я вообще подготовил несколько месяцев назад для школы лекторов-планетариев. Она состоялась в Кирове. Некоторые из присутствующих коллег на ней были. И... Ну, она, конечно, популярная с некоторыми такими нырками в профессиональные стороны. Если понадобится вам поглубже вот в эту сторону нырнуть, мы всегда готовы, открыты к обсуждению. С точки зрения нормальных, мы говорим, обычных людей, астрономы, как, впрочем, и другие ученые, они чудики. Даже, может быть, немножко не того или даже сильно не того. И это действительно так. Все, кто пришел в астрономию, что-то их подтолкнуло. Ведь астрономия начинается со слова «звезда», правильно? Что-то, что подтолкнуло? Это, с моей точки зрения, гипотеза рабочая – это звезды. То есть когда-то в детстве, может быть, не в раннем, а попозже, вы когда-то столкнулись со звездами. На небе, скорее всего. Может быть, не на небе. Может быть, в фантастической литературе еще где-то что-то подтолкнуло. Ведь это же есть. Вот такое. Ну, я думаю, что поэтому тема «Темное и спокойное небо», она, конечно же, относится к звездам. Так, почему у меня не перескакивает по стрелке? Хорошо, так и будем. Вот я кликаю. Ну, давайте мы самые такие простые. Вот расхожее выражение, оно нагрело скоменную каждому из вас, потому что оно все время повторяется. Это кантовское изречение, не слишком, может быть, понятное как-то, но оно что-то вот такое в себе несет. И этот странный человек Кант, да, вот такое вот изречение издал, и оно повторяется, надо-не надо. Ну, чтобы какой-то смысл его вот для себя, я взял просто, посмотрел, кто как ее интерпретирует. Мне больше всего понравилось вот из этой работы, из журнала «Философско-контропологические и культурные смыслы феномена звездной имени», из журнала «Современная проблема науки и образования», «Закон во мне – это интроспективная проекция звездного неба. Нравственный космос в душе возможен потому, что есть космос звездный». Ну, да, ну, а тем не менее, мы никуда не убежим. Вот будешь постарше, посидеешь весь до конца, да, смоё, вот ты тоже будешь немножко философом. Но о чем речь, собственно? В последнее время эта проблема темного неба стала очень и очень актуальной, буквально за 2-3 года. То есть сейчас проблема вышла на уровень Организации Соединенных Наций и обсуждается на трибуне либо научно-технического подкомитета, либо юридического подкомитета, либо даже просто на Комитете по мирному использованию космоса. Она актуальна стала. В чем проблема? Значит, мы живем во все более технологичном мире, и этот технологичный мир, как всегда, за все платит. Мы платим за развитие технологий, потерей чего-то, иногда важного. И вот здесь как раз вот есть подозрение, что мы можем терять что-то очень важное для нас, как для Homo sapiens. Ну, с технической стороны эту проблему делят на три составляющие. Это искусственное освещение ночного неба, красивое сокращение ALAN, по-английски звучит так. Это оптические инфракрасные следы спутников, находящихся на низкой околоземной орбите. Ну и передача радиосигналов наземными космическими излучателями, излучателями особенно со спутников тоже на низкой орбите. Это техническое. Вот иллюстрация того, какое внимание примерно с 19-го, 20-го года выросла к этой проблеме. И до этого существовала рабочая группа в Международном истраническом союзе по проблеме темного неба. Ну, она была так, в основном по сохранению тех мест, где находятся обсерватории. Но вот сейчас, вот видите, эти книги, они открыты, они доступны для скачивания, очень интересны, там много массы полезной информации. И регулярно проводятся научно-технические конференции более мелкого масштаба. Вот последняя проходила месяц назад, тоже на площадке ООН. И можно было подключиться, посмотреть, как все это развивается. Создан в Международном истраническом союзе, если вы зайдете на сайт, создана структура. Вот он называется «Центр по защите темного и чистого, ну или спокойного неба от воздействия спутниковых группировок». В этом центре работает несколько человек. Руководитель Пьер Бенгенути. И группа занимается разными инструментами. Ну, во-первых, пытается разработать или собрать программы, которые позволяют защищать наблюдателей от влияния темного неба. Ну как, ну фильтры всякие там и так далее. Вот пассивная такая защита, может, постобработка. Это есть. Занимается политикой, занимается контактами с компаниями, производящими спутники, например. И даже есть успех. Я в конце скажу, какие там примеры есть. Здесь будет, Центр будет рассматривать, он уже рассматривает, работает, и уже, в общем, я говорю, уже успехи даже есть. Посмотрим на нашу Землю из космоса. Ну, понятно, что это составная карта. Есть спутники, которые постоянно мониторят освещенность. И вот если ее составить, за один момент, конечно, такую нельзя сделать, но вот составить, она вот такая получается. Значит, у меня здесь, хотя лекция популярная, но все ссылки указаны. Они, как в моих презентациях, даны зеленым курсивом. Ну, типично. То есть, если потом понадобится посмотреть и использовать в лекциях, то ради бога, презентация доступна для использования в ваших популярных лекциях или где-то там еще. Вот так. Значит, вот видите, да, здесь очень хорошо отражается степень индустриального развития регионов. Ну, вы видите, вот Япония, здесь, к сожалению, Корея очень маленькая, но там это 39-я параллель, просто как ножом обрезана, видно, южная светится, северная нет. Мы видим здесь дыры, вот у нас Сибирь темная, ну, понятно, здесь населения нет. Сельва, вот это амазонская сельва темная. Африка, ну, развитая только вот по побережьям. В Австралии это пустыня, ну, все понятно, то есть можно сразу какую-то карту и развитие цивилизационного, индустриального, вернее, составить. Так, извините, я скакнул, не туда. Есть онлайн инструмент, где вы можете просто посмотреть, сейчас уже более профессиональные, а сколько, какова засветка вот вашего темного неба. Я сделал три здесь точки, одна из них это Иносан, прямо в Москве, и вот в Москве в Иносан средняя засветка зенитного, зенитно-яркость неба, здесь написано 17-я звездная величина в угловой квадратной секунде. Стандартная, мы всегда с квадратной секунды меряем. Взял из Кирова, поскольку я в Кирове участвовал, и кроме того, я родился в Кировской области, ну, уж так заодно. И Черное море, вот мы видим Черное море, где нет близко ни городов, ничего, это также в океан можно ткнуть, это 22-я звездная величина, то есть темное небо, вот где нет цивилизации, это 22-я величина. Это наземное, чтобы сразу можно было понимать, что это наземные оценки, вот типичная оценка. А из чего состоит все-таки естественный фон неба? Несколько составляющих. Это, конечно, свечение атмосферы, оно, как правило, в линиях, там есть полосы и так далее, и оно составляет примерно 50% вот от всего, от фона. Зодиакальный свет, мы посмотрим эту картинку с зодиакальным светом, я напомню, что это такое. Астрономы знают, простые люди не очень. Ну, те, кто живет в южных широтах, там зодиакальный свет иногда виден, там знают, а так нет. Звездный свет, ну, понятно, звезды рассеянные, ну, как рассеянные, если размазать весь звездный свет по фону, вот примерно такой. Диффузный галактический свет и внегалактический фон. Вот такие составляющие. Значит, если мы выйдем за атмосферу, мы вот отрежем вот эту самую составляющую. Спектр ночного неба, ну, я только что сказал, что это в основном линейчатый спектр, и вот здесь спектр снят в расположении телескопа Элими Гершеля на Канарских островах, это на Ла Пальме находится телескоп, и видно, что, ну, здесь есть несколько линий техногенных, маленькие линии, это ртутные лампы, тут еще натриевые тоже вмешиваются, но они такие низенькие, мы их не видим даже, почти вот здесь вот кусочек ртутной линии, здесь тоже. А в основном это, конечно, засветка природная, которой никогда и никуда одеться нельзя, если вы находитесь на земле. Взял картинку из более близко нам, более профессиональную картинку из САО. Это работа из кандидатской диссертации Коткова, которая защищалась здесь, в Гаише, Гаишевский человек, в 2014 году, руководитель Ольга Сильченко, Ольга Касьяновна Сильченко. Ну вот здесь видно, как полосы, мощные полосы вот эти самые атмосферные прорезают спектр. Ну и показаны части спектра. Сегодня мы же картинку такую показывали, которая используется, часть спектра, краевые используются для определения свечения ночного неба, чтобы его вычитать. Вот, пожалуйста, эти картиночки здесь есть. Зодиакальный свет. Это панорама, я взял ее, она просто красивая, взял из статьи Бялко в журнале «Природа» за 20-й год. Ну, можно в интернете найти такие картинки, и в Астралии делается, и все, вот это южные. Понятно, что высокий угол зодиакального света, он же в плоскости эклиптика, этот диск пылевой находится, значит, где-то южные широты. Вот такая красивая картинка. Возможно, зодиакальный свет, ну, явление известно для астрономов, но до сих пор, как ни странно, плохо изученное. Там по разным причинам. Один из, виноват, один из исследователей зодиакального света был Брайан Мэй. Те, кто любит творчество группы Квинн, знают, что Брайан Мэй один из основателей, это гитарист, вокалист группы Мэй, такой высокий, длинный, странный человек, который играет пятипенсовой монетой до сих пор на гитаре, монеты уже не выпускаются с 70-го года. Он специальный заказ сделал в монетный двор, чтобы у него эти медиаторы были. Ну, интересный человек, у него своеобразные взгляды, интересные, ну, вот мы его сейчас давайте попробуем, я здесь в перерыве попробовал, оказывается, все идет нормально. Вот он написал, сам играет, голос хороший. А вот здесь, чтобы понятно было, что он поет, я перевод привел внизу. Есть. Брайан Мэй в 70-м году основал «Квинн» вместе с Креди Меркьюри и другими коллегами, но он был уже тогда студентом, помешанным на физике и увлеченным астрономией. И когда, значит, группа «Квинн» закончила в конце 90-х годов свое существование, вот так она появилась уже, он Брайан Мэй сейчас ведет группу, называется «Квинн плюс», но это уже не то, а вот основная закончена. Значит, он вспомнил, и его друг Патрик Мур сказал, ну, ты же занимался зеокальным светом, у тебя столько там наработано, давай-ка защищаться. И в 2007 году он защитился. Кто не защитился, вот смотрите, что значит настрой и добрый совет хорошего друга, руководителя. Ну, вот если мы выйдем за атмосферу, мы никуда тоже не денемся от фона, и вот этот самый зодиакальный свет, это уже с космических аппаратов сделано, дает вам примерно такую картину. Конечно, чем ближе к Солнцу, тем плотнее, во-первых, облако, и, естественно, поток больше вот этой засветки. Здесь указан уже квадратный, тот же поток с квадратной секунды. Ну, и понятно, что для космических экспериментов, мы в частности тоже для своего проекта используем вот эти данные для того, чтобы понимать, ну, например, как наши гиды позволят, если будет большой паразитный свет, то мы не можем по слабым звездам ориентироваться и так далее. Ну, чисто прикладной, конечно, вещь. Вот он такой, вот это самое. Рост засветки в Европе показан здесь, ну, вот с годами. Тут чуть-чуть разные шкалы, но суть понятна, что 71-й год, 98-й. Что это такое? Вот эти цвета означают отношение искусственного дополнительного освещения к естественному. Чем краснее, тем, значит, больше. И, ну, в общем, понятно, что такие страны, как Италия, там, населенные, развитые, скоро там ночное небо будет, в смысле, звездное небо будет в диковинку. Ну, чтобы вот совсем уж популярное, то сколько звезд вы можете увидеть, скажем, ну, это европейская карта, Москва тоже самая будет, конечно. И вы видите, что, как вот покрашены, вот, скажем, эти все эти Бенилюк, страны, которые дико населены, развитые, вы увидите, там несколько штук, ну, никак не более 200, вот в этих странах. Ну, и так далее. Там, где области малонаселенные, вот, горная Норвегия, например, и все, ну, здесь уже там, скажем, пару тысяч. Вот такая картина. Это только вот здесь, этот регион. Этот регион, я просто показываю, что индустриализация, она приводит к тому, что мы теряем, а вообще, понятие ночного неба. Я спрашивал, вот как раз спрашивал у лекторов, кто из них там по-настоящему ночное небо видел, вот когда последний раз. Не так уж это и часто, только за городом или там где-то, когда отдыхали. В Москве-то мы небо практически, ну, тем не менее, тем не менее, я говорю про... Вот оно, вот проблема. Поэтому, а он и занялся, раз у Коли хуже на даче, то влияет и на флору, и на фауну, вот эта вся засветка, естественно, ну, потому что, ну, человек жил в каких-то условиях, сформировался в Солгомо-Сапиенс, а тут резко начала изменяться ситуация, она очень быстро меняется, и просто биологические все эти механизмы приспособления, адаптации, они не успевают. Но, тем не менее, значит, вот эта технологическая радость от того, что мы такие мощные, такие развитые, она в определенные годы приводила к проектам, например, давайте мы засветим там Арктику, там и так далее, и так далее, отражение солнечных лучей от небесного зеркала запущенного, здесь эксперимент, это вот проект знамя, это отечественный эксперимент, довольно большие площади, зеркальные, это, по крайней мере, эксперимент показал, что это возможно все, ну, и у нас были за рубежом, вот такие вот, здесь показан этот проект, ну, там, слава богу, какой-то был сбой, и все-таки отказались от такой засветки, но они были, вы можете в литературе посмотреть, важен даже не только сам свет, сама освещенность, но и спектральный состав, вот, оказывается, эти дешевые LED, ну, вот эти лампы, у них мощная синяя составляющая, то есть, он как выглядит, как белый, может подкрашивая, на самом деле, ну, синяя составляющая мощная, вот характерный спектр, я взял просто с фирмы, которая выпускает, по-моему, японская фирма, которая выпускает эти лампы светодиодные, и вот его спектр, видите, торчит, это синий составляющий, ну, а мы знаем, что синие, ну, коротковолновое излучение, биологически, гораздо более активное, чем более длинноволновое, оно более энергетичное, вот Грин, например, написал, синий свет подавляет выработку мелатонина, наша система сбалансирована так, чтобы подавлять выработку в течение дня, позволяя при этом вырабатывать ее в темные часы ночи, поскольку мелатонин может играть определенную роль в подавлении раковых опухолей, синий свет ночью может способствовать увеличению рака для здоровья, ну, даже вот такие, я тут просто цитирую, как есть, и на правой картинке, там видно, предполагаемый рост мощности вот этих самых излучателей, картинка просто, какие рекомендации, ну, для всех, то есть не использовать свет, когда там не нужно, для обсерватории, ну, и не только для обсерватории, блокировать свет, ну, направлять его, скажем, на те участки, которые нужно освещать, не засвечивать все вокруг, ну, это так, это рекомендации, которые вот в книге 3, я показывал вам 4 книги, в 3 они там написаны, там, по желанию, ну, и так далее, и так далее, значит, это все вроде непонятные, теперь к астрономам придем, понятно, что у астрономов это особую заботу вызывает, засветка, Международно-астрономический союз установил некий порог, он 10% от естественного фона, помним 22 величина, естественный фон, значит, и если превышает этот порог 10% загрязнения, то есть искусственного от естественного, то нужно уже беспокоиться, вот такой есть, во многих местах этот порог уже перееден и преодолен, и, в общем-то, ну, я бы сказал, что в хорошем состоянии, в хороших местах обсерватории уже осталось, наверное, даже меньше половины, ну, если все считать. Это типичная картинка, как, здесь просто, наверное, вы не увидите шары цветовые, да нет, что-то там видно такое, это, сколько искусственного света, сколько естественно, обсерватории имеется такая средняя обсерватория, средне-широтная обсерватория в США, и, ну, они средние, это Лас-Вегас, для них средние, светит, вот Лас-Вегас, он все засвещает, тут, конечно, уже дикие потоки, 14-й звездная величина, там, и так далее, в этом регионе, вот, вот все вот это, это примерно, вот, если вы на, в САО находитесь, у вас тоже есть такой региончик, там, который подсвечивает, кто вас так подсвечивает, посильнее всего, наверное, Черкес, ближайший, да, ну, может быть, не как, ну, может, не как Лас-Вегас, но тоже будь здоров, как говорится, да, мы еще упомянем это, да, сейчас наши коллеги в САО там борются с тем, чтобы в районе Кордоникского не построили аэропорт, тогда будет не только свет, а там и радио, и все, но, там все будет, если так, ну ладно, здесь пару слайдов, ученые, ну, РАМ, потому что мне это, я в этом участвовал, это ближе, РАМ в борьбе за темное небо, ну, естественно, что астрономы все время пишут, ходят, иногда встречаются, я сам встречался с руководством Московской области, чтобы Звенигровской обсерватории хоть как-то защистили от света, а нифига подобного, там газовики, у них огромные деньги, и поэтому, и все, все, все это, в общем, так и получилось, но, тем не менее, бороться нужно, это вот было письмо Сергеева, где объяснялась там суть, и это было написано в правительство, что это необходимо делать, а самое свежее, это вообще вот письмо от 20 июня, это уже вот новый президент подписал, ну, и вывод такой, там длинное письмо на трех страницах, Российская Академия Наук считает вопрос, законодательное закрепление зон защищенных, для ночных обсерваторий, критически важным для продолжениях эффективной работы по фундаментальным прикладным исследованиям в интересах Российской Федерации, науки в целом, ну, в общем, активность продолжается, в прошлом году, неожиданно, осенью, нас вдруг собрала прокуратура, оказывается, это вот по письму из Крау, и тогда, в конце года, да, и тогда, значит, вот руководителей ГАИШ, там еще Белинский, по-моему, был с вами, конечно же, Валерий был там, ну, в общем, собрались, прокуратура, разбиралась, ну, как это, немножко странное было седание, но внимание было привлечено, активность какая-то началась, сейчас уже мы на основании этих разговоров, этих документов, уже предпринимаем, по крайней мере, вот такие шаги, какие возможны, у нас, значит, эту работу сейчас координирует, и обращаться можно и нужно, это Келине Юрьевне Кильпио, в отделение физнаук, и вот как раз, она мне, собственно, это письмо и прислала, копию, чтобы, ага, ну, вот, я говорю, что здесь все учены, но я просто зран говорю, просто потому что, ну, вот про мегасозвездия, запуск мегасозвездий, это особая тема, напомним, те факторы, о которых мы говорили, это искусственная засветка неба, ладно, это вот следы спутников, ну, и дальше, проблема темного и спокойного неба для астрономов обостряется, и в прошлом году я даже решил, чтобы для астрономов, а больше даже для власть придержащих, написать некий документ, и вот выпустил в астрономическом журнале статью как раз о влиянии спутниковых мегазозвездий на астрономические и другие наблюдения. Мы можем сказать, что тема не только для астрономов важна, потому что есть эти обсерватории, обсерватории есть, например, геомагнитные, и там та же проблема, но радио это тоже астрономическая обсерватория, есть сейсмическая обсерватория, и вот везде влезают, невзирая на то, что это нужно сохранять, такие вот области, где и для изучения, везде влезают коммерсанты, и так далее, и так далее, поскольку настоящих документов, регламентирующих, защитные действия нет, то есть ссылаются там на 45-й год или еще на что-то, когда-то, где-то кому-то удается, большинству нет, не удается, но вот поэтому нацелено на то, чтобы создать законодательную базу для того, чтобы вообще защитить. Не так уж много мест, где обсерватории у нас расположены, и не все они там, уж такие прямо с точки зрения промышленности необходимые, вот эти территории. Ну вот это вот, так вот здесь мы уже к другой проблеме перешли, это к мегасозвездиям, значит, рост очень быстрый, вот сейчас эта таблица уже устарела, сейчас уже 7 тысяч активных спутников, 7,5 тысяч на орбите находятся, если раньше это считалось сотнями, ну скажем, 2000 год, ну вот видите, тут примерно 700 аппаратов, то сейчас активных спутников уже много, и неактивного мусора, и еще больше, что называется, но активные спутники, особенно, для нас опасны тем, что они почти все летают на низких орбитах. Вот планы, планы, это не полный список, планы развития спутниковых мегагруппировок, это спутники для обеспечения по всему земному шару, глобальной интернет-связи, чтобы человек не смотрел где-нибудь, находясь в хорошем небе, где хорошее звездное небо, не смотрел на это звездное небо, а пялился в свой гаджет. Вот, пожалуйста, будет вот такое. Это означает, это к концу 30-го года по оптимистичным оценкам до 40 тысяч, а по более реалистичным или пессимистичным до 100 тысяч новых аппаратов будет. То есть резко возрастает количество аппаратов. Типичные характеристики, вот мы говорим Starlink, Starlink или еще что-то, OneWeb или Kuiper или Amazon, типичные характеристики. Ну, здесь указана звездная величина, она, скорее всего, на орбите запуска, то есть на операционной орбите чуть повыше, то есть потусклее спутник будет. Вот, величина на тысячи километров. Ну, вы видите, что это все-таки шестая там, ну, величина даже, вот 5,3 есть и так далее, и так далее. Здесь указаны размеры, но мы еще чуть-чуть вернемся. Время жизни указано, альбедо, радиус. Эти все характеристики показывают, что это аппараты достаточно яркие. И, естественно, что орбиты среди этих десятков тысяч аппаратов они покрывают весь земной шар с разной геометрией, они разными слоями, на разных высотах, разной орбитальной плоскости, ну, скажем, там сотни аппаратов на плоскость обслуживают и так далее. И картина вот такая, она совершенно глобальная. Ну, понятно, что мы жалуемся, что это спутники низкие и яркие, но с другой стороны низкие спутники, ну, их мало видно в поле зрения. То есть, вот чем ниже высота спутника, тем их меньше видим с данного места. Вот этот график, вот этот, показывает о том, сколько процентов, доля, находится в поле зрения спутников, у которых, ну, на таком-то угле, на такой-то высоте, то есть выше 30 градусов, а на такой-то высоте. Ясно, что чем спутник выше, то спутники выше, тем их больше видим количество при том же самом из-за этого. Вот. Характерная величина. Здесь показана величина спутника в зависимости от расстояния между наблюдателями СССР. Типичное расстояние это измерение. Вот измерение, проведенное здесь, указано на каком телескопе. Понятно, что поскольку это яркий объект, этот телескопчик небольшой, 180 миллиметров, но уже достаточно широкоугольный, маленький телескоп в Аризоне. Разброс обусловлен тем, что там разные углы, разные повороты, все это такое, но это и характерная кривая. Посредине линия это приближение Ламбертова. Ламбертова это однородные сферы, однородно рассеивающие сферы. Вот такая картинка. Она скорее для лекторов планетария еще раз нарисовала о том, как виден высокий спутник, как низкий. Если спутник летал ни зенька, ни зенька, мы бы их просто не видели. Ну, на высоте, грубо говоря, один километр. Но спутники не летают на высоте один километр. Спутники летают на высоте выше, по крайней мере, 160 километров. 160 километров это высота, на которой спутник может подержаться фактически один виток. Ну, вот время торможения таково, что если там быстро время жизни нарастает с высотой, ну, по крайней мере, вот так. Вот. Поэтому, с одной стороны, спутник дальше, он может быть слабее, но с другой стороны, дольше, дольше виден. Когда спутник входит в полутень, я такие картинки много раз видел, когда в 68-м году целый год провел на обсерватории в Кауровке, зарабатывая деньги, бедный студент действительно зарабатывал деньги, наблюдая спутники, обрабатывая их, наблюдая с помощью камеры, КЗК, труба зенитственной командирской, потом обрабатывал и потом по телефону долго орал в полночи данные. Передавал данные, да. Но это было важно. За спутник, за вечерний платили рубль за обработанный, за утренний полтора. Ну, потому что просыпали. Все по-человечески. Так. Ну, вот мы говорим, что, естественно, посреди ночи, когда тень от Земли высоко стоит, ну, в среднем она всегда так, то вы спутников видите меньше. Вот на этих кривых, их можно потом внимательно посмотреть, на этих диаграмме показаны, сколько спутников мы видим в сумерке, сколько среди ночи. Белая полоса это ночь, но и вот правая и левая это уже ближе к сумеркам, потом уже дневном. Сколько мы их можем видеть? Больше всего, конечно, мы спутников видим в сумерках. Ну, кажется, астрономы в сумерках почти не наблюдают, но тем не менее, напомню, что первая межзвездная комета была открыта именно на сумеречном небе. Это зоны, которые, ну, в общем, они имеют очень специфичный интерес, ну, интерес астрономический. Значит, сначала, когда вот появилась эта проблема, как всегда, журналисты сильно преувеличивали, ужас, ужас и так далее, и вот правая картинка была нарисована такая, вот смотрите, страшилка, да, ну, это понятно тоже, им надо привлечь внимание. Слева фотография вот этой группы NGC 53-53, значит, нормально снятая, а тут она снята, значит, запустили спутники. Что это было? Но это был вывод старлинков, которые летели на орбиту, еще, как говорится, еще не вышли на рабочую орбиту, на запуске пакетом. И вот они вот так все исчеркали. Но, тем не менее, вот такие страшилки бывают. Конечно, это редкое событие, достаточно, но эффектно выглядело. Мы-то должны все-таки разумно подходить к проблеме и смотреть, что там есть. Но, тем не менее, вот, скажем, если след попадает на какой-то важный объект, здесь он попал на Оумуа, первое наблюдение, то информация об этом может и пропасть. А если пропадет, то вы можете лишиться существенной какой-то информационной части объектов. Что будет широко? Понятно, что чем шире поле зрения, тем больше вероятность зацепить спутники. Вот ЛССТ с полем зрения, там, 3 градуса, я имею ввиду диаметр поля зрения, будет цеплять по расчетам за 10 минут на, ну, вот здесь диаграмма цветная, вот столько-то этих полосок в каждом месте поля зрения. То есть, довольно много. От обсерватории, это не телескоп Вера Рубина, обсерватория называется Вера Рубина, сам телескоп, у него там название ЛССТ, еще есть Симонье, как-то такое вот новое название, я даже его не знаю, как точно выговаривать. Здесь тень Земли, остальное вот так. Понятно, что ночное небо, сумеречное небо, ну, вы видите, что тоже картинка, она не страшилка, она так более-менее реальна. Но коллеги скажут, а у нас БТА, у нас поле зрения маленькое, и плевать нам на эти спутники, все равно то, что они проскочат по полю, это редкость большая, и всегда можно там. Вот, что для узкоугольного инструмента. Здесь угол зрения 6 минут, небольшой. Тем не менее, значит, вот цепляются на этой диаграмме за 5 минут, показано, что, по крайней мере, за 5 минут, в 6-минутном поле вы зацепите ну, от десятых долей штриха вот этого спутникового до десятка, до пятерки. То есть, даже в узком поле зрения вы увидите. Вот на Хабле показаны следы как раз вот такого прохождения. У Хабла как раз поле зрения небольшое, но тем не менее, вот эти мощные, ну, когда близкое прохождение, то вот такое поле зрения. Что такое близкое прохождение? Обычно астрономы, особенно студенты, считают, что телескоп принимает плоский фронт. Это значит, что издалека источник находится на бесконечности, а вот ничего подобного. То есть, когда вы, речь идет о спутниках, летающих на высоте сотни даже в тысячи километров, то они находятся не в фокусе для современных инструментов. Они размыты. Вот на нижней картинке, вот сейчас астрономы сразу понимают, на каком инструменте наблюдали. Это дефокусированные вещи, значит, двух классов телескопов. Рефлектор и рефрактор. Вы сразу понимаете, где что. Где есть дырка, там рефлектор, там историчное зеркало, вот оно, его изображение, оно дефокусировано, вот оно и появляется. Так вот, когда вы дефокусируете, ну, это то же самое, что вы не наблюдаете, не в фокусе спутник, то расплывается картина. Вот на LSST на камере это вот то, что дает оптика, а это то, что вот это вот расширение дает картинка, которая реальная, то есть вот по реальному спутнику. По реальному спутнику это для, по-моему, для старлинков. Вот они такие, то есть путь яркий, но он еще, вот трек, но он еще и расширяется из-за того, что не в фокусе. Расширяться может серьезно. Это вот формула для расширения, на всякий случай, какова угловой размер или угловая ширина вот этого самого следа спутника. Вот вы можете это все здесь увидеть. Это камера Subaru. Здесь, значит, диаграмма, которая показывает, насколько расширяется для объектов разного размера, здесь от 1 метра до 10 метров. Это характерные размеры для спутников, насколько расширяется в угловых секундах. То есть, если вы далеко находитесь, Subaru дает на уровне секунды угловой, а если это близко, например, на 200 километров, это уже 10 секунд угловых. Ну, понятно, о чем речь идет. Так что, здесь нужно, конечно, тоже все вот рассматривать, на каких инструментах мы работаем. У радиоастрономов, у них проблема для нас, вот оптиков, большинство здесь сидит оптиков, не столь, кажется, острая, на самом деле, она очень острая. Вы помните, сколько на небе квадратных градусов? Так вот, 42, ну, там, с копейками. Так вот, а на небе будет летать сотни тысяч аппаратов. А угол раствора у них, типичный угол раствора, это примерно полтора градуса. Значит, будет все время там светить. Ну, страшилки, что там, скажем, эти потоки, это же активные радиопередачи, что они сожгут приемники на радиотелескопах, конечно, нет, но шумы, конечно, возрастут. Это уже тут, как говорится, не ходи никуда тут, нужно очень внимательно тоже и эту проблему. Особенно, особенно тем, кто работает не в узкой полосе. Вот радиошумная планета Земля, здесь показаны разные просто географические точки. Сидны вверху, 6 миллионов, это для Австралии городок Нарабри, не знаю, где это, но в Австралии 6 тысяч. И Мерчисон. Поселок, поселок. А, вот это там Нарабри, да? А, ну вот, Анатолий Михайлович, он специалист в Австралии. Да не только был, можно сказать, что он там науку всю делал. Если телескоп наблюдает в узкой длине волны, ну, вроде не страшно. Ну, развязали по частотам, да и все. Но у нас есть проекты, которые в широком диапазоне наблюдают. Это СКА для широкой, это его уже действующий вариант на ИРКАД, замечательные, прекрасные результаты дает, но тем не менее, это все вот это уже есть, и это уже все под угрозой. Неастрономические проблемы возникают, разнообразные риски. Я их вообще упоминать здесь не буду, отошлю к той же книге, которая скачивается, это правовые аспекты. Вот видите, все это достаточно свежие издания буквально после 2020 года появились, потому что проблемы очень истрат. Ну, рекомендации какие делают? Давайте спутники делать более темными. Лучше всего, если в полосе В будет там больше, чем седьмая звездная величина. Уменьшить количество спутников, поднять их на более высокие орбиты. С одной стороны хорошо, они слабее будут, с другой стороны больше будет видно, тут тоже. Предоставлять общедоступные данные высокой точности о местоположении спутника, с тем, чтобы можно было оптимизировать программу наблюдений. Ну, скажем, для некоторых спутников, для Иридио, мы же имеем возможность точно сказать, где и когда будут вот эти спутники Иридио. Примерно такая же картинка. Здесь ограничение предельной мощности эквивалентной плотности потока излучения, ну, естественно, развивать сотрудничество и так далее. Это хорошие рекомендации, которые выполняются, скажем так, необязательно. Но, тем не менее, вот когда я упоминал, что центр, который создал Международный Астрономический Союз, взаимодействует с промышленностью, так и было. Со Старлинком, то есть, понятно, с кем взаимодействие. Здесь, кстати, приведена картинка Старлинка. Многие слышали это слово, но не знают, что это за спутник. Это такая довольно тонкая 30-сантиметров толщины прямоугольная шина, 3 на полтора метра шириной, то есть, это тоже приличный размер. И антенна, 6 метров солнечная панель. И на этой шине, на центральной картинке белым показаны эти передающие антенны, отражающие передающие. Сначала была идея, давайте мы эти антенны покрасим черным. Покрасить-то покрасили, получился уже спутник, который они называли вариант DarkSat. Но оказалось, что на передачу плохо действует эта краска и на прием, то есть, она поглощает чего-то там, в общем, плохо. Поэтому современный вариант, это так называемый VisorSat, он внизу, это козырек. Козыреком закрывают так, чтобы солнце не светило, стараются затянить вот эти самые светлые участки. Вот это одна из вещей. Здесь вот видно, как сдвинулись величины на диаграмме научной справа внизу, видно, как сдвинулось распределение звездных величин после введения вот VisorSat, верхняя это просто стандартный Starlink, средняя это VisorSat, ну и тут еще для порядка OneWeb. OneWeb на более высоких орбитах работает. Так, ну, про центр я уже сказал, и вот я приближаюсь к завершению, еще раз хочу сказать, что вот это темное звездное небо настоящее, ну, темное, оно может быть и с Луной, но вот звездное небо по-настоящему в любом возрасте, если у вас появляется возможность, вы выходите, например, в САУ, когда я был, поднимался на БТА, и просто вот выходив, был один, рядом никто не, из коллег не было, чтобы там разговорами отвлекать или прочее, смотрел на небо, и, в общем, что-то такое пронзало, какой-то ужас бытия там, так называют, но это, это вот тот самый стимул, чтобы он у вас сохранялся всегда в душе. Все, я закончил. Спасибо, договороваться. Кто говорят, что через какое-то количество лет астрономы перенесут все телескопы на поверхность Луни, потому что технологии будут развиваться, и будет все хуже и хуже. А потом там лунные базы понастроить. Не, надо бороться здесь, и вот действительно так, то есть я даже бы сказал так, что если сейчас еще появится и будет обязательно эта активность развиваться новые письма, новые какие-то документы, то с вашего разрешения мы можем приписывать там, что астрономическая общественность поддерживает вперед. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Здесь представители права по которым университет там коллеги, кто в оффлайн нас слышно? Они там есть или нет? Да, слышно. Спасибо. Есть. Слышно. Ну, я скажу я коротко. Значит, ситуация действительно становится все хуже и хуже, причем она развивается в направлении хуже по двум направлениям. Первое, это естественный рост всех тамошних городских агломераций, так сказать, засветка, она чувствуется каждый год. Мы видим прибавление этого всего. А второе, это связано с тем, что там развивается курорт. Сейчас романтик, как Красная Поляна, вторую там строят. И вокруг нее будет развиваться инфраструктура. Аэропорт ставят, железная дорога, возможно, скоростная, дороги будут. С одной стороны, конечно, хорошо. Мы там превращаемся в некоторые центры цивилизации. И, скажем так, я как спектроскопик, спектрополириметриз, пострадаю в самую последнюю очередь от этого. Мы пострадаем, но как бы в самую последнюю очередь. В первую очередь, если речь идет об аэропорте, это, конечно, наш радиотелескоп. То есть, вот если его поставят в станице Кардоникской, то радиотелескоп можно будет закрывать. Вот. Ну, есть некая оптимистичная нота. Мы уже несколько раз были в правительстве, в общем-то, высказали там свое мнение. И, к счастью, нас поддерживает Министерство обороны и Роскосмос, который там находится. Мы с ними сейчас как бы вот идем, так сказать, совместной группой и нас уже не могут не слышать. Последнее место, куда нам удалось отодвинуть аэропорт, это Заисправный, то есть, это город Жисон защищает и Ротан, и наш телескоп, то есть, туда дальше, так сказать. Ну, вот за это мы и будем бороться, потому что дальше они как бы не отступают. Ну, есть еще одно как бы такое обнадеживающее обстоятельство, что проекты есть, вопрос с деньгами, то есть, когда он обрастет деньгами, это тоже вопрос на сегодняшний день, как бы там вот еще пока. Ну, на самом деле, как-то вот последний раз мы общались фактически уже с будущими застройщиками, то есть, людьми из компании Вексельберга. Дважды мы общались, но надо сказать, что они, в общем-то, достаточно вменяемые, они все, так сказать, все наши аргументы принимают. Что там будет в конце концов, я не знаю, я надеюсь, да, до 1 августа это решение должно быть принято, так что, если будет какой-то там emergency case, так сказать, то мы в августе уже начнем рассылать письма. Такие обстоятельства. Спасибо. А Крау здесь есть? Ведь Крау уже... Вы просто там у вас было по радио, у вас то же самое со светом, со светом. А вот по радио можете объяснить, что у вас там? То есть... Да, понятно. Обращение Крау было по поводу того, что возле... Да, что там строится, что-то такое строится, которое будет... В радио диапазоне. Какие люди вещи... проверят? Какие люди... Беревичество... В первом месте начинается лицо бизнес-культура, и на это динамка, несмотря на то, что вот и на основе люди... Они могут поставить свои предыдущие письма. Они сделают именно кровотой, потому что его уже перестали, и они на том числе, когда они работали, и имели действия возникновения, на научных письмах. Если крану это было государственных письмах, то теперь кран — это вот тот, кто он будет встать. То есть, например, там уже не рассказывали, что оказывается, вся земля разбита на участки, у каждого участка есть домик, но эти участки уже давно не выпуты. Мы пытаемся бороться как-то новым... Хотел сделать так, что это не все, но она имеет значение. Где он перевернулся, что это не дядя, дядя? Ну, нет, все, опять же не дядя. Ну, понятно, да. Закон для этого и нужен, чтобы... Ну, вот он, Пулков, он никак не поног, но там совсем уже безумное давление. Санкт-Петербург, да. Питер, пожалуйста. В прокуратуре этот вопрос не закрыт, он все время висит. Там были, конечно, странные товарищи. Ну, это только пример, который подтверждает известное гетовское изречение. Лишь тот достоин счастья и свободы, то каждый день идет за них на бой. Так что... Каждый день, да. Вы по раскладке Минобранауки вообще не ученый. Высказываем? Выходите сюда. Сюда, сюда выйдите, чтобы... Маш, выйдите сюда, иначе вас не услышат в оффлайне. Почему? Ну, пару лет назад, находясь в Коцевеле, я видела табун Старлинков, который медленно и плавно за несколько минут покрывали все небо. Да, да, да. Их так, что 20 было. Был, да. Надо сказать, что... Так что табуну очень впечатляют. Я время времени участвую в заседаниях Общественного совета Роскосмоса, и там довольно откровенно рассказывают о том, что у нас сейчас с космической области. Ну, кто Борисов, руководитель. Говорит, вот он говорит, Маск запускает в неделю в среднем 50 спутников. Россия в год делает, ну, частично запускает 45. Вот примерно так вот у нас. Но эти 50 спутников в год, вот в неделю, вот, пожалуйста. Это вот тот самый тем. Они сделали, конечно... 50 тысяч? Ну, десятки тысяч, но я смотрел там. В общей сложности все компании, китайцы там 15 тысяч, у них программа пошла уже вовсю. У нас есть программа, которая называется «Сфера». Вы о ней слышите? Нет, там всего 600, но из них на низких орбитах, там разного назначения. Примерно 135, это вот те, которые... Говорят, что это... Да, это низкие спутники, как раз вот для обеспечения всякой связи. То есть низкие. Ну, примерно так. Сфера большая, программа. Первые три спутника только сделали еще пока. Вот по ней. Но скоро будут космические корабли, невозможно запускать. Это уже тема другая. Вероятность столкновения все было. Это космический мусор, но отдельно тема. Мы проводили в прошлом году специальную конференцию, называется «Околоземная астрономия», как раз по вопросам, связанным вот с такими вещами, как космический мусор, космическая погода и астероидно-кометная опасность. Так что эта тема будет продолжаться. Может быть, еще люди не знают. Сейчас вопрос такой будет, что сейчас прорабатывается на уровне НИР общенациональная программа называется «Млечный путь. Изучение и противодействие космическим угрозам». Это Роскосмос выделил средства. Ну и задача такая, значит, к концу следующего года, к октябрю, выпустить ТЗ на систему. Я хочу сказать, что я в ней участвую, и не удивляйтесь, когда к вам будут письма в организации. Это одна из степней подготовки. Вращаться, можете ли вы, хотите ли вы участвовать, поскольку это ответственность, хотите ли вы участвовать в этой программе. Ну что делать-то? Примерно так. Примерно так. Там девушка, извините, вы. Вопрос. И у вас, скажу, вопрос. Нет? Эта лекция, она уже популярная была. Я, наверное, единственный представитель именно популярного. Откуда вы представьтесь? Я Анастасия, я из Санкт-Петербурга. Я ветеринарный врач, извините. Но я приехала, потому что мне интересна астрономия. И у меня есть несколько вопросов по поводу, вы говорили по поводу того, что засветка мешает биоритмам и человеческим именно. И вот касаемо человеческих, рекомендация просто спите в темноте. Все. Это решает эти вопросы. И у меня есть вопрос по поводу космического мусора. Выключите свет, пожалуйста, здесь. Привет. Касаемо космического мусора, у меня есть вопрос. Так как мы точно знаем, примерная длительность жизни спутника, который мы запускаем. То есть мы запускаем и предполагаем, что он там будет работать 10-15 лет. Нельзя ли установить на него систему какую-нибудь, которая бы меняла его расположение всего один раз? То есть он дослужил свой срок и потом усиленно направить его в атмосферу, чтобы он тут же самоуничтожился, как только... Вы правильно говорите. По современным рекомендациям, еще раз скажу, рекомендации, которые должны придерживаться все запускающие фирмы, на аппараты, не на кубсаты, а на более крупные аппараты, начиная с мини-сатов, должны устанавливаться двигатели и запас топлива с тем, чтобы если он на низкой орбите, то мог в конце нырнуть в атмосферу. А если он на высокой орбите, ну, например, на геосинхронной, геостационарной, то уйти на орбиту захоронения, там выше, она на 200-300 км выше, там может 10-1000 лет быть и уже не мешает, так говорится. Метод на свете. Да, есть такой, действительно. Это уже вот такой стандарт. Ну, геостационар это 17-я величина, обычно это, в общем, мало кого волнует. Еще вопрос. Можно, да? Так как мы понимаем, что будет засветка увеличиваться, засветка и радио, вот эти шумы и все такое на Земле, то это не значит лишь, что перспективы развития астрономии лежат вне планеты Земля. Ну, я сказал про Луну. Ну, Луна, точки Лагранжа и вот эти места, куда мы можем запускать свои спутники, не находясь на планете Земля. Вы понимаете, да, это грустная перспектива. Она очень дорогая. Она очень дорогая, это значит, что астрономов того что только не будет. Значит, что мы можем как бы со временем уже дешевем в итоге запуском. Ну, вы вот так говорите, вы ведь оптимист по натуре. Естественно. Ну, все, значит, будем бороться. И, может, тогда еще один вопрос. Мы же знаем примерное количество спутников, которые будут запущены, правильно? То есть, мы знаем план МАСК, условно, мы знаем наш план, китайский план, ну, которые вот большие планы. И в какой-то момент времени количество спутников стабилизируется. Ну, правильно же? Если... Ну, и что? Вопрос в чем? Соответственно, я думаю по поводу радиотелескопов. Не будет ли так, что у нас получится известный базовый шум, радиошум, который мы можем просто условно задать программу и просто его отрежете туда бежим? Ну, вот... Таким образом... Не так просто шума. Это очень непросто. На отдельных частотах можно. Они все широко, правильно? Да, потому что слабые объекты, но там большая чувствительность, поэтому широко. Почему телескопы, да и глаза слепы, мы звезды днем не видим, кроме Солнца, ну, за исключением там сумерк, шумы вот с этого неба? Ну, как ты вышлишь этот шум? Это не так просто. Я понимаю. Спасибо большое. Вам спасибо за интерес. А вы почему... Да, вы почему в астрономию-то не пошли, раз у вас такие глубокие... Может, еще пойдет, она совсем молодая. Это вопрос к астрономическому обществу. Пусть он ведет такую градацию. Николай Николаевич, заслуженный любитель астрономии. Почетный, почетный. Вопросы? Серьезно. Еще есть вопросы? Если нет, тогда давайте еще раз поблагодарим. Это очень интересный вопрос. Я всех благодарю за участие, особенно докладчиков.